Сейчас я проверю, чтобы все слайды были. Пошло, да? Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад вас приветствовать на конференции нашей. Меня уже, видимо, наверное, должно быть и видно, и слышно. Пожалуйста, поставьте плюсики сейчас в чат, если меня слышно и видно. Ну, я буду знать, что уже так, и начну вам сегодня вещать. Пожалуйста, поставьте в чат, если меня видно и слышно. Так, плюсик. Ага, пошло. Так, пожалуйста, плюсики поставьте, я буду просто знать, и начнем. И начнем. Так, Дмитрий, вы, пожалуйста, напишите, у меня либо задержка, либо что там. Видно меня, слышно сейчас для людей? Видно, слышно, продолжайте. Все, отлично. Ну, тогда рад вас приветствовать, дорогие друзья, товарищи. Сегодня у нас действительно важнейшая тема, но поскольку сейчас только люди начинают присоединяться к нам, сейчас еще у нас немного людей, должно быть гораздо, я так полагаю, должно быть больше тысячи. Поэтому чуть-чуть я расскажу о себе, тем более, что меня некоторые из вас не знают. Знаю, уверен, что сегодня уже есть и те присутствуют, кто видел меня на предыдущих различных мероприятиях. Ну, а много людей все-таки пришло по ссылкам, по рекомендациям первый раз. Поэтому давайте вкратце я представлю. Зовут меня Фролов Юрий Андреевич. Я биолог, эколог, ихтеолог, другие биологические специальности у меня есть. Ну, и, собственно, моя и профессия, образ, скажем, жизни, мое прошлое, оно все, в общем-то, связано именно с живой природой, с изучением ее, законов ее, ну и, собственно, биохимии, сложных процессов, например, таких как явлений, таких как лечение, например, инфекционных и любых паразитических прочих заболеваний у рыб. Я вам скажу так, что я очень серьезно занимался ихтеологией. За десятков стран мира приходили аквариумные, ну, скажем, они из природы, но использовались для аквариумистики тропические виды рыб, с которыми приходило столько заболеваний, что вот вся мировая литература в этой области, ну, скажем, очень многие заболевания написаны, что не лечатся, неизлечимо, надо выкинуть все, дезинфицировать и так далее. Ну, пришлось сделать так, чтобы лечить, мы, в общем-то, в итоге смогли практически все, ну, то есть это работа круглые сутки, семь дней в неделю. Вот, через мои руки прошли десятки миллионов рыб. Я не преувеличиваю, потому что действительно десятки миллионов. И интенсивность работы была таковой, что, к сожалению, вот жалею сейчас, что не написал книги по этому поводу, до времени просто, просто физически нет времени. Тем не менее, опыт был колоссальный. Но я хочу сказать так вам, что у рыб заболеваний гораздо больше, чем у людей. Причем все те же, онкология, любых органов, все это есть. Но добавляются еще заболевания внешне паразитические, потому как это водная среда обитания. Я проводил, кстати, тему по паразитам, разбирал подробно. Многие из вас, наверное, были на ней. Это была крайне важная тема, потому как действительно этот мир, ну скажем, он достаточно видимый, потому что многие паразиты крупные. Однако мы не видим, потому как многие все-таки в уже крупном размере, да, живут непосредственно в теле человека, паразитируя в нем, внутри. И мы как бы не замечаем. Но от этого у нас возникает огромное количество последствий, огромное количество болезней. Поэтому кто из вас не смотрел эту лекцию, мой вебинар, обязательно посмотрите, она в открытом доступе у меня в блоге, youfrolov.ru, блог мой, там вы увидите, найдете. Например, от 13 мая. Прекраснейший вебинар, где все подробно рассказывается о паразитах. Сегодня у нас с вами не менее важный, значимый вебинар по грибковым инфекциям и заболеваниям, связанные с этими грибковыми инфекциями. Значит, тема, перед тем, как мы перейдем к этой теме, ну, что я вам скажу. Наверное, давайте сделаем так. Регламент небольшой установим, что я прошу вас сейчас пока, значит, пока что, ничего не писать, я имею в виду вопросы, в чат. Почему? Потому что, смотрите, я их все равно сейчас не читаю, не вижу, это будет меня отвлекать, это естественно. Поэтому мы с вами в конце, а у нас в конце будет обязательно ответы на вопросы, вот разберем все подробно. Значит, вы будете задавать вопросы, я буду отвечать на них. Значит, пока пишите, выписывайте себе на бумажку, либо куда-то, чтобы не забыть потом прислать. Значит, что еще? Значит, давайте так, еще. Сейчас я открою вам презентацию, и вы уже увидите ее, а не меня. Мы с вами как бы так немного познакомились. Так, сейчас, секундочку. Вот, сейчас должно быть, видно именно презентацию. Пожалуйста, Дмитрий, скайп мне, что да, мол, видно презентацию. Вот. И я буду уже говорить непосредственно по презентации. Так. Пожалуйста, пока что Дмитрий мне пишет, видно ли мою презентацию, я хочу попросить вас, напишите именно в чате, поставьте, ну, скажем, пометку плюс, кто меня, или давайте так, минус, минус, кто меня не знает. Вообще, первый раз сегодня. Кто первый раз? Поставьте минус, ну, я примерно посмотрю, и, так сказать, будет ясно, какие акценты нужно делать. Потому что очень важные темы, они пересекаются, понимаете? Потому что то, что сегодня мы будем разбирать, это непосредственно связано с нашим образом жизни и питанием нашим. Поэтому крайне важно вот это понять, да? Поэтому поставьте, пожалуйста, минус, если меня кто не знает. Значит, остальные, получается, что знают. Так, ну и что ж, давайте тогда, пожалуй, пожалуй, сейчас, секундочку, одну секундочку. Хочу я понять, потому что связь с чатом у меня... Так, все отлично. Итак, презентацию вы видите. Ну что ж, тогда давайте прямо непосредственно понять. Итак, у нас сегодняшняя тема. Это патогенные паразиты. Грибки. Микозы по-другому их, естественно, называют. Так вот, и давайте посмотрим, что к ним относится. Но перед этим будет план. План нашего сегодняшнего, посмотрите внимательно, мероприятия. Мы разберем с вами по пунктам. Значит, соответственно, общее положение вопроса, связанное с грибковыми заболеваниями. Потом причины обязательно грибковых заболеваний, поражений, болезней. Обязательно рассмотрим некоторые симптомы. Причем как в общем, так и рассмотрим, ну, скажем так, по конкретным видам грибковых инфекций. Конечно же, я вам покажу и объясню, что такое вот эти медикаментозные, вот эти, скажем, назначаемые врачами химические лекарства, которые продаются. Из чего они состоят. И вам обязательно скажу несколько видов действующих веществ главных, чтобы вы понимали их побочные эффекты и последствия, которые будут обязательно, просто они растянуты во времени. Я зачитаю несколько писем людей, и они типичны достаточно. Я объясню, почему не получается вылечить те или иные виды грибковых заболеваний. А вообще я вам скажу, и да что мне говорить, наверняка вы сами знаете, что кто не болел разными видами грибковых заболеваний. Там от перхоти, молочницы и все что угодно на теме экземы и так далее. Дерматиты, нейродерматиты. Так вот, если это все было, у кого-то есть, кто-то знает, прекрасно понимают, что лекарственные средства, они являются, ну скажем, никогда панацеей не будут. Потому что причина-то не устранена. Это следствие. Врачи пытаются лечить только верхушку айсберга. Последствия. Они проявляются на коже в виде пузырей, воспалений, шелушений. Это всего лишь проявления. Я хочу вам подчеркнуть много раз сегодня, скажу, к тому или иному случаю, что это внутренние заболевания. Системные, как правило. Вот. Поэтому мы, конечно, дальше уже в пятом пункте и разберем с вами подробно все вот эти... Причем мы все типа экзем основных, да, стригущие прочие лишаи, дерматиты, псориазы, обязательно. Вот все, что вы писали в чате, я сегодня был, минутку я просмотрел, кому-то даже ответил. Обязательно это будет. Да, атопический дерматит у детей особенно, вот все-все-все кожные и ногтевые и так далее разберем. Главное, чтобы хватило нам времени, поэтому я не буду его зря терять. И кто сейчас новый подсоединяется к нам, значит, хочу... И вы, если кто-то в чат, пожалуйста, товарищи, напишите, если люди будут задавать вопросы, что я просил вопросы в конце. Просто они будут и отвлекать, и все равно я их не увижу сейчас пока. Ну и, конечно, в конце будет очень интересную вещь, я вам в самом конце расскажу и прошу вас, если я забуду, напомните мне об этом. Что действительно порой вот у детей температура поднялась, так сказать, и сразу 39-39-5. Все, мамы и бабушки начинают пичкать таблетками, лекарствами, снять температуру любой ценой. Но я вам скажу, как снять температуру без этой поганой химии буквально за 30 минут. И все, и все, и не ну... Вот понимаете, как вы поймете, ну, как все просто на самом деле, да, тем более это действенно и легко проверить. Ну, проверите. Так вот, но, понимаете, и тем не менее, что нам говорит медицина? А она говорит те или иные химические препараты. Но не бесследно это никогда не пройдет. Сегодня вы поймете, почему. Я специально на медицине сделаю сегодня акцент. Ну, и будет особый подарок в конце для вас. Мое... Это я сейчас пока скрою, так сказать, за завесой. Ну, и, конечно, наши будут с вами беседа, живая беседа, ответы на вопросы. Так, ну, давайте так скажем. Пока вы смотрите план, если что, я вам скажу вкратце, что, конечно, грибков существует огромное великое множество. Более 500 видов зафиксированных различных дрожжевых, прочих и так далее. Вот. Среди, конечно, всех патогенных, о которых мы сегодня с вами говорим, да, это самую глобальную нишу занимает кандидоз. И мы, конечно, кандиду разберем сегодня подробно. А недооценивать ее нельзя, потому что, ну, в простонародье знают, как молочницу, хотя это стоматит молочницы, это кандида полости рта. Кандидоз общесистемный, это более глобальное заболевание, которое поражает внутренние органы, которое в первую очередь поражает пищеварительную систему и кишечник. И дальше уже в виде проявлений могут быть где угодно. Это называется, конечно, системный кандидоз. И вплоть, сейчас это уже установлено, конечно, и это до образования различных онкологических заболеваний. Это, в принципе, логично. Будет к слову, объясню, почему это и так. Значит, к сожалению, в последние годы грибковые заболевания просто молодеют и болеют они люди поголовно. Почти, ну, все аптечные лекарства, вот они, во-первых, дают колоссальное воздействие на внутренние органы, особенно печень и почки отрицательные, к тому же они не действуют, ну, действуют они только временно, в лучшем случае. Значит, примерно 80% взрослого населения теми или иными видами грибков болеют, либо являются носителями. Ну, скажем так, носители – это все. Но вот в активную форму проявляется, когда грибок берет вверх над человеком, вот примерно процентов 80. И тенденция идет всего к увеличению. У детей также серьезнейшее увеличение за последние 20 лет в несколько раз. Значит, ну, тут вина и пользование как раз противогрибковыми препаратами, потому что ведь вы понимаете, что штаммы грибов, они сейчас, которые даже вот питаются теми препаратами, которые были там 20, 15, 10 лет назад, от них созданы. Вспомните, как это было с препаратом, который выделяли, кстати, грибы, пенициллин, пенициллин, грибы выделяли, и этим препаратом что лечили? Бактериальные инфекции. Действительно, миллионы людей были спасены. Это было в свое время большим делом. Но потом грибковые, то есть, вернее, извините, уже бактериальные заболевания, да, они быстро так же мутировали, что просто не, антибиотики уже не действовали никакие. Ну, вот с грибками то же самое. Так, теперь, значит, тем более помните, что вот отдельные особи убить можно. То есть, то, на что направлена медицина официальная со своими сильно действующими препаратами, в лучшем случае, либо это мази крема, это только наружнее, да, а наружие это всего лишь, я говорю, вершина айсберга. Если это внутренние препараты, гормональные антибиотики, цитостатики, во-первых, это просто смертельно опасные препараты, во-вторых, они действуют только на отдельные особи, на группы, но на грибницу, на мицелии не действуют. Грибницы, они могут прорастать куда угодно, понимаете, и в головной мозг, и в бронхи. Это как раз те самые вечные кашли, когда нет никаких других причин, если только не паразиты, о которых я рассказывал вот в двух своих больших вебинарах, которые есть у меня в блоге, и вы можете просмотреть. Кто мой блог еще не знает, я там прошу, скиньте youfralove.ru, и, собственно, потом уже вы сможете его посмотреть, эти вебинары про паразитов. Так, и так они быстро приспосабливаются, грибковой инфекцией, к лекарствам, очень быстро, и поэтому эффекта никакого нет. И просто скажу уже, что называется, наперед, что помните, что то, что создала природа, а в природе есть различные вещества, которые содержатся в листьях, в стеблях, в коренях тех или иных видов растений, эта природа миллионы лет создавала, и это эффективно, потому что это и защищает тело растений от грибов, там есть те вещества, которые всегда действуют, и грибы к ним не могут привыкнуть, приспособиться, потому что природа всегда умнее человека, любых ученых, любых лабораторий, поэтому она все создала, нам надо только это знать. Но, понимаете, переехав жить в города, так сказать, погрузившись в мир искусственный в виде телевизора, там, на тумбочке стоящего, мы сейчас те знания, которые обладали наши предки, утеряли, и теперь у нас есть святая вера в медицину. Ну, давайте подумаем, она вообще, логично ли эта вера, в чем она заключается? Как последняя надежда, жить так легче. Ну, да, легче, потому что когда-то ты, вообще человеку психологически жить легче, когда он ни о чем не задумывается, но это ужасно и неправильно. И перекладывая вот свою жизнь, свою, в чужие руки, мы совершаем непоправимую ошибку, потому что другому человеку никогда не будет так до нас дело, ну, в виде исключительных случаев, как уникальных каких-то врачей, типа, каким был Федор Григорьевич Углов, например, да, величайший русский хирург, и там, гражданин и писатель, патриот своей Родины, ну, это единицы, сейчас таких мало. Да и потом знания. Не может человек один обладать знаниями всеми в совокупности. Нам надо взять свое здоровье под собственный контроль, в свои руки, для этого я сегодня выступаю, для этого я говорю, будьте особо внимательны. Каждое слово, сейчас мы начнем уже по порядку, будет, ну, на вес золота, что называется, потому что я слова пустые не говорю, на ветер не кидаю, но информация – это жизненно необходимая. Она будет как настольная книга, как пособие на всю жизнь для вас, если вы, значит, это видео у вас будет, сегодняшний вебинар впоследствии. Так, теперь, разные виды грибов, они наступать могут совместно, поэтому помните, если у вас есть молочница, это не значит, что у вас нету каких-нибудь там других, понимаете, значит, нейродермита, еще каких-то видов грибковых инфекций, совершенно не значит. Более того, один наступил, иммунитет снижается, и, не дай бог, могут и плесневые грибы, не только дрожжевые различные, занять свою экологическую нишу. Понимаете? То есть, это тоже очень важно иметь в виду. Мы об этом далее поговорим подробнее. Грибы, они прорастают в организм и попадают, попадают в организм через продукты питания, воду, через воздух, через, ну, собственно, еду, которую мы едим, да, и половым путем, через некоторые заразные формы, мы о них обязательно, типа стрибующего лишая, который рукопожатием переносан с одеждой, так сказать, тапочки в бане, так сказать, другие одели чужих людей, это, пожалуйста, может передаваться. Поэтому правила гигиены сегодня будут разобраны особенно, тоже подробно. Так, особенно грибки попадают через поврежденную кожу и слизистые оболочки. Кожа не поврежденная, и это защитный барьер. Это мощнейший, важный защитный барьер, как любые слизистые, начиная от ротовой полости и желудка. Вот, это тоже защитный барьер. Так, хорошо. Если прошли грибки защитный барьер, попали все-таки в пищеварительную систему, попали через кожу поврежденную, они могут прижиться. Приживаются они тогда и берут верх над организмом, когда иммунитет ослаблен. А что это значит? Это значит, когда защитные клетки наши макрофаги, лейкоциты и прочие иммунные клетки нашего иммунитета ослаблены, когда их мало, когда не хватает энергии и строительных материалов для того, чтобы организм их в должном количестве синтезировал, напечатал, и чтобы они выполнили свою роль. Либо, а это происходит в свою очередь, потому вот такая ослабленность иммунитета, потому что мы ведем неправильный образ жизни. И вот здесь на первом месте я не буду перечислять все это невозможно. Я читал очень серьезные лекции, вводные на тему адекватного, здорового, человеческого, видового питания. Вот эту лекцию вы тоже в обязательном порядке посмотрите. Я буду к ней ссылаться, потому что сейчас в рамках нашего там двух, трех, четырех часов, как мы тут уже будет, да, это невозможно все рассказать. Но обязательно посмотрите. И в блоге у меня есть, и будет вам предложение по этим как раз, чтобы вы тоже имели эти данные, все ценнейшие, так сказать, вот эти записи, чтобы вы понимали, что такое видовое человеческое питание. И тем не менее, если пища неадекватна, если она денатурирована, то есть вареная, жареная пища мертвая, там нет уже ДНК, оно плавится при 70 градусах, там уже нет белков живых, потому что денатурация полная и необратимая белков происходит при температуре плюс 70 градусов, и это известно со школьного курса, да только, как говорится, учились мы чему-нибудь и как-нибудь, и потом к жизни, к реальной жизни. Как будто голая теория, мы это не применяем, но это все очень серьезно. В результате потребления мертвой пищи и невидовой пищи образуется огромное количество в организме шлаков, токсинов, которые не выводятся в полной мере, складываются, скапливаются в разных полостях нашего организма, в межклеточном пространстве, это и есть большая проблема, потому что именно это и ослабевает, как раз ослабевает иммунитет наш, сопротивляемость организма падает. Ну что ж, давайте пойдем дальше, и вот, пожалуйста, вы видите перед собой первый наш вот уже слайд, это грибковые заболевания, и тут мы поговорим вкратце о общих положениях и водных данных. Да, микозы, они действительно грибковые инфекции, могут быть поверхностные, это мы знаем, как проявления на коже, экземы и прочие, да, и глубинные. Но есть также вокруг мира наш, это очень серьезные, это плесневые грибы. И плесневые грибы, конечно, вы знаете, когда вставляли где-то хлеб или любой продукт, они сотен видов существуют. Касаться мы их не будем подробно, но когда про правила гигиены будем говорить, обязательно. И про аспергилу черную, очень опасный гриб, мы тоже поговорим, это тоже к плесневым относится. Ну, конечно, существуют высшие паразитические грибы, которые люди, к сожалению, по ошибке, по научению китайской медицины, пытаются заместить вот именно низшие грибы. Это огромная ошибка, про это я тоже расскажу. Грибы, они, помните, это редуценты. Что такое редуценты? Это разложители по латыни в переводе. То есть перерабатывают они органическое вещество до простых соединений. Например, в лесу деревья падают, вы знаете, это все сгнивает, животное умирает, кто его не съел из других пищевой цепи представителей, то оно постепенно разлагается. Именно за счет вот этих грибков, в первую очередь, ну, конечно, и бактерии, тоже редуцентов, разложителей. Так вот, они только ждут нашей смерти, чтобы действительно нас утилизировать. Такова природа. Поэтому у нас действительно есть грибки, которые могут не причинять нам никакой до поры, до времени беды и пока иммунитет крепкий. Они на нас все равно есть в той или иной степени. Конечно, не все виды, но многие. Но они причиняют нам до определенной поры, так сказать, беспокоиться. Хорошо. Есть очень серьезные, глубинные, системные микозы. Тут уже я примерно сказал, а мы конкретно по этим болезням пройдемся ниже. Это как раз системный кандидоз, это прочие-прочие заболевания, все, что... Псориаз очень серьезный, это тоже системные микозы. Так вот, пока у нас симбиотические наши микроорганизмы в кишечнике в норме, если они у нас, конечно, так сказать, не подавлены патогенной микрофлорой, а патогенная болезнь... Вот микрофлора, микрофауна наша берется откуда? От того, что мы питаемся неправильно в первую очередь, потому что, понимаете, мертвые, вареные, жареные пищи размножаются именно патогенные микроорганизмы, гнилостные, и там идет уже процесс не ферментации, а там идет брожение и гниение процесс. И тогда именно организм ослабевает, и на них, кстати, и на этой пище в том числе размножаются уже и грибки. Так вот, для этого, чтобы не было такого проблемы, нужно питаться все-таки адекватно, правильно, и пища должна быть видовая. Вот про это я пока не буду говорить. Значит, я про это подробно проводил вебинары. Значит, если, запомните, вот все эти наид, то, что оканчивается, гастрит, синусит, там, стоматит, все что угодно, это все грибы первичные. Это могут быть в различных органах, различные заболевания, которые путают там. Это все от простуды, это ноги промочил, это все, это всего лишь шаг, это как бы толчок для того, чтобы иммунитету дать еще одну слабинку, и вот тогда грибы берут вверх. Запомните, это всегда изначально грибы. Если мы уберем каждый фактор, который отрицательно влияет на наше здоровье, вот чем больше мы их уберем, тем будем мы здоровее, меньше шансов, что болезнь возьмет над нами вверх. Это надо обязательно учитывать. Итак, всегда организмы грибки живут, понятно, размножаются, они питаются, одни питаются пищей уже, другие питаются непосредственно из межклеточного пространства нашего организма. Ну, многие живут в лимфе, что там есть питаются. То есть, короче говоря, микроорганизмы, грибки есть у нас фактически везде. Значит, защититься от них можно только одним способом, если не давать им пищу и соблюдать, конечно, правила гигиены, ну, и уж коли она болезнь взяла вверх, нужно тогда применить методики, благодаря которым натуральные, живые, хорошие, качественные методики, благодаря которым мы вместе с теми правилами, что соблюдение гигиены и обязательно переход на правильное питание, хотя бы в период вот этой обострения, в период вот этой болезни, вот тогда мы можем победить любую, уверяю вас, абсолютно любую болезнь. Так вот, значит, подход системный, это самая важная вещь, вот именно то, о чем я вам сегодня рассказываю, комплексный, почему не получается победить болезни у медиков и так далее, как правило, вот эти, а потому что они видят только следствие, они вообще пытаются, но псориаз, он понимаете, внутри сидит, псориаз, он не на коже, на коже всего лишь последствия этой болезни, вот это важно понимать. Поэтому убираем факторы, которые привели к тому, что у нас, и убираем, соответственно, развитие грибков, вот и побеждаем болезнь. Поэтому, знаете, что каждый человек имеет, я говорю, и колонии кандид, и кишечники, это все абсолютно нормально, но пока живой баланс между полезной микрофлорой и патогенной, вот не нарушен, все хорошо, как только нарушается, иммунитет ослабевает, еще иные факторы, какие действуют, то все, берет вверх. Значит, мы их, все факторы сегодня с вами разберем. Значит, обязательно, вот про то, что есть ли защиты, вкратце упомянул уже, про барьеры, но мы их сегодня обязательно будем разбирать подробнее. Какие группы уязвимы, тоже разберем. В общем, вот это все важно. И еще хочу вам сделать акцент. Запомните, что если любое проявление на коже, какое-то есть, в виде каких-то шелушений, покраснений и прочее, это всегда, кроме если это вызвано химическими какими-то веществами, или специфическими химическими аллергиями, раздражениями, то это всегда будет изначально грибки, если только у вас не клещи кожные, вот эти, понимаете, демодекоз, это клещ, который очень серьезный клещик, микро, он любит под ресничками, под кожей лица в основном обитает, про него мы сегодня говорить не будем, потому что это относится уже, понимаете, вообще к насекомым, то есть, собственно, совершенно другому классу живых организмов. Так, хорошо, просто это надо понимать. Итак, вот это мы рассмотрим с вами, питание, лечение, профилактика, гигиена. Вот если это соблюдать, все, будет все отлично. Так, и помните, что дерматологи, это специалисты узкие, они не могут подходить комплексно, системно, к сожалению, у многих не обладают люди, просто знаниями в биохимии, в физических процессах, на стыке наук, то есть, они знают только свое и действуют по, скажем, своим методичкам, поэтому, собственно говоря, требовать от них этого нельзя. Есть чуть-чуть более высокого уровня специалисты, это дерматовенерологи, вот к ним, в крайнем случае, если уж хотите, да, вот к ним можно обратиться, и то, уверяю вас, что они не понимают главную проблему, первопричину, это неправильное питание, которое приводит к вот этой зашлакованности организма, как следствие подавления иммунитета, то есть, организм совершенно ему уже не до того. Он справляется каждый день, пытается справиться с более важной для него задачей, это выведение из организма накопленных и поступающих каждый день с пищей, да по несколько раз в день, вот в результате которой этой пищи образуются гнойные токсины, и вот, собственно, вот этот гной, как раз организм пытается вывести, это первичная задача, у него просто не доходят руки и мобильных ресурсов всех для устранения тех или иных, вот тех же грибковых инфекций. Так, в общем, и еще скажу вам так, что симбиотические вот эти микроорганизмы, да, родные наши, кишечная микрофлора, которая должна быть вживая и качественная у каждого человека, они не дают размножаться грибам. Вот если только среда, среда организма здоровая и, очень важно, щелочная, у нас есть определенный PH наших всех сред организма, то есть кислотно-щелочной баланс. И он внутри у нас, кроме только вот желудочного сока и еще нескольких, значит, наслизистых, да, например, внутри вологалища, там тоже кислая среда, потому что кислая, она дезинфицирует, а внутренняя среда, вся щелочная. Кстати, это еще обусловлено как раз и говорит нам о том, какую мы пищу должны есть. То есть, конечно, щелочную, вот это важный очень момент, подробно это объясняю на моей той вебинаре об адекватном питании. Итак, в здоровом организме примерно на 1 миллион симбиотических бактерий родных не должно превышать более одной клетки дрожжевых грибков. Вот тогда баланс сохраняется. И, собственно, если он нарушается, все, грибок пошел активнейшим образом быстро расти, он почкуется, многие почкования размножаются с огромной скоростью, то помните, что их отходы, отходы жизнедеятельности грибов, это мощные токсины и еще сильные кислоты, поэтому грибы в нас, они, если живут, они закисляют наш организм. Вот таким вот образом. Так, смотрим с вами дальше. Какие у нас, мы разберем с вами сейчас причины грибковых заболеваний и поражений. Значит, ну, во-первых, в каких случаях, другими словами, организм настолько ослабевает, что грибки берут верх? Конечно, это при гормональной интоксикации, при лечении гормональными средствами, противозачаточными вот этими, да, это очень вредно для всех систем жизненных наших органов и систем, но в частности в этом случае тоже грибки активизируются. Конечно, антибиотики, прочие факторы, такие как химиотерапия, облучение и воздействие электромагнитных полей. Вот я подробно рассказывал на другом вебинаре о, так сказать, влиянии, как были и раковые подъезды, и о там кабели высоковольтные проходили, или места рабочие, где проходили эти, в общем-то, мощные кабели. И, естественно, это влияет, как и любая техника наша, но просто она слабо влияет. Наши телевизоры, компьютеры, они также создают чуждое для нас электромагнитное поле, не такое, как несет сама Земля. Там уже не 8 Гц, там другие параметры. И, безусловно, это все влияет, просто в меньшей степени. Поэтому, чем фактор усиленнее, чем он мощнее, тем, соответственно, закисление организма важнейшая причина вообще болезни наших. Она как раз из-за неправильного питания. И закисление происходит из-за того, что токсины как раз закисляют именно грибковые токсины наш организм также. Конечно, если застой желчи, а желчи у нас щелочную среду имеют, и человек еще мало воды при этом пьет, а он всегда пьет мало воды, потому что, напоминаю, вода – это растворитель, а компоты, морсы, я про другое вообще не говорю, это растворы, а нам нужен растворитель, чтобы вывести, растворить шлаки токсины, я так утрирую уже, и вывести их из организма. Нужна вода. 30 грамм на килограмм веса человека в день. Значит, питание должно быть адекватное. В идеале, это живое растительное питание, продукты растительного всего происхождения, их великое множество, которые не прошли термическую обработку. Конечно, ожирение организма, шлакованность. Это вследствие, грязная пищеварительная система. Ну, что это значит? Ну, в толстом кишечнике оболочка 3 мм, должна быть розовая, все, когда на колоноскопии смотришь. А она у людей почти у всех. 3-4 см слизи, проростки тех же кандид грибов, уже мицелии белые, каловые камни в складках, до 300-400 штук. Вот что от того питания, что в основном люди едят, вот это вот все хлеббулочные изделия, молочные продукты, мясо и так далее, это все образуется, безусловно, при гниении белков, при попадании белков в чужеродных агентов, антигенов, в кровь, а они попадают всегда, потому что организм наш не может до конца белки все переработать. Бесполезно. И часть их, попадая в кровь, вызывает реакцию антигена-антитела, известную в биохимии, в результате которой образуется, например, даже кадаверин, по-латыни это трупный яд, кадавер-труп. Это происходит из-за потребления мясных, ну вообще белков животного происхождения и в пищу. Потому что нам нужны не белки, а нам нужны аминокислоты, из которых наш организм в любом случае будет строить белки. То есть даже если цельные белки попали, организм будет разбирать до простых аминокислот, которые в тонком кишечнике всасываются в кровь, и оттаму же организм распределяет через печень, через кровь, непосредственно в каждую клетку, и там уже синтезируются из аминокислот белковые молекулы, какие нужны нашему организму в данный момент времени. Поэтому запомните, не нужны никакие белки нам, нам нужны аминокислоты. В растениях во всех есть любые аминокислоты. В одном из 26-ти 20, в другом 19, съедите 2-3-5 растений, а можно съесть 25, и вы получите все, что нужно, но только у вас не заберется ни энергии, ни силы, и организм не будет загаживаться, зашлаковываться. Значит, запомните, все кефирные, вот эти молочные грибные, чтобы больше не спрашивать, никогда не писать, мне об этом пишут, часто молочные, это все страшное извращение, нельзя, это те самые высшие грибы, но которые могут заместиться, в частности, и их уже выгодно будет вообще очень проблемно. К тому же, они открывают возможность для дрожжевых грибков очень хорошо. Так что никаких дрожжей, это иметь надо в виду. Ну, а у кого уже, извините, экземы и прочее, и прочее, о хлебе вообще забудьте. Если вы хотите выздороветь, гарантированно, вообще забудьте. Естественно, молочные продукты первичные, это причина, колоссальная беда, колоссальная. У меня три статьи в блоге, мощнейших про молоко, недавно телевидение, на днях приезжало РНТВ, там показывают про молочные продукты, фильм снимали. И, значит, вот в вебинаре ровно неделю назад, прошлый четверг, 19 июня, я записывали очень серьезный вебинар, очень сильный, именно о видовом человеческом питании. Вот у меня в блог, он будет выложен через несколько дней. Обязательно его посмотреть. Дальше идем. Сыр, это вообще просто, понимаете, это колоссальным образом провоцирует рост кандид, например, и даже тот самый, вот я написал специально Аткинс, который, знаете, белковая диета, это ужас просто, какая глупость. Ну, собственно, чем он и подтвердил, в том числе своей жизнью, что это полная ахинея, да это и не надо подтверждать жизнью, это биологии надо понимать, просто биохимия. Так вот, сыр это просто, и даже он говорил, да, сыр провоцирует рост грибков. Но хорошо. В общем, запомните, кофе, вот бутерброд с сыром, пирожное, это просто, вот как я написал, классика Нжанра, это гарантированно будет, ну, практически на 100%, что добавится еще какой-то фактор, простуды, еще что-то, все, поехало. Значит, так, сладкая пища, сахара, грибки очень любят сахара, они просто глюкозой растворенной питаются, а у нас инсулин есть, они легко усваивают своими клетками, у них нет сложного этого аппарата, а у нас же в крови и сахар, и инсулин, чтобы сахар мог в ткань поступить, как раз поджелудочное выделяет вот этот гормон инсулин, который, собственно, и доносит сахар, и таким образом он усваивается в тканях нашего организма, грибы просто в межклеточном пространстве в тканях паразитюра и спокойно его усваивают и размножаются активно. Поэтому сразу второе правило важнейшее. Кто хочет вылечить грибковые инфекции, забудьте о сладком хотя бы на период полного восстановления, месяц, два, три, в зависимости от других факторов, которые вы будете применять, о которых я расскажу. Можно гораздо быстрее вылечиться, грибковые инфекции быстро не лечатся, но можно сделать за месяц, а кто-то не вылечится никогда. Так вот, если вы будете правильно, вы сможете и за месяц, и за два вылечиться, но для этого надо учитывать все эти факторы, о которых я говорю вам. Значит, кислая пища исключена должна быть, никаких уксусов, горчицы, а кислая пища – это то, что закисляет организм наш. Это фактически, ну, фактически, в той или иной степени, почти вся вареная, любые животные белки, мясо, курица, все что угодно, закисляют страшно, самые сильные закислители, потому что азот – это мощнейший закислитель. Вот, значит, дальше. Ну, про пищу, ладно, мы еще коснемся не раз. Значит, грязный воздух, вода, плохая, конечно, экология – это все то, что, конечно, являются теми факторами, когда иммунитет заслабевает. И плюс-плюс складывается, вот получается эта проблема. Значит, конечно, если болезни очень серьезные, типа рака, диабета и так далее, то тут есть обратная связь. Многие грибки могут вызывать эти болезни, но если причина в другом, а у рака десятки причин, я тоже в своих лекциях об этом подробно рассказываю. И вот может быть обратная связь, то есть в результате онкологии, других болезней, а мы иммунитет в любом случае ослабеваем, вот получается уже очень много гноя в организме, и, пожалуйста, в межклеточном пространстве все начинается, и грибки берут вверх, да где угодно, собственно. Поэтому, говоря о гигиене, ну, тут в двух словах. Помните, что индивидуальная обувь, а общественные все эти бани – зона риска. Это спортзал, это, значит, встаете в примерочный где-нибудь, в супермаркете, там ногой, понимаете, босой, на это ни в коем случае. Просто надо с собой брать что-то. Знаете, в магазин идете, ну, возьмите в сумочке что-то с собой, чтобы положить и наступить на бумагу вашу, а не на что попало, куда другие люди. Ведь так и переходит, зараза. Плесень, не должна быть в воздухе, чистые проветриваемые помещения, прочее, прочее. Ну, в общем, мы подробнее эти обсудим. Понятно, что пути передачи могут быть разные, инфекции, но, значит, при контакте с больным человеком очень многие виды переходят. Безусловно, вот те самые предметы гигиены, полотенца, расчески, постельное белье, они вообще индивидуальные должны быть. Ну, или семейные, муж, жена, то тут уж понятно, вот, но тут и лечение должно быть, если у женщины что-то есть, у жены, мужа обязательно это будет. То есть, лечить надо, а всю семью в идеале, ну, если дети в кровать залезают, как родителям, значит, и детей в любом случае, так сказать, тоже, как я вот рассказывал, например, острицам, паразитам, да, вот этим червям, круглым острицам, гарантированно надо лечить в щусеньке. Так, хорошо. Безусловно, может быть, и другие причины, там, значит, попали в плесневелый какой-нибудь подвал, пришлось, а там наглотались спор грибов, у вас однозначно часть может прижиться, влажная среда, пожалуйста, другие факторы, какие-то ослабевающие иммунитет, понеслось тоже, пожалуйста, и такие варианты. Ну, и, конечно, болезни эндокринной системы, там, сбой гормональный, вот, все это может привести. Теперь, значит, важный барьер против грибков, это желудочный сок, он, PH, там, желудочного сока, полтора-два, PH, значит, кровь у нас 7,43, у нас все среды, лимфатическая система, межклеточная пространство, внутри суставная жидкость, все 7,3-7,4, то есть щелочные, 7 нейтральная, выше 7 щелочные, слабый щелочный. Но, барьеры и кожа, там выделяется сало определенное, выделяются кислоты, которые тоже кожные покровы кислые, там, соответственно, кожные покровы у нас имеют, например, ну, скажем, верхний слой эпидермиса, он 4,5-5,5, на туловище 5-5,5, на ладонях, конечно, поменьше 6-6,5, то есть ближе к нейтральной. И это тоже защитный барьер. И слюна у нас слабо, кислая тоже 6, понимаете, слюна, ну, нельзя закислять, поэтому зубы чистить надо, и, безусловно, значит, чтобы с зубами проблем не было, хотя, по большей степени, с зубами проблемы не только из-за самой пищи, хотя из-за нее обязательно тоже, ну, которая во рту, я имею в виду, а именно еще из-за того, что не хватает тех самых минералов, калия, кальция, магния, и, кстати, в том числе кремния, очень важно, которую кальций удерживает, а без магния кальций усвоиться не может, а где это содержится все, дорогие друзья, а только в живых растениях, продуктах, именно вот, которые природа создала, ну, в плодах, безусловно, как первичный, самый качественный набор минералов, причем, который именно в биологически доступной форме, в ионной, в коллоидном растворе водном, понимаете, а это может быть при кипячении, коллоидный раствор разрушается, минералы переходят в неорганическую, мертвую форму, они не могут уже усвоиться не только организмом человека, даже организмом никакого вида животных, только корневой системой растений, помните это, если вы не верите мне, то поверите своим глазам, когда вы чайник вскипятите, если у вас вода недистиллированная, выпадут в осадок именно минералы, которые до того, до кипячения, были в растворенном состоянии, так вот, в продуктах питания, будете выварить, жарить любые кабачки, у вас будут те же самые минералы, которые были еще живые, перейдут в неорганическую форму, просто вы их не увидите, в виде осадка, потому что их тело, аморфное уже, уже, так сказать, измененное, оно все-таки не даст выпасть им, как в воде, непосредственно, поэтому, но верьте теперь, разуму человеческому будет именно то же самое. Ну, в общем, это надо было мне вам сказать, да, теперь, потому что, ну, я говорю только как есть, без фантазий, без своих мнений, я просто констатирую законы природы, как они идут. Вот, кому-то это может нравиться, нет, главное, что, кто хочет быть здоров, прислушайтесь, и вы, соответственно, просто узнаете на себе, лишь бы сделали так, как надо. Вот мы видим теперь третий слайд, ну, третий, вернее, не слайд, а, значит, третий пункт. Это мы разберем с вами некоторые симптомы. Как раз признаки проявления грибов, то есть, что они есть у вас, о чем это говорит, например, ну, это, например, газы, вздутие живота, но тут могут быть, конечно, и паразиты. Я про многие виды говорил, которые переводят к тому же. Кстати, если есть паразиты в организме, различные черви, гельминты, то это не значит, что грибков нет. Безусловно, могут быть и они, и они, и в большей степени могут быть и они, и они, безусловно. А вот тогда уже наш организм будет жить все хуже и хуже. Так, Значит, грибки, они просто выделяют на гукле кислого газа. Надо понять. Потому что я знаю таких даже сыроедов, которые мне пишут, вот я на живом питании, все хорошо, и вроде от гельминтов даже вылечился, а у меня газы просто невозможно. вот это огромное количество, значит, грибков, если точно нет паразитов, и у вас правильное питание, конечно, у вас еще может быть дисбаланс внутреннего микромира, то есть наших симбиотических микроорганизмов, полезных, которые в основном в толстом кишечнике обитают, но и в тонком тоже, если он чистый, нормально. Вот их может быть дефицит колоссальный под воздействием каких-то факторов, каких надо изучать. Но если не это, не это, то, конечно, это грибки. Значит, далее, как следствие будут, да, если запоры, ну, понятно, или даже диареи, то есть крайности, это вот тот самый дисбактериоз, хотя его как научного определения болезни нет, но это дисфункция между, это, скажем, несоответствие патогенной и симбиотической микрофлоры кишечника. Так вот, зуд может быть в ухе, в любых местах, там, в голове чешутся пятки, чешутся спина постоянно, или под лопаткой в одном и том же месте, вот чешутся, чешутся постоянно, и так, то меньше, то больше, там, через месяц меньше, потом будет. Это все грибок, это точно есть, значит, если где-то чешется. Значит, изжога тоже очень сильный показатель грибов, ну, конечно, это кислотность повышенная, желудка может быть даже, ну, вот, а почему она повышена, это уж другой вопрос. Конечно, у кого она повышена постоянно, и это, кто любит потреблять в пищу мясо и молочные продукты, хлебобулочные изделия, конечно, изжог, да еще пьет мало при этом, неадекватно, то, конечно, и в этом тоже. Так, очень важный показатель, гарантирует, ну, вот, безболезненность очага поражения. Если у вас, понимаете, вот вы порезали чуть-чуть, вот уже кожа чувствует, посылает сигнал, больно, 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 а тут может быть у человека с 5-ти рублевую монету больше, какие там, 10 сантиметров, язвы кусают, шелушенные участки, красные, воспаленные, человек боли не чувствует, это гарантированно гриб, потому что он прогрызает, он просто нейроны, ну, собственно, он нервное окончание просто перегрызает, и вот, собственно, вы не чувствуете. Ну, если долго мокрота, месяцами, а бывает человек поболел, вроде у него прошло все, вроде был бронхит или еще что-то, а потом у него все равно, либо нет мокроты и сухой, ну, постоянный кашель, дохает и дохает, очень сильный признак, показатель. Или наоборот, у него мокрота, но белая такая и тянется, если она белая такая, слизеобразная и тянется, достаточно хорошо, это гарантированно грибки. Ну, стоматит, молочница, тут все понятно, да, что вот эти творожестые выделения, и, собственно, вы видели фото язык, это мы разберем сегодня подробно, сейчас пока лишь некоторые причины. Налет белый на языке, гарантированно грибы. Лимфа, потому что всю ночь собирает вот эти трупики, на языках выводит, потому что там тоже зона выведения. Вообще у нас их несколько, в том числе вот ротовая полость. Значит, конечно, это может нервное истощение, плохая память, утомляемость, это очень, значит, показательно, и когда и паразиты, когда сильный организм зашлакован, и, конечно, когда грибы. Утомляемость, слабость, упадок сил, и уныние, депрессия, и беспричинный вроде бы перепад настроения, вот это все как раз. И еще очень интересный фактор, невозможность сбросить веса при диетах. Тоже очень, потому что ухудшается, скажем так, работа лимфатической системы, и грибок там паразитирует, и лимфатическая система именно выводит из организма. Шлаки, токсины, это наша канализационная труба. Поэтому мы, если есть грибки, она засоряется, я так примитивно говорю, и как раз обменные процессы ухудшаются, в том числе очень трудно сбросить вес. Значит, далее, смотрим с вами следующий слайд, продолжение. Значит, еще, вагинальные, конечно, инфекции любые вагиниты, но все это взаимосвязано. Значит, это может быть действительно снижение либидо, импотенция, вплоть до и таких проявлений. Все, что может выступать за пределы кожи, то есть, угорки, шелушения, чешуйки разного цвета, наросты, коросты, это все грибки. Значит, есть в вашем организме, если это есть грибки. Значит, так, частое мочеиспускание, недержание, это тоже. Значит, ну, тут уже поражение мочеполовой системы, она очень часто идет при грибковых инфекциях, очень часто, тем более, что и половые органы это подвержены, и мочевыделительная система, почки, это все очень сильно страдает, мочевой пузырь. Значит, частые простудные заболевания, РЗУ, РВ, собственно говоря, это одно в другое переходит и провоцирует развитие грибов. Насморк, заложенный нос, нож заложен, если там гной, сопли, это гной, это как раз погибшие, эта лимфосистема через гайморовые пазухи выводит гной, она может выводить через гайморовые пазухи, через толстый кишечник, там барьер защитный, и это выведение нижней половины тела нашего, а верхней половины тела, там сложнее. Вот почему, видите, устроено как в организме, лимфатическая система работает снизу вверх, от кончиков пальцев ног до мозга, что называется, только в голову. И вот у нас самая большая задача вывести все, чтобы в кишечнике, ведь толстый кишечник, там складочки есть, куда выходят сосочки, протоки лимфатической системы, но если эти протоки забиты складки коловыми камнями, слизью, лимфа не может нормально там вывести, она идет куда? Наверх, в легкие, нижние трети доли легких у людей просто забиты. И вот почему там, кстати, очень многие, когда мы дышим плесневыми грибами, а мы всегда ими можем вдохнуть, но у одного человека он не заболеет, а другой аспиргелез, он просто умрет, понимаете? И почему? А потому что в разной степени у человека загаженность организма. Не потому что мы с вами разные, мы с вами одинаковые, не говорите никогда в жизни такую глупость, что мы с вами разные, не с точки зрения эмоционального состояния, темперамента, разума, мы с вами с точки зрения биологии, биохимии абсолютно одинаковые. Но разница в том, что один заболел, другой нет, при равных прочих условиях, что у нас на разной стадии те или иные заболевания, у кого-то одни есть, других вообще их нету, и поэтому это влияет. То есть, это от других факторов зависит, а мы одинаковые. Теперь, конечно, вот тот самый ректально-анальный зуд, это если есть либо острицы, потому что симптомы те же, либо некоторые другие, ну, в основном острицы из паразитов, червей, либо это грибки. Грибки от ногтей, стоп, если что-то на них есть, ногти шелушатся, так сказать, желтый вид, все, это гарантированно грибки, проявление. Перхоть, сиборея, все, корочки на голове, лице, это грибки. Паховые любые проблемы, там дерматиты, псориаза в этих местах, в любых местах, это все грибки. Анки, это вот все, так называемые, вот эти все, сальные железы, воспаление фолликулы, язва во рту, вот прям язвочки, которые то проехают, это кандида, это системный сложный кандидоз. Трещины, прыщи, все, есть. Значит, понятно. Помните, вот тут тоже указано, видите, ПАШ-лагалище, она, это, вот понимаете, вот надо брать лакмусовую бумажку и проверять. Вот если 3,7, 4,4, то есть очень кислая среда, это же тоже барьер от инфекций. Вот в некоторых слизистых, которые со внешней частью тела граничат, то есть все отверстия естественные, там тоже кислая среда для защиты, потому что это защита. А вот уже если будет, не дай бог, 4,5 и выше, это значит, что точно есть инфекция. Вот это прям тест, на который надо проверяться. И дальше будет ясно, искать, что уже конкретно. Итак, понятно, что иммунитет ослабевает, и грибки берут вверх. Значит, защититься мы можем от грибков, еще раз, не давая им пищу, и применяя те методики, о которых я буду говорить. Значит, для них питательная среда – это вот эта белковая пища, это мясо, это все, что не свойственно нашему виду, потому что мы никакие не всеядные, никакие мы не хищники, мы плодоядные, и не травоядные, разумеется, мы плодоядные существа. Это четвертый уровень, самый высокий, в, скажем, эволюции, индивидуальной, в эволюции видовой на планете. Потому что это энергия первичная от солнца, и первичные вещества, все же последующие в пищевой цепочке, они перерабатывают первичную продукцию. Зачем нам переработанная пища кем-то, другими организмами, когда мы ее можем взять в первозданном, концентрированном виде, а это плоды. Это логично. И это так и есть. Так вот, ну, помните, что грибнице нужна влажность, и температура высокая, поэтому в организме у грибов благодать. К тому же мы любим сладкое. А если люди любят булочки, все вот эти, кстати, признак очень характерный, если прям без мучного, я не могу жить, это гарантированно, грибы в организме есть. Ну, конечно, еще могут быть паразиты некоторые, которые питаются, ну, те же острицы, допустим. Так, хлеб, как правило, если вы что-то с дрожжами едите, это просто, вы знаете, это сразу 50% прибавляете, и к тому, что у вас грибки есть, будут и другие виды. Вы уже грибы вносите в организм в термофильные дрожжи, это страшное оружие, которое вообще фашистская Германия создала, как оружие для колонизации, для уничтожения населения. Это потом оно пришло к нам в виде, так сказать, понимаете, нормы, потому что стало в промышленности эффективно, так сказать, быстрее. У нас же до 1947 года вообще в России пекли на заквасках, как на Руси пекли всегда. Это совершенно другие, симбиотические грибы, да и, ну, вообще хлеб, это, понимаете, тема долгая. Вот не буду сейчас говорить, кому будет интересно изучить, у меня есть лекции, да, по правильному, адекватному питанию. Да, поэтому и в конце, так, в конце, так, это то, что я обещал, я вам обязательно все это подробнее расскажу. Значит, теперь, что у нас далее. Давайте посмотрим, что нам предлагает, значит, наша любимая медицина, что предлагает от грибов какую защиту. Ну, вот вы видите на слайде просто произвольно взяты там некоторые препараты, и, кстати, вот вы видите, вещества химические синтезированные, бочка все это стоит, ну, и потом в такие тюбики, а веществ там всего действенных, 5-6 разных сильных, которые вместе с другими комбинациями разные производители делают, собственно, получается, вот с тысячи видов лекарств. Тем не менее, значит, это вот, давайте посмотрим дальше. Вот письма людей. И я вам некоторые зачитаю и это прокомментирую, собственно. А вот пишет человек, у меня знакомая женщина, которая вот всю жизнь страдает, на мороз выходит, красным коржом покрывается, ну, я буду так пропускать, вы тоже это видите, параллельно читаете. Вот. И вот буквально она лечится, лечится, все бесполезно, ну, вроде бы эффект дает, он день-два, а ничего нормально, а потом снова начинается. Хорошо. Значит, вот девушка в 20 лет, у меня уже месяц дрожжевой грибок, занесли его во время мезотерапии, пожалуйста, и заражаются так в том числе, да, уж казалось бы, да, медицина там или какие-то клиники, а на голове много маленьких пораженных участков. Выписали кучу лекарств, ну, дальше там она пишет, что это все как бы не помогло. Вот 16 лет человек пишет, на голове уже вот нисходит 5 лет, шелушится, зудит, дерматолог мне сказал, что это переходный возраст, нормально, да? Я просто в шоке. И что это пройдет? Ну, просто, вот не должно шелушиться ничего. Что это, вот в том, что переходный возраст, здесь нет логики, здесь нету, собственно, ничего, это некомпетентность человека, либо полное его безразличие к своему пациенту. И человек пишет, прошло 5 лет, и только увеличивается все время, а потом насоветовали кучу мазей, попользовался год, я просто в шоке, год, эффекта нет, а эффект, есть золотые слова, если метод лечения выбран верно, эффект наступает сразу, запомните, сразу наступает эффект, если методика выбрана верно, это просто надо запомнить. И я на любых живых существах, каким я в жизни занимался, в том числе, конечно, с людьми проще, чем с теми же рыбами, я всегда наблюдал, вот у меня были случаи, кстати, очень серьезное системное поражение, у рыб есть так называемые, у карповых особенно, ну, кто-то может в курсе, кто-то может слышит меня, и кто понимает, есть такие, бывают язвы, прямо до скелета иногда, вызванные микоспориозами, различными комбинированными инфекциями грибов и вирусов, когда прогнивает до кости. Так вот, у меня были такие случаи, и я полностью вылечивал, потом, если в конце, в самом, для интереса, можете спросить, чем, кстати, этот же компонент входит в те наборы определенных мазей, которые я рекомендую самим делать, свежие, качественные, натуральные, которые будут абсолютно действенные, так вот, у меня язвы зарастали полностью, хотя был виден скелет уже, ну, рыба жила, почему? Потому что грибки поражают от нервного шока болевого, рыба не погибает, как и человек. Все то же самое. Еще раз говорю, когда кто-то говорит, что мы разные люди все, вы просто скажете, какой же ты невежда. Даже и рыбы, и люди в этом смысле одинаковые, знаете, в каком смысле прохождения микробиологических процессов, с точки зрения биохимических процессов, мы вообще высшие животные, млекопитающие, и немлекопитающие, и даже рыбы одинаковые. Вот это важно понять. Как я не люблю, когда люди, знаете, с полной такой, все, констатируют, типа, факт, хотя сами ничего не понимают. Ну, ладно. Дальше смотрим. Вот пишут, у дочки выпадают волосы, очаги, значит, поражение на коже, и прямо с очагами, если отковыиваешь, волосики выпадают. То есть, вот посев показал, ты с него и грибок. Правда, не пишут какой, но не важно. Назначили курс лечения, вот, соответственно, ломиконом, ну, прекрасно, в таблетках и спреи, видите, и так, и так, перекрестно, сильно. Слушайте, неужели в этом заключается лечение, в назначении препаратов? Это невежды врачи могут такое только говорить, в изменении образа жизни начало, а это всего лишь вспомогательные средства. Ну, пишет дальше, женщина, очаги появляются новые, может что-то с этим сделать, а то нельзя. Просто, знаете, что нужно? Нужно знаниями обладать. Вот то, что сегодня самое главное, и все вы, вот действительно, посчастливилось вам присутствовать, это то, что почему? Что я даю вам знания, которые вам на всю жизнь будут уже вот эти с вами, и вы будете это все знать. Самое главное, знание, сила, предупрежден, вооружен. И вот пишет человек, мне четко прям, здравствуйте, Юрий Андреевич, спасибо, что несете в мир уникальные знания по питанию, живыми продуктами, у меня к вам, айцероед пишет, у меня несколько вопросов, надеюсь, найдете. Так, хорошо, перешел на строение, и во рту так называемый стоматит, обострилась язвенная болезнь. На традиционном питании эта проблема мучила меня всю жизнь, но высыпание, вот появлялись там, три раза четыре в год проявлялись, да, было преимущественно это весной, осенью, вот, ну и потом проходило. И вот сейчас опять это появилось, вот пишет человек, значит, и после вашего вебинара по паразитам, я думал, что это паразиты, и вот он мне описал, как это все происходит, что болезнь снова обострилась, язвочки были более крупными, чем обычными, а он просто кое-что, там, мероприятие одно провел, собственно, вот я говорю, что не зная брода, несусь и броду, да, надо сначала изучить, что у вас, изучить, что, какие паразиты, если они есть, дать, например, кровь на иммуноферментный анализ, крови на антигены, тех или иных видов паразитов, потом на грибки, если есть что-то на коже, гистология, прочие кожные, значит, берут пробы и прочие, смазки и, так сказать, и прочее. И вот тогда будет все ясно, что нужно делать. И вот пишут, из-за чего данная болезнь проявляется, и про, я сразу говорю, это системный кандидоз, вот конкретного человека. Так, хорошо, хорошо, ну, конечно, плохо, но хорошо, идем дальше. Методики. Вот давайте посмотрим, что назначают нам товарищи доктора. И вот тут всего лишь перечислено, что вы видите на слайдах, ну, малая часть тех страшных названий, это различные грезиофольвинг, клотримозол, микозонол, там, микосептин, там, и другие вещества. Это, это вот, понимаете, ну, времени у нас на все это нет разбирать, вы все сталкивались, и все знаете, какие препараты, названия, ну, скажем, даже тот же крем Незорал, я вам некоторые все-таки сейчас расскажу, в нем есть в креме Незорал, такое вещество, кетоконозол называется. Так вот, смотрите, что оно делает, как побочное, да, оно, значит, помимо всякой ерунды, типа, тошмонаты, рвоты, значит, диареи, боли в животе, и там, прочее, прочее, желтуха, гепатит, причем, высокая летальность, от гепатита, если применять более 14 суток, это вообще как, нормально? Это я, я просто в шоке, ну, ладно бы, не было других средств, ну, тогда надо сказать, что природа дура, она не доделала, она ничего не предусмотрела, я вам скажу, мы дураки, природа, вернее, идиоты, природа-то она все предусмотрела, да мы слишком умными стали, это, знаете, горе от ума, значит, снижение функции коры надпочечников, и гипофиза, здорово, тяжелая почечная и печеночная недостаточность, ну, и прочее, прочее, там, я уж не говорю про всякую там ерунду, пожалуйста, дальше идем, что нам вкладывают в разные шампуни, гели, например, лаурилсульфат, ну, помимо того, что он истончает волосы, и вызывает перхоть, я подчеркиваю, то, от чего его применяют, вызывает, потому что убивается полезная микрофлора, потому что перестраивается биохимия подкожная, и это как наркотик, людей сажают на иглу, и поэтому они гарантируют только когда, чтобы их не посадили, это между строк идет все эти шампуни, при каждодневном использовании, конечно, потому что уже через несколько дней все пойдет, а давайте посмотрим, что туда входит, вот, лаурилсульфат натрия, что это такое, вернее, например, в институте в штате Джордж, США, например, медицинский колледж четко установил, что вызывает необратимые изменения зрения у детей, это вещество, иммунную систему подавляет человека, значит, попадает прямо через кожу, в печень, сердце, легкий мозг, и накапливается в этих органах, не выводится, при взаимодействии с другими косметическими ингредиентами образуются канцерогены, которые попадают в кровь, и, соответственно, разрушают еще органы в большей степени, вот, собственно, так, дальше, например, что такое клотримозол, знаете, да, что клотримозол входит в многие препараты, там, составы, мази и прочее, и вот, кстати, я вот про его действия вредные не скажу, но в чем его суть, зачем его применяют, объясняю, а он подавляет активность пероксидаз, в том числе метахондриальных, а в метахондриях, напомню, такие маленькие органеллы в клеточке, да, в каждой, в которых АТФ, 1-зин-3-фосфорная кислота, находится, и, собственно, происходит это, скажем, вот, синтез энергии идет, ну, и накопление, соответственно, да, так вот, что дополнительно облегчает как раз накопление в грибковой клетке, когда идет подавление вот этой пероксидаз, в грибковой клетке образуется перекись водорода, а она как раз разрушает, так вот, возникает вопрос, а почему бы, я так мягко, корректно, хотя хочется выругнуться сильно, и тут я сразу скажу, не умывайкин здесь, абсолютно, знаете, такой профессор прав, ну, естественно, потому что, почему бы не применять перекись водорода, только вот как применять, и нюансы, это есть, и много, но почему бы, да, действительно, ведь в этом суть, нет, медики, классный базол, ну, давайте печень в помойку выкинем, умные медики, молодцы, поэтому, кстати, медики-то и болеют по статистике больше, чем их пациенты, ладно, метатриксан, что такое метатриксан, который тоже, это мощный цитостатик, а цитостатик, что такое в переводе с лазерой, это клетка подавителя, подавитель роста клеток, он при опухолевых процессах назначается, но он приводит к тому, что меняется жизнедеятельность всех клеток организма, любых может быть, какие-то восстановятся, какие-то нет, это причина рака, причем полное противопоказание при беременности, и что там написано, может вызвать гибель плода, или стать причиной врожденных уродств, вы будете теперь когда-нибудь это применять, либо кинете в лицо, так сказать, кто это говорит, вам советует, я думаю, что лучше, ну, ничего не делать, но второе лучше, чем первое. Ну, помимо артериальный тромбоз, церебральный тромбоз, это, так сказать, это то, вот я вам скажу побочные эффекты метатрексата, только по тромбозам, артериальный, церебральный тромбоз, глубоких вен, и почечные вены, и легочные эмболии, ну, вот это такие мелочи приятные. Хорошо, идем дальше, грибок на голове, да, вот сибария, значит, что назначают часто, и сейчас, знаете, много кадров появилось, когда такие радостные девушки, там, сульсена, а что в ее составе? Ну, много всего, но ДМДМ, кто? Гидантонин, а что это такое? Это мощный консерват, который сам по себе вроде бы не опасен, но когда он попадает в среду, где воздух, кислород, вода и газы другие, он образуется, из него превращается он в формальдегид, а это первый класс опасности, это сверхтоксичные, сверхканцерогенные вещества, которые гарантированно вызывают рак, да, за раз может ничего не будет, может быть не будет сразу, не то, что может быть, сразу-то точно ничего не будет, и поэтому говорят, а, мне плевать, я вон там применял 3 года, ну, если ты хочешь жить после 3 лет, там, неизвестно сколько, дай бог здоровья, но знаете, миллионы людей почему-то умер, а вот болезнь, она ведь, видите, в чем дело, не берется от старости, она не берется, не пойми откуда, что судьба такая, нет, она берется чисто от биохимических процессов, нет, конечно, влияют, как я говорил, биомагнитные поля, там, электромагнитные, там, и прочее, прочее, это все влияет, но главная причина, это изменение биохимии нашей, которая как раз от химических компонентов, в первую очередь, так, состав шампуней, да, все прекрасно, значит, вот я вам еще скажу, есть такое средство, а его тоже рекомендуют, но оно дорогое, стоит 70 долларов и больше, Clarence называется, и вот, ну, вернее, скажем, вещество, ну, давайте так скажем, вот есть такое вещество, или это фирма, да, фирма Enbrel, Clarence, это белковый синтетический препарат, полученный в лаборатории, который представляет собой, такой, скажем, димерный синтезированный протеин, химический полученный, ну, ну, ладно, не буду вас грузить, по рекомендантной ДНК технологии, в общем, в лаборатории полученный, да, поэтому дорогой, значит, его заполняют в одноразовые шприцы и продают в виде инъекций, значит, он консервантов не содержит, вроде все чистый, но, значит, очень интересно, что он препятствует, и, скажем так, воспалению и иммунному ответу клеток, но не обязательно только грибковых, и что будет через год-два, совсем неизвестно, потому что эти структурные изменения могут проходить у пациентов постепенно, он рассчитан на даже ревматоидный артрит, как пишут они, на другие, на тяжелые грибковые поражения, вот, но побочные эффекты начинают и шимии тромбозов, тромбофлебитов, до, собственно говоря, холецистита, панкреатита, видите, как ужасно, ну, и, так сказать, прочих проблем. А вот человек пишет, что прошел я три курса, сейчас после прекращения вот этим препаратом, симптомы возвращаются уже менее чем через две недели. При этом, внимание, с каждым курсом действовать препарат начинает все позже, а прекращает все быстрее. Да? Логично. Хорошо. Растениям-то нашим сколько? Миллионы ли? Вот, понимаете, вот они, вот почему-то растет, вот черный орех, например, в природе, да, и листья падают на землю, почему по ним ничего не растет? Почему? Потому что там есть вещества определенные, ну, я не буду сейчас вдаваться в биохимию, и нету приспособлений у других растений, грибков к этим веществам определенным. Вот ведь надо в каком направлении мыслить разумно и идти по идее медицины, но ведь сейчас медицина находится в руках фармацевтических корпораций. Если еще умные врачи, старые врачи, 50-40 лет назад, ну, и кто учился у них еще там помнит, какие-то методы, так же, как избавление от паразитов, их много методов, но используя семена укропа, когда детям давали 1 сентября, вот при Сталине, например, просто в обязательном порядке, по 2 там столовых ложки семян укропа в школе, и потом дети говорили, какие глисты у них выходят друг перед другом, хвастались. Понимаете? Нет, но это один из методов, их много. Так вот, я говорю, есть все в природе, но мы пришли к тому, за что, в общем-то, приходится нам платить деньги, потому что мы верим, что иначе без этих таблеток. У нас фактически супермаркеты стали на выходе каждого аптека, прям в супермаркетах аптека, как будто это еда, понимаете ли. Ну, вот до такого извращения мы дожили. Ну, и ладно, скажу еще, SkinCup есть такое, да, средство, забудьте о нем, потому что на нем, по нему нет данных, я проверял настоящих, ни при беременности, что происходит, ни при взаимодействии с другими препаратами, ну и, собственно, прочее. И вот, кстати, пишет один человек, намучился когда-то с гормональными средствами при лечении своего псориаза, теперь страдаю от последствий. Жалко, что правильное лекарство мне врач не выписал. Сейчас использую определенные методы на, ну, скажем, там, комбинации народных с новейшими достижениями, скажем, понимания природы, да, и потому что, видите, например, в нашем климате, допустим, не растут определенные растения, которые есть в других местах, у нас есть свои прекрасные средства, но если мы будем комбинировать, ведь поймите, приспособливаемость грибков колоссальная, и нам надо еще один из правильных методов, учтите, да, акцент ставлю, знак восклицания, нам нужны комбинации определенные, чтобы не дать ему укрепиться, чтобы он не приспособился. Вот это очень важно. Так, ну, вот это теперь, соответственно, так. Далее. Ну, дальше перед собой, вы видите, мы перешли с вами вот к чему. Значит, виды и формы грибковых заболеваний. И мы разберем небольшую классификацию, это очень важно знать, я скажу это, не буду долго застрять, внимание, и пойдем с вами разбирать конкретные болезни. Итак, помните, что, да, многие грибки, они являются, ну, собственно, возбуждением, изначальным, вот, ну, скажем, возбудителем системных заболеваний, очень многих, да. И грибки относятся к классам, к трем основным. Деутриевымицетов, аскомицетов и зигамицетов, это три класса, к которым относятся все эти грибы. Так вот, те группы, которые поражают кожу, ее придатки, волосы и ногти, объединяют под общим названием дерматомицеты. Ну, дерма это кожа, дерматомицеты, или по-другому, дермофиты, любящие кожу. Значит, бывают две основные группы микозов, грибов паразитических. Это поверхностные, по месту дислокации, назовем это так, это дерматомикозы, и глубокие. При глубоких микозах могут поражаться все органы, о чем я уже говорил, все ткани, кроме там волос, ну, потому что, собственно, это просто может быть попараллельно. Но глубокие мы разберем ниже. А начнем с поверхностных, но только сейчас я еще пару слов вам скажу, что вот дерматомикозы, они, понимаете, усваивают очень хорошо керотиносодержащие субстанции, не каротино, а керотиносодержащие, я сейчас объясню, и паразитируют поэтому, где? Как раз в роговом и других слоях кожи, ногтях, волосах. А керотино – это как раз семейство таких фибулярных белков, обладающих, ну, очень высокой механической прочностью, которая, в общем-то, среди материалов биологического происхождения уступает только хитину. Поэтому это и есть те самые наши волосы, к примеру, да, чтобы примитивно представить, что это такое. Хорошо. Значит, выделяют две основные, как раз группы, как я уже сказал, поверхностные и глубинные. При поверхностных микозах, значит, патологический процесс, он патологический, как раз преимущественно идет в кожах, в придатках, волосах, ногтях, о чем как раз мы будем говорить, потому что это касается, ну, всех людей. Вот. И, значит, тут две основные группы. Это керотомикозы, это как раз, ну, например, лишай отрубевидный, например, какие-нибудь тропические микозы, желтые лишая, черепично-образные лишая, черные и так далее, к этой группе. Есть еще и подермомикозы, к этой группе относятся, ну, допустим, ну, что из простого, сказать, эпидермофития, например, паховая, да, то есть, вот эти поражения в этих зонах, эпидермофития стоп и другие. Вот. И трихомикозы, это, собственно, по-другому выделяют истинные трихомикозы. Трихомикозы, это вот подмышечные и прочие, и трихомикозы, ну, допустим, такие, как микроспория, допустим, фавус там и прочее. Ну, теперь ругательств достаточно, и, пожалуй, мы перейдем как раз к истинам. Вот вы видите перед собой внизу картиночки три. Собственно, верхние три картинки, это как раз вот ротовая полость, видите, вокруг губ, и очень характерно, тут еще язык весь растресканный, это очень характерный признак сразу нескольких грибковых инфекций, гоккандиды, в любом случае тут тоже есть. Значит, вот вы видите, значит, поражение головы на руках, а внизу вот истинные. Это вот то, что классика. Вот мы видим вот такие, да, значит, проявления. Итак, экзема. Пожалуй, на экземе я остановлюсь подробнее, потому что это очень сильно сказывается на здоровье людей и имеет самый максимальный, пожалуй, охват, ну, конкурируя с молочницей, разве что с кандидозом. Итак, экзема – это очень серьезное, на самом деле, заболевание, которое может пройти, ну, скажем, какое-то время, но эффекты и последствия оставаться на всю жизнь, проявляться когда угодно. Значит, итак, причин их на самом деле много, да, но это комплексная причина, комплексная. Медицина, вот я вам давайте зачитаю, вот некоторые вещи, советы классические, и мы разберем прям по логике, что это значит. Вот, например, как считает медицина, что экземы – это как бы такие аллергические, некоторые считают, что это аллергические заболевания, которому свойственно, вот скажем, высыпание пузырьков, регулярные, так сказать, ну, мокнутые участки, намоченные вот этих трещин изначально, и хронические, значит, уже течения. Вот, это что делают они? Назначают, соответственно, кортикостероидные гормональные препараты, типа преднизон, преднизолон, там, ну, например, дексаметазон и прочее. Но это очень сильные яды, как вы уже теперь поняли, этим пользоваться нельзя. Значит, но посмотрите, как они акцентируют. Аллергические. И это в этом есть доля истины, но под аллергией-то мы не то имеем в виду, ведь поймите, что аллерген, даже в биохимии, это чётко сказано, это тире. Аллерген-антиген. Это, безусловно, чужеродный белковый объект, агент. Если он попадает в организм человека, пройдя защиту, не переработавшись через пищеварительную систему в тонком кишечнике, через него попадает вместе с питательными веществами, растворёнными в кровь, и он в крови, любой антиген, а это любая белковая молекула. Просто, понимаете, врачи-люди, ведь сами всё это едят, никто не понимает, что эта пища неадекватна абсолютно, и тем более она мёртвая, термически обработанная. Так вот, это всё питательная среда для почвенной и патогенной микрофлоры, а к тому же, даже если бы это было в сыром виде, то, конечно, это лучше было бы с одной стороны, только с точки зрения вот этой донатурированной пищи, но сами белковые молекулы попадут, вызовут эту реакцию, и вот вам аллерген. Это уже первопричина. Поймите, что, и я уверяю вас, что если бы устранить причину неправильного питания и плюс очистить организм, то никакие у тех детей, взрослых, у кого есть аллергии, астма, на пыльцу, на что угодно, это бы всё прошло, как проходит у всех, кто переходит на адекватное питание, но запитая, и очистит свой организм, потому что сам по себе он очистится порой, ну, или долгие годы, или через такую ломку, что, извините меня, потому что десятки лет загаживали, а когда человек либо голодает, кстати, голод – это хорошая очистка, но голод провоцирует любой выделение, сразу выброс в кровь этих шлаков, токсинов, организм начинает чиститься. И если выделительная система печень-почки не готова, это может быть большая проблема, многие последствия могут случиться отрицательные. Так, хорошо. Так вот, и назначают что? Значит, ну, внутривенные вливания 30% раствора, например, гиппосульфата натрия, там, по 10, например, миллилитров ежедневно, или там, примерно, ну, допустим, бывает ещё 10% раствора хлористого кальция по 5-10 миллилитров через день. Ну, и пишут, правда, некоторые врачи, знаете, вот меня что радует, что необходимо ограничить употребление мяса, особенно пожилым людям. Возникает вопрос, значит, они понимают, чувствуют, что что-то, ну, не то в мясе. А почему же пожилым? А, наверное, у них не такой крепкий организм, уже как у молодых. Возникает у меня вопрос, а гадить молодым зачем свой организм? Если отнимать годы жизни здоровые, нормальные у себя, есть эти трупы животных, а это же, ну, мышечные, это мышцы, трупов, животных, собственно. Ну, а что такое мясо? Только оно, правда, мы едим в видоизменённом виде, которое это уже не мясо. Мясо – это когда оторвали у животного, как в природе, волк отгрыз и съел. А это у нас, извините, через сковородку, специи, масла. Это уже безжизненная аморфная масса бывших белковых тел, коими уже они не являются вообще. Это страшный балласт. Ну, хорошо. Вот дальше важную вещь с заболеванием. Ну, допустим, вот при экземе возникает группа кожных заболеваний, сиборийная. Бывает экзема профессиональная, другая, мы разберём сейчас некоторые формы. И, ну, собственно, атопическая. Да, причины атопической экземы, пишут обычно врачи, до сих пор остаются неизвестными. Но учёные связывают болезнь с какими-то якобы особенностями иммунной системы. Вот. Ну, на самом деле здесь уже, наверное, вы начинаете это понимать. Это всё, безусловно, идёт изначально от питания. Иммунная система – это питание напрямую. Плюс, конечно, образ жизни и в те условия среды, в которых мы помещены, где живём. Так вот, данная болезнь, так же пишут обычно, она развивается по причине расстройства эндокринной нервной системы, что, конечно, это провоцирует, безусловно, это правильно. А для экземы характерно хроническое течение, что, конечно, тоже верно. И пишут ещё, знаете, какие перечисления, хронический запор, например. Но так возникает вопрос, если у человека запор, что происходит? Вот организм уже не очищается, нижняя его часть, половина тела, так вообще, к тому же, та каловая масса, которой эти гнойные шлаки, токсины, это отходы, должны выйти из организма, а не какое-то время и долгое там находятся. И в кишечнике-то частично, потому что вода в верхней доле, так сказать, толстой кишки всасывается, она всё равно будет всасываться с токсинами, частично с этими. Ужас, что? А потом, дегидрируясь, эти каловые массы превращаются вот в каловые камни, так называемые, концентрированные, сверхконцентрированные, без воды. Организм страшный дефицит воды испытывает. У кого запора не хватает воды в любом случае, плюс другие причины. Значит, первое – вода. Хорошая, качественная, активная, щелочная. Дальше. Ну и, собственно, дальше. Раны, ссадины – это уже всё понятно. Может быть в виде ожогов, ран на теле похожих. Куда, кстати, микроорганизмы и другие могут проникнуть. Тут уже бактериальные и прочие, так сказать, и прочие. Хорошо. Ещё учёные утверждают, что экзем – это заболевание, которое может передаваться по наследству, генетически. И среди основных факторов, провоцирующих, выделяют генетическую предрасположенность. Скажу вам сразу. Вот когда врачи или любые учёные комплексно не понимают суть проблемы, они всегда любят, знаете, на что пенять? На вирусы какие-то неизвестные, от свиной гриппа и прочей всей этой глупости. Либо они на генетику, потому что так проще. Ну, когда не знаешь, надо что-то оправдать. Ну, это значит, что вы хотите. Это генетика. Глупость. Вот в чём тут суть. Объясняю. Если мать определённым образом питалась, вела определённый образ жизни, родила ребёнка, передала через молоко, гнойные токсины уже надавала из своего организма. А помните, что гной в верхних частях лимфатической системы скапливается, ну, если он не выходит из гайморовых пазухов, там, допустим, через нос, миндалины в какой-то степени очищают и в пищеварительную систему всё это выбрасывают в том числе, то в нижних долях лёгких это оседает. А там крупные лимфопротоки. И вот когда мать кормит грудного ребёнка молоком своим, а это очень важно, это правильно. Но если она непонимающая мать, если послушалась идиотов врачей, ела мясо, творог и прочее, то огромное количество гнойных токсинов вместе со своим молоком передаёт ребёнку. У ребёнка сразу автоматически организм ослабевает. К тому же по родовым путям ребёночек идёт, он может уже нахлебаться, в том числе кандид и прочих грибов, которые, собственно, ну, понятно, каким образом. И через молоко даже кандида и другие грибы могут передаться. Это плацента является барьером внутри организма, но он вышел во внешний мир, и он в зоне риска ребёнок. И вот мать как раз может занести в том числе ему очень серьёзные в том числе грибки. И вот когда говорят генетически начинается, это знаете что? Это вот именно образ жизни, это гигиены, и это запущенность. Это как родовые болезни. Это никакая не генетика. Если мать прервёт, очистит свой организм, то ребёнок будет здоров обязательно. И всё, порочная цепь прервётся. Это так же, как, знаете, говорят, ну, вот хочешь посмотреть чушь собачьей, вот это меня бесит, знаете, как говорят? Вот хочешь посмотреть, какая твоя жена будет в возрасте, посмотри на тёщу. Если она толстая, твоя жена тоже толстая будет. Ну, идиотизм. Но если она будет то же самое и есть, что тёща ела, когда она стала такой, да, она будет такой же. Но если она свой образ жизни всё-таки изменит, поймёт причину, почему человек деформировался. А это деформация. Он же не должен деформироваться. Я надеюсь, вы понимаете, что в природе такого не существует. Вот стадо бежит, антилопа, или любой вид животного, как по матрице. Он только по размеру может быть разный, но мышцы, лишнего жира нет. Всё чётко, потому что как геномом запрограммировала природа. А если человек деформируется, это извращение. Такого быть не должно. Это болезнь, это уже проблема. Не может быть толстый человек здоровым. Это то же самое, что говорить на белое-чёрное. Хорошо. Причин очень много по экземе. Это к тому же могут быть консерванты, красители, ароматические добавки. Вся эта химическая пища, безусловно. Синтетическая одежда. Вот всё, что химия в виде лаки, краски для ногтей, мазюки на кожу, это всё страшно вредные вещества, которые провоцируют, в том числе, экземы. Из пищи врачи говорят, шоколады, орехи. А знаете, почему орехи? А, даже и мясные, особенно бульоны. Врачи даже говорят, молодцы, только они до конца не понимают, что не мясные, а куриные или рыбные. То же самое, в меньшей степени, просто в меньшей степени. А орехи почему? Объясняю, потому что это тоже сложные, высокомолекулярные белки. И они тоже, попадая в организм, понимаете, любой белок, я ещё раз вам хочу акцентировать, чтобы вы понимали, внутри нас должны быть только наши белки. И они в конечном счёте будут любой ценой, только наши. Только либо организм истратит гигантское количество ресурсов, энергии, ферментов своих, чтобы модернизировать из чужеродных белков путём их разбора, образования ядов, токсинов, переработки азотистых оснований. Всё-таки синтезирует, а печень, кстати, синтезирует белки, плазмы крови. Она разрушает старые клетки, которые в кровяное русло попали. И она синтезирует новые. Поймите, незаменимыми не могут быть никакие аминокислоты незаменимые, потому что их всего лишь восьми. Всех нет в растении в одном. Хотя на самом деле есть. В картошке, например, если её не сварить, а в сыром виде, почему, кстати, пишут многие врачи, вот от этих болезней только сырая картошка или сырой сок картофельный. А потому что варёный, то он мёртвый уже, а в сыром, да, все восемь из восьми незаменимых аминокислот есть. Так что есть растительные продукты, где есть все восемь из восьми незаменимых аминокислот. Но ещё раз вам говорю, не буду сейчас акцентировать. Пока просто как в истину поверьте, потому что это законы природы. Кто хочет уяснить, не верить, полностью понять, просмотрите мою, допустим, лекцию от 19 июня, в прошлый четверг, то, что я читал, она будет выложена через два дня в блоге. И всё. Пока на этом поставим точку. Да, это факт. То, что я говорю, просто воспринимайте как абсолютную истину. И всё. Дальше. Кроме того, воспалительный процесс на коже, например, может быть вызван ещё серьёзными комплексными неполадками в иммунной системе и плохой активностью Т-лимфоцитов, вот основных защитных клеток нашего организма, которые борются как раз с антигенами. А антигенами могут быть что? Вирус попал, то есть белок чужеродный, чужеродный белок, будет такая же реакция, как после того, как вы поели мясо. Да? Абсолютно. Просто эту грань трудно поймать. И мы думаем, а у нас там, мы заболели вирусом. Вирусы, они всегда есть. Просто иммунитет ослабеет. А знаете, на что влияет иммунитет? На сопротивляемость к вирусам, к бактериям, грибкам. Но, сразу акцентирую, на сопротивляемость к паразитам, гельминтам, ленточным, круглым, плоским червям, никакой иммунитет никак не влияет. Ему плевать червю на иммунитет. У него такие оболочки защитные, это многоклеточное, извините, сложное существо, плевать ему на иммунитет. Поэтому никогда не говорите, что крепкий иммунитет никаких глистов не будет. Глупость чушь собачий. Будет. Дальше. Значит так. Итак, симптомами экзем являются, конечно, любые проявления шелушения, трещины и прочие на коже. Это все понятно. Что спросят вас врачи насчет больного с экземой? Любого. Они будут сразу, ну, допустим, контактный дерматит или что угодно. Вот, значит, врачи всегда будут спрашивать, какие были жалобы. Значит, чтобы распознать источники, они будут спрашивать, допустим, мылись ли вы какими гелями для душа, мылами, химические средства, чтобы употребляли. Конечно, это правильные вопросы. И он еще может спросить о эмоциональном состоянии, потому что стрессы тоже влияют очень сильно, безусловно. Они провоцируют, они ослабевают иммунную систему. А когда иммунная система ослабела, дальше цепочка пошла. Вот. Ну и с кем контактировали, на работе, какие производства там, прочие-прочие, грамотные специалисты все это должны расспросить, чтобы отбить возможные и невозможные варианты. Вот. Это тоже надо понимать. Значит, экземы всегда могут протекать и протекают остро. Они могут затекать, но дают повторный рецидив. Если не устранили первопричину, загаженный организм, зашлакованный, вот она, в чем первопричина, изначально я. Дальше. Значит, и вот тогда уже могут быть, пойти более серьезные системные заболевания. Так. И болячки, те самые, которые просто вылезают на кожу, как уже... А ведь кожа, понимаете, это вторые... Она пытается... Вот печень не справляется с задачей, лимфатическая система с выведением не справляется. И у нас почки тоже, соответственно. А у нас остается последняя надежда на кожу. Причем все эти высыпания, заметьте, в каких местах возникают. Особенно у детей. В каких местах? А именно в тех, где лимфатическая система. Вот посмотрите кадр 5.1 слайд. И детская экзема. Видите табличку, в каких местах? Все вы это видели? На локтевых суставах, щечки, коленки. А знаете почему, товарищи? Вот чтобы вы поняли. А потому что под коленками, под локтевыми складочками находятся крупнейшие лимфатические узлы. А лимфа, лимфатический узел, это барьер на пути инфекции. Она там задерживает грибки. Грибки прорастают, скорость течения в лимфе, а это тоже как кровеносная система, только там скорость меньше течения, но она крупнее, в 3 раза больше кровеносной системы. И лимфа, это выводит шлаки и токсины гадостью из межклеточного пространства. Лимфа берет начало между клеточками и собирается в сети-сети, потом узлы, это барьеры, они разные, у каждого органа, у каждой системы органов. И вот в этих местах самые крупные. Там, когда инфекция берет вверх, уже последняя попытка увеличить давление, и чтобы хоть как-то через кожу выбросить. Поэтому все псориазы, нейродермиты и все, что угодно, это как раз не что иное, как последняя попытка организма очистить себя. Поняли? Все. Вот в чем дело. Не ищите причину на поверхности. На поверхности, это значит, вы запустили свой организм уже до такого. Вот какая ситуация. Но в том, в вашей вине, конечно, многих нет, вы же не специалисты. Да специалисты-то такие же, как вы, ничего не понимают, разве что 5-10 фраз красивых могут сказать, а по сути ничего не понимают. Господи, это действительно Пушкина, вспоминаешь о Неге. Научились чему-нибудь и как-нибудь. Ну, хорошо. И поэтому мы разберем сначала детскую экзему. Но на самом деле тут все взаимосвязано. Взрослая, детская, неважно. Давайте. Детская экзема, она, конечно, абсолютно разнообразна. Могут тут, ну, скажем, можно путать. Признаки могут быть истины, сибарины, там, других, даже микроорганизмов, то есть, бактериальных инфекций могут быть, проявляться признаки. Но они могут и сочетаться в разных комбинациях. Поэтому симптомы у детей, ну, уже происходят в возрасте такие явные, 3-6 месяцев. Могут и раньше, конечно, сейчас раньше. Поражение кожи, это, допустим, красные отечности какие-то, это микровизикулы, различные пузырьки, а также, ну, такие желто-коричневые корочки, чешуйки, реже папулы. Ну, и первоначально вылезают на щеках, лбу, вот то, что как раз вот уши, уши, так сказать, голова, ну, опять-таки, крупным лимфоузлам. Вы же знаете, что вот пощупать себя под скулами, там будут крупные лимфоузлы, у некоторых они прям в период болезни набухают. И это значит, там инфекция, что лимфатическая система не справляется с выведением шлаков, токсинов, к тому же, в самой лимфатической системе очаги развития инфекции тех или иных. Это могут быть там и вирусы, конечно, но, как правило, это грибы. Так, дети могут страдать от зуда, бессонницы, складки кожи, чесаться, быть влажными, в ушных раковинах могут трещинки обнаруживаться, около складок губ. И это все проявление как раз тех самых экзем грибковых комплексных инфекций. Значит, причина развития детей, конечно, ну, это может быть так называемый аллергический диатез, вот, но аллергический диатез вы поняли откуда. Никакой генетической предрасположенности вы теперь поняли, быть не может. Нарушение, потому что генетик, вот давайте так, природа, она геном мощнейший заложила. Это есть изначальная программа, которой полтора миллиарда лет сейчас ученые подсчитывают, не меньше уже дошли человеку. Вот его геном, совокупность генов данного организма, вот что такое геном. Так вот, не менее полутора миллиардов лет. Он идеален. Нет, практически есть, но это, это, давайте так, это очень узкая группа действительно генетических заболеваний. Она может быть, потому что мутации геномные могут быть, могут, но это гарантированно никакие не генные предрасположенные. Глупость, потому что врачи простые, нейродерматологи, кто угодно, они, конечно, не генетики, они не биохимики, они не знают совокупность биохимических, всех сложных. Понимаете, это надо знать от экологии до физики, все, чтобы это понимать. А для этого нужно быть человеком, который по клубам ночным не ходит, алкоголь не пьет, телевизор не смотрит, по крайней мере, футбол и телешоу, и вот занимается всегда, то есть изучением, пока кто-то гуляет, другой, вот, а таких людей мало. Ну, вот в этом беда. Значит, ну, а дальше страдает уже интеллект, причинно-следственные связи. Я вот сколько видел людей умных, интеллигентов, которые в советские времена, ну, рад поговорить, да, и вот проходит какое-то время, и вместо того, чтобы человек мудрее становиться, умнее, он, насмотревшись сериалов, у него и слоговый запас языковой сокращается, и оппонятийный аппарат, и причинно-следственные связи, вот логистика вся уходит, и смотришь, действительно, что сделала глобализация из человека, просто делают какой-то, ну, в общем, овощ. Ладно. Итак, очень важное следствие, это и причина, вернее, это нарушение, конечно, иммунитет, о чем я говорил, это неправильное питание будущей мамы в период беременности, и это искусственное вскармливание грудничка, и это даже врачи уже говорят, да, искусственное, ни в коем случае, а тем более там могут быть различные, дело не в этом, материнское молоко ничем полноценно не заменить, и есть некоторые заменители, которые нам дала пятки природы, это не в баночках, вот это вот, не буду выражаться, что на полках стоит, оно не выросло в банках на деревьях, а вот конопляное молочко издревле использовали как 100% заменитель с первых дней жизни, с первых дней жизни, полный заменитель, если, конечно, она выращена на почвах, которые не химией напичканы, и чтобы они были органические, живые, и содержали полный набор минералов, какой в природе должен быть, более 80, к сожалению, современные почвы не содержат и пятой части, потому что 100 лет последний человек выжимал из почвы все, что угодно, если какие-то минералы он вносил, еще крупные макроэлементы, то микроэлементы, типа лития, кремния, ну очень важные, да, их практически не хватает, и это другая беда уже, проблема, кстати, именно поэтому, для повышения грамотности людей, вас в тех, я открыл еще один свой проект, который называется клуб органического земледелия, у меня из блога, и вот через раздел проекты можно перейти, потом посмотреть некоторые ролики, он только запустился, и там я обучаю людей, как от малого уровня, от 6 соток до гектаров, и в целом планеты нашей, изменить плодородие, понимаете, сделать почву живой, и действительно, в правильном понимании слова плодородие, ну да ладно, извините, отступили, хотя тоже все это очень важно, хорошо, значит, и вот, дисфункция печени, поджелудочные железы, пищеварительного тракта, нервные расстройства, это все может быть как раз, вот тот самый иммунодефицит, спровоцированный детского организма, который как раз и ослабевает его в целом организм, и вот причины диатезы и последствия, как диатезы могут быть, и причина она же и следствие. Прежде всего, необходимо нормализовать питание малыша, и, конечно, тут избегать надо многих вещей, да, значит, употребление вот этих простых углеводов, химических, синтетических сахаров, вот этих сахара там, любого, белого, коричневого, неважно, мучного, если у вас уже, извините, есть проявление, да, то соль тоже желательно не употреблять, ну, хотя бы чуть-чуть каменной можно, но лучше не надо, значит, сладостей, сильных пряностей и так далее. Нужно есть живые растительные продукты, много-много зелени, зеленые коктейли, всю зелень в виде салатов, пожалуйста, в виде фруктов, овощей, только фрукты ни с чем не смешивайте, ни с чем, и если уж орехи, хотя не надо, у кого экзема орехи, пока временно, потом можно будет иногда, не смешивать, воду ни с чем не смешивать, вода отдельное питье, до еды за полчаса попить надо, и если вы поели, и ваша еда не вареная, жареная, а живая пища, то можно попить, но не запивая еду, иначе перевариваться, вы разбавляете ферменты, если вы запиваете, те, которые пища живая содержит, да даже соляную кислоту желудка разбавляете, и уже не та кислотность, а значит, что, если вы стакан воды влили перед едой за 2 минуты, 3-5, вы разбавили соляную кислоту желудка, разбавили фермент пепсин, который белки изначально до полипептидов переваривает. И что получается? И инфекции может пройти в организм легко, потому что уже там не полтора PH, а будет 3-4-5, понимаете? Если вы стакан воды из-за еды запихнули туда. Поэтому имейте в виду, вот это наше порочное первое-второе компот, это страшное извращение, когда действительно уже люди стали, что называется, болеть массово системными заболеваниями. Такого не было 70, 80, 100, 100 лет назад, конечно, как это было уже в 70-е, 60-е годы, когда стали хорошо, так сказать, жить, магазины, мясо у каждого, лучше жить, и вот понеслись как раз все эти ревматоидные артриты, первый сахарный тип диабета и прочие автоиммунные заболевания, которые, конечно, возникают из-за употребления в пищу мясных и молочных и прочих продуктов, где огромное количество сложнейших для переваривания животных белков, которые абсолютно чужеродны, так же, как вирусы, бактерии и грибки для нашего организма. Вот. Хорошо. Но до сих пор врачи неучи рекомендуют коровую молоку, что, конечно, является просто катастрофой. Хорошо. Это имейте в виду. Значит, если ребёнок грудной, грудное молоко, но вы должны быть чистой. В идеале к беременности, конечно, готовиться. Я, конечно, объясняю тоже, как это делать, но я понимаю, дети могут быть. Есть методики очистки отдельно для беременных, для детей, для как чем кормить, это в моей другой, смотрите, лекции. Я про питание всё подробно расскажу. То есть при экземе у ребёнка важно его не перегревать и одевать его по сезону, не кутать. Держите 23 градуса, 22, идеальная температура, не выше, но влажность воздуха должна быть где-то 60-70. Грибки плесневые, например, они с 75% начинают влажности воздуха активно размножаться. Это имейте в виду. Вовремя надо состригать ногти, не запускать. У маленьких детей они сами не могут пока. В летнее время обязательно на солнышке быть, если нет определённых поражений кожи, которые мы разберём. Ну а если экзема, конечно, сочетается с нарушением, она всегда будет, ну как правило, с системой пищеварения, с нарушением, то знаете, что делают врачи? Они означают ферменты поджелудочной железы. Это когда бедная железа так наша работает поджелудочной, которая выделяет три основных фермента. Липазу жиры расщепляет амилазу, углеводы и трепсин, который дорасщепляет белки, то есть вот эти более простые полипептидные цепочки белковые, уже до простых аминокислот. Но, к сожалению, от мясной пищи это всё равно не произойдёт. Процентов 40 усвоится в виде цельных белков и вызовет тяжелейшую реакцию антигена-антитела. Обязательно. Кто бы как ни мыслил, не хорохорился, не строил из себя, так сказать, брутального охотника там или не выпендривался, это себе хуже только делают, будет такая реакция у кого. Не мне, не природе, а только себе. Ну и вы видите внизу вот три фотографии, тут как раз форма экзем. Причём вот как раз мокнущая, та самая вот, значит, вы видите сухая и герпетическая, да, посерединке, сухая справа, кожица трескается, и она очень сухая. А вот слева кадр, где, а, они немножко поставлены по-другому, не как у меня, вот где пальцы, это как раз она мокрая, то есть когда трещинки, там выделяется межклеточная жидкость, да, вот, ну они все переходные этапы и могут один переходить в другой. Значит, тут я единственное, что просто, чтобы уже к экземам не, ну скажем, больше не говорить о них, но по крайней мере в ответах и на вопросах мы, конечно, можем коснуться, пожалуйста. Но я вам всего лишь скажу маленький, такой небольшой, один из методов. Но это метод, вот то, что я им сейчас назову, он в совокупности с тремя-четырьмя последовательными цепочками методиков дают гарантированный результат. Конечно, на фоне правильного питания адекватного и образа жизни. Это вот когда берут тёртый, опять-таки подчёркиваю, сырой тот самый картофель, завёрнутый в марлю, вот, и прикладывают к поражённым местам. И днём, и ночью можно бинтом сделать, а мотать, чтобы это, так сказать, и также пить картофельный сок по два стакана в день. Вот, это один из методов. Это всего лишь, ну вот не надо только, пожалуйста, сейчас пока это что-то записывать. Это, знаете, как сказать, это капля в море, это просто пример. Пример, конечно, есть мази, которые можно сделать из кокосового масла, из, например, серебра коллоидного, когда можно добавить в кокосовое масло, перемешать. Есть ещё ингредиенты определённые. Пихтовый экстракт, например, каплю там на чайную ложку. И можно сделать прекрасные мази, которые будут эффективнее химических, гормональных, но они не будут оказывать патогенного воздействия на вас, то есть страшного воздействия на органы наши. Так, хорошо, идём мы с вами куда? Идём дальше. И сейчас мы увидим перед собой что? Нейродермит, контактный дерматит. Вот, конечно, это, так сказать, тоже большой пласт проблемы. Сначала мы поговорим, верхние три вы видите горизонтально кадра, это классический дерматит. Значит, это, конечно, извините, нейродермит. Это, конечно, хроническое кожное заболевание, безусловно, системное, с очень частыми обострениями, и причин на то, конечно, много. Врачи опять начинают про наследственность, потому что так и не лечат до конца. Это, конечно, глупость. Тут всё дело, безусловно, в иммунитете, в загаженности, начиная от кишечника до межклеточного пространства, дисфункция работы печени, почек, и, конечно, загруженность, перегруженность лимфатической системы. Ну, а симптомом ярким является ярко выраженный зуд, безусловно. Сначала очаги поражения могут быть даже незаметны на коже, и только спустя некоторое время из-за постоянного расчесывания или других каких-то факторов они становятся уже заметны. Сначала такие мелкие плоские узелковые высыпания, они имеют такой характерный блеск, ну, а потом уже в виде вот таких очагов серьёзных. И болезнь часто появляется уже в детском возрасте. Бывает, что вместе с, допустим, тем же аллергическим диатезом, условно-аллергическим, ну, да, мы-то знаем, правильно, можно это назвать аллергическим, вы теперь только понимаете, что аллерген – это любой белок чужеродный. Исключите дополнительные факторы, и вы сразу увидите разницу. Ну, не кормите вы этим творогом, молоком, мясом, курицей, рыбой, и вы поймёте, что, собственно, организм вам скажет за это, поблагодарит вас сразу, потому что это тоже аллергии. Мало того, так грибки нам выделяют сами по себе, они токсичны и являются аллергенами, любые белки, а они же из белков состоят. Что они поедают у нас? Опять-таки, они же не могут сами сложные, так сказать, продукты. Они потребляют готовые аминокислоты, они белки потребляют и сахара, и быстренько размножаются. Чем больше мяса вы едите, тем быстрее будут размножаться грибки, и чем больше сахара сладкого вообще вы едите, тут даже от сладких фруктов надо отказаться на время. Фрукты – это прекрасно, полезно, необходимо, но временно откажитесь. Овощи, зелень, овощи, зелень, огромное количество овощей, зелени, всё будет достаточно, более чем достаточно. Авокадо могут быть, пожалуйста, там это всё. Из фруктов только могут быть в этом случае, ну, папайи максимум. Никаких цитрусовых, конечно, нет. Хорошо, дальше. Ну, нарушения могут быть, ещё проявляться в функционировании, там, вегетативной нервной системы и центральной нервной системы, конечно. Но это уже в крайних случаях. В общем, нарушение работы желудочно-кишечного тракта – это часто, потому что интоксикации сильно идут, и это естественно. Ну, а также говоря о симптомах, ну, скажем так, это надо знать обязательно каждому человеку при нейродермите. А одним из основных, самых заметных симптомов является сильнейший зуд, который появляется, ну, задолго до образования высыпаний. Это очень характерный признак. Вроде ничего нет, а зуд уже, да, есть. Так вот, со временем могут быть заметно мелкие уже узелки, которые, вот, как я говорил, имеют блеск, а, значит, сначала, причём в первые дни цвет узелков этих может быть, ну, даже похож на цвет здоровой кожи, но со временем они могут меняться такой на розово-коричневый. И позже они могут уже разрастаться и даже сливаться в один очаг, густой такой, покрытый чешуйками, корками. Очаг этот не имеет таких чётких границ порой, но кожа, которая поражена нейродермитом, она даже может сначала приобрести такой синеватый, а позже красный такой оттенок. А вот в местах старых очагов образуются участки кожи, потерявший цвет, это тоже характерная черта. Ну и вот очень часто очаги можно наблюдать в промежности паху, то есть между ягодичных складок, ну и в подколенных сгибах. И, конечно, очень страдают те, у кого живот отвисающий, многоскладчатый, так сказать, это, конечно, не дай бог, те люди больше страдают, да и вообще. Вы знаете, ну, слушайте, вот великий наш русский учёный Фёдор Григорьевич Углов говорил, вы не представляете, уважаемые товарищи, как тяжело оперировать людей, которые на 5 килограмм выше нормы, 120, то есть этот рост минус 120. Вы понимаете, минус 110, 120? Это, ну, настолько трудно, каждые 5, а когда 20, 50, заживление хуже, ведь там кровеносное снабжение хуже на периферии, заживание тканей хуже, поражения могут быть вторичными инфекциями, как раз грибками, вирусами, бактериями и так далее. Всё это ведь логично. Так вот, ну, это ладно. Значит, терапия вообще заключается в антигистаминных препаратах, но в нашем случае это будут антифармацевтики, фармацевтики, то есть это природные лекарственные средства. Конечно, препараты, восстанавливающие нормальной функционированной центральной нервной системы, но опять-таки тут в большей степени это витамины, которые нам не хватает, и очень сильно разрушают и потребляют витамины. Грибки, особенно витамины группы В, А, Е, П, это необходимые те витамины, но опять-таки, что значит, где мы их можем получить? Мы их можем двумя путями. Либо из продуктов питания, если это продукты не прошли термическую обработку, если прошли, забудьте, но белки сворачиваются уже при 70, какие витамины? Витамины тоже белковые структуры, как и ферменты, нет там уже витаминов никаких, варёной пищи вообще никаких. Всё, глупости. Только из живой растительной пищи. И, конечно, может быть, ещё синтезировать наша симбиотическая микрофлора, но она у нас подавленная при грибках, поэтому на это рассчитывать пока не надо. Значит, ферментативные препараты могут быть тоже натуральные, не обязательно те химические, что выписывают. Та же папайя, ананас, например, там бронулоин, там и папаин есть ферменты и другие мощные. Но помните, что каждый растительный продукт живой, если вы съедите, например, только помидоры, там огурцы, там будут ферменты в клетках, вот в каждой клеточке есть такой органоид маленький, лизосома, там пищеварительный фермент, она разрушается, когда вы жуёте, глотаете, и пища лизирует себя, ферменты лизируют свои родные клетки. На это не тратится энергии у нас, из организма не берётся, на это выделяется гигантское количество энергии. При этом процессе называется он аутолиз, самопереваривание. Поэтому ферменты не нужны нормальным, значит, тем людям, которые всё-таки сделают шаг и перейдут на адекватное питание. Но, по крайней мере, в период, так сказать, вот этих проблем, да уж тем более. Ну, конечно, местно применяются мази и крема, обязательно, только натуральные. Конечно, физиотерапия может применяться, но только с натуральными травами. Хорошо. Наиболее результативные методы – это, конечно, вот эти остановить очаги и укрепить иммунитет. То есть, мазями и кремами натуральными мы снимаем очаги, а укрепляем только через кровь. Запомните, лечение идёт только через кровь, потому что кровь во все клеточки организма приносит питательные вещества, и дальше лимфатическая система оттуда забирает шлаки-токсины и несёт их куда-то вывестись. А куда, я уже говорил. Значит, ну, про народные средства и прочее – это потом. Значит, специалисты по народной медицине, конечно, уже давно разработали тысячи, там, сотни методов, знают, что есть травы, такие как доник, душица, хвощ, тысячелетник, ромашка. Они все могут, из них можно делать определённые отвары, только не надо кипятить 60 градусов в предел. Помните, эффект растения будет гораздо сильнее, если вы не будете кипятить, как мы привык, леча и всё остальное. До 60 нагреть и в термос. Не 10 минут будете настаивать, ну, ничего страшного, помучаетесь, а 2-3 часа. Но зато это будет эффективность колоссальная. Этот отвар, так называемый, да, можно будет использовать при умывании на кожах, но смотря сухой дерматит, не сухой, другие причины, не надо ничего делать сейчас дословно. Методика есть методика, она должна быть дана чётко и конкретно. Вот, поэтому мы говорим ещё о контактном дерматите, вы видите три нижних слайда. Вот характерные проявления при увеличении, так сказать, и так далее. Это уже, скажем, собирательный термин, потому что это разные заболевания кожи, острые, хронические, которые в результате воздействия могут быть и химического вещества на кожу, ну, на предприятиях, например, некоторые люди, которые вызывают такие аллергические подобные реакции, безусловно. Но есть ещё простой контактный дерматит и аллергический. Аллергический – это как раз реакция вот на какие-то антигены, любые антигены. Причём это даже подчёркивается в методичках и в медицинских практикумах, что это попадание на кожу или внутри антигена, которая специально захватывается, скажем, клетками, если это снаружи эпидермиса, такие тоже клетки ладнгерганса, в которых вот как раз частично расщепляются и связываются они. И вот как раз, скажем, ну, скажем так, если агент Т-лимфоцитами воспринимается, то возникает вот эта реакция. То есть он, иммунная система убивает эти антигены. Вот и всё. То есть вот таким вот образом. Ну, хорошо. И простой, скажем, дерматит контактный, ну, это когда уже результат воздействия токсических веществ, допустим, каких-то. Но это-то ладно. Это именно поэтому он и называется контактный дерматит. То есть это вот надо понимать, что это, скажем, ну, в общем-то, не такая страшная вещь, да? А вот дальше, вот посмотрите, что у нас там идёт дальше с вами. Дальше идёт у нас популёзный дерматит. Ну, есть ещё разновидность, там чёрный такой дерматоз. Их на самом деле дерматит много видов, даже популёзных 5 или 6 видов. И, конечно, очень важная вещь следующая, которую мы разберём после, это атипический, атопический, верни, дерматит. У особенно детских очень опасен. Ну, и начнём, конечно, вот с популёзного дерматита. Значит, тут что нужно сказать? Что, ну, скажем, у детей, конечно, он встречается чаще. Болеют, кстати, преимущественно девочки. Где-то, ну, скажем, от 6 месяцев уже до, даже сейчас и раньше, до там взрослого состояния, до полового созревания чуть более. Ну, это болеть могут и все люди, но тут чаще всего. Это заболевание характеризуется внезапным, таким острым началом. Иногда прямо с подъёмом высокой температуры, почти под 40 и, ну, 38-39, и появлением такой популёзной стыпи, которая, в общем-то, ну, расположена так-так, симметрично, скажем, на разгибательных вот этих поверхностях, вот конечностей. Вот. Как раз лимфосистема, вот о чём я говорил, постепенно стыпь будет как бы распространяться, если вы факторы, которые привели к этому, не убрали, на плечи, плечевой пояс, шею, лоб, это уже говорит о том, что организм не может вывести, и вы ему не даёте шансов. Вы также питаетесь, вы ничего фактически не изменили, ну, а болезнь-то при этом ещё верх берёт, всегда есть пределы у иммунитета. Ну, и дальше уже ягодицы, живот, может быть, и на лице даже, даже волосяной части, стыне, груди, это уже идут серьёзные поражения. Ну, и потом шкура леопарда, знаете, такой образуется, очень похожая, то есть пораженная кожа может напоминать, ну, или жираф такими пятнами. Вот, и очень важный признак, отличительный, это увеличение, скажем, паховых или бёдерных, или подмышечных вот лимфатических узлов, ну, и локтевых тоже реже, а шейных часто. Вот то, о чём я говорил. О чём это говорит ещё раз? Что лимфатическая система, которая является нашей, как бы, канализацией организма, она выносит шлаки, токсины, она загажена, и там проросли мицелии. Там уже есть, уже замедлен, скажем, лимфоток, и организм настолько зашлакован, что не справляются выделительные системы, и из кожи пытается организм как-то вычистить то, что уже внутри до предела в нас зашлаковано. Вот это вот очень важно понимать. Так, хорошо, и по коже, знаете, если трогать их вот под скулами везде, даже люди чувствуют, вот это как фасоли такие, как фасолинки, ну, вот опухоли такие небольшие, да, они могут быть твёрдые достаточно, вот. Так что это очень важно иметь в виду, это уже признак, что срочно надо меры принимать, и это уже шутка очень серьёзная со здоровьем. Вот. Ну и, скажем, детский популёзный, есть такой акродерматит, да, он может протекать основные три, вот скажем, варианта. Это кожная форма без поражения печени, я сейчас говорю уже о серьёзной форме. Это сочетание с доброкачественным, скажем, таким безжелтушным только, гепатитом, потому что это уже заболевание поражения печени серьёзное. И кожная форма может быть с поражением печени, и даже язвой желудка, потому что вы знаете, что язвы на самом деле вызываются в том числе, ну, определёнными бактериями. Ну, не только, конечно, но в том числе и на это есть научные работы, и даже нобелевское время получено, ну, вы, наверное, слышите. Ладно, лечение должно быть, конечно, обязательно разобрано впоследствии более точно и очень серьёзно, но в любом случае обязательно необходимо больше потреблять пищи, в которой содержатся такие микроэлементы, как кальций, магний и, значит, кремний, соответственно. Это, понимаете, это сныть, крапива, вот все то, что мы раньше, вот, так сказать, то, что растёт на природе, в деревнях, везде, вот это сныть крапива, там. Это наш укроп, зелень, там, любой салат, петрушка, любисток, сельдерей, всё, что вот это. Лук-порей, зелёный лук, вот, и прочее, и прочее, вплоть до кабачков и так далее. Больше витамина С и В, потому что его сразу дефициты, это показывают исследования лабораторные, а это добра в растениях более чем достаточно. Ну, и, соответственно, это вот главное. Значит, теперь мы упустим сейчас, я смотрю за временем, некоторые моменты, ну, пару слов только профессиональной экземы, есть такое понятие, да, ещё, вот скажу. Но это, в принципе, вот то самое, как бы, условно-аллергическое состояние кожи, похоже, которое в результате контакта с вредными веществами на производстве. И, кстати, очаги, они очень сильно, как правило, краснеют, набухают, формируются такие пузырьки, идёт сильное намокание кожи, а и зуб, конечно. И в течение долгого времени они, как бы, сохраняются, но если все убираются, контакт с этими веществами, то прекращается, как правило, и уже не происходит. Просто тут нужно понимать, не контактировал ли ребёнок, он же не всё может рассказать с чем-то вредным в доме, поэтому убирайте что-то токсичное, вредное куда подальше. И таблетки, и всю эту прочую гадость. Ну, это ладно. Значит, так. Значит, теперь. Поэтому. Бывают вообще виды дерматита, по причинам их появления, они могут быть контактные, да, как мы уже говорили, атопические. Бывают солнечные, когда, знаете, реакция на, безусловно, ведь солнце является, это очень, это солнце жизни невозможно, процесс фотосинтеза, образования первичных органических вещей идёт на солнце, но для кожи человека, особенно светлого человека, под кожей вода разбивается на атомарный, понимаете, кислород-водород, там свободные радикалы образуют, нельзя долго быть на солнце. А если детская кожа, тем более подвержена, поэтому это может быть по аллергическому типу идти, да и, собственно, образование свободных радикалов тоже приводит к ухудшению иммунитета. Поэтому бывает и солнечные, выделяют дерматиты отдельно. Быть нужно аккуратным на солнце, долго не быть. Шпанамки обязательно использовать детям с широкими такими полами, чтобы лицо защитить, конечно. Вот, бывает ещё, там, я уж не буду, ну, давайте скажу, актинический дерматит – это когда лучевое воздействие ультрафиолетового облучения или источники ионизирующей радиации. Ну, то есть, собственно говоря, тут можно, знаете, кто страдает? Например, сварщики. Например, вот в литейных цехах рабочие и рентгенологи. Вот это люди – группа риска. Вот, ну, ещё, правда, фермеры, потому что они сталкиваются с современной фермерой, с химической промышленностью. Очень серьёзно. Вот так-то. Ну, и, конечно, классический аллергический дерматит там на руках, это всё, я говорил, профессиональный, да? Так, хорошо. Теперь очень важная тема, поэтому для этого больше времени надо стать атопический дерматит, особенно детский. Ну, во-первых, давайте сразу, значит, о заблуждении медиков. Они говорят, атопический дерматит, поскольку не лечится, и это одно из самых таких, да, действительно, и это, правда, распространённых заболеваний аллергического характера. Опять-таки, аллергии вы теперь знаете, что появляется оно, проявляется в тяжёлой иногда форме, когда поражает кожу, даже вот так, как на картинках, а ещё хуже бывает. И такие признаки типичные, в общем-то. Значит, ну, является это, скажем, проявление таким бывает сначала местным, ну, и всё равно изначальная причина – это нарушение в иммунной системе. Комплексный характер должны иметь все методики лечения, и сначала нужно наладить иммунитет, укрепить здоровье, питать организм и очистить его. Поэтому дети, ведь вы поняли, они зависят от матери, если с молоком её проходят токсины в организм, а если дальше ребёнок уже начинает питаться, то не дай бог начать ребёнка кормить молочным, имеется в виду молоком коров и других видов животных, и к тому же мясом и прочей всей этой гадостью, тогда, безусловно, эта группа риска колоссальна. Поймите, здоровый ребёнок, который не… вот у меня дети, они этой гадости не получают, у них ничего такого, безусловно, нет. Все же дети-сверстники, которые на так называемом традиционном питании, разумеется, эти проблемы имеют, потому что у моих крепче иммунитет. И когда другие болеют месяц от какого-нибудь вирусного тяжёлого пошедшего заболевания на фоне такой ослабленного организма, у моих максимум день что-то, сопли потекли, потом всё нормально, у остальных месяца лежат. Ну, это логично. Хорошо. Значит, атопический дерматит. Запомните, это самая большая часть всех кожных проявлений, проблем всех грибковых кожных, вот всех, это атопический дерматит и псориаз, вообще вот эти две группы, да, мы сейчас разбираем атопический. Конечно, он проявляется зудом, особенно, кстати, в ночи усиливается зуд, это высыпания могут быть, конечно, это всё вторичная природа. Но природа-то, конечно, аллергическая, вот та самая антиген, антитела. Накопил бедный ребёнок большое количество шлаков гноя, трупного яда в организме, а иммунная система и функции органов выведения не справляются. Так вот, не надо есть животные белки, и всё будет хорошо. Конечно, не всё. Надо убрать интоксикацию, надо убрать, значит, уже отложенные в организме шлаки токсины, и нужно, конечно, и другие нужные действия. Например, чистый воздух, безусловно, постоянно менять бельё, проветривать помещение, это правила гигиены. Новых контактов не должно быть каких-то с инфекционными, заражёнными, потому что здесь организм ослаблен. Вот. Ну и, безусловно, обязательно мази крема, о которых потом я буду говорить. Значит, атопический дерматит, он может быть и с бронхиальными астмами, с ринитами, и, безусловно, всё, что на ослабленный иммунитет может нацепиться. ОРЗ, ОРВИ, всё, что ни попадя назвать можно по-разному, но это вот таким вот образом. Ну а медикам причина неясна. Понимаете, вот причина неясна, хотя она так понятна, просто они не допускают той мысли, что от питания, что мы неправильно питаемся. Вот любой зоолог почему-то знает, что то животное питается так-то, это, это, но никто в природе не питается мёртвой пищей, ведь мёртвая пища даёт смерть, а живая жизнь. Вот, ну люди живы, очень большой потенциал жизни у нас заложен, и к тому же мы хоть какое-то количество зелени в виде салатов или чего-то едим, и те, кто ест больше, в меньшей степени подвержены этому, всего есть причины и следствия. Ну и конечно, вообще первые проявления атопического дерматита, они конечно в детстве начинаются, и хотя известны случаи, когда и во взрослом состоянии люди, но тем не менее, у половины больных, скажем, возникают на первом году жизни уже признаки. Это, скажем, от двух до шести месяцев, вот 75% всех людей, кто потом имеет, уже имеют определённые признаки в этом возрасте. Ну, собственно говоря, наиболее редкими считаются, скажем, картины уже когда только с 30 лет или с 50, и такие отдельные случаи есть. Кстати, у лиц мужского пола по статистике, кстати, они более подвержены заболеванию атопического дерматита. Вы знаете почему? А потому что мужчины больше едят всего вот этого, приготовленного их любимыми женами, вот этого мяса и прочей всей этой гадости. Естественно, ну считают мужское, как же мужик без мяса, какая чушь, но это ладно, это всё, я говорю, кому интересно, вот чтобы кто хочет не отмахнуться, а понять, понять, не поверить мне или кому-то ещё, просто понять, как это происходит. Посмотрите вот мою лекцию, например, от 18 июня, о чем я говорил уже два раза сегодня. На всех стадиях вот этого атопического дерматита отмечается, конечно, сильный кожный жут, зуб, вернее, извините, и повышенная кожная реактивность для раздражителей любых. Ну и, значит, давайте так, немного о диагностике, особенно у детей это важно поговорить о симптомах. Вообще, на самом деле, я вам скажу так, вот атопический дерматит – это понятие не слишком распространённое в медицинских кругах. Значит, в простонародье и вообще его называют диатезом, путают. Ну, на самом деле, в медицине такого понятия не существует. При этом, тем не менее, различаются стадии вот этого атопического дерматита. Это самая ранняя, младенческая, вот, ну, её называют диатезом по ошибке как раз. Вот детскую, а также подростковую и взрослую, позднюю, так называемую, закреплённую, сильную. Чем дальше, тем болезнь-то берёт вверх и усугубляет, а возраст идёт, проходят годы, и мы идём всё-таки не к здоровью, не к молодости, а в другую сторону, к сожалению. Поэтому надо лечить пока только на ранних стадиях. В идеале, ну, конечно, можно вылечить и на поздних, больше усилий просто предложить. Итак, вот, младенческая – это форма периода двух лет, как правило. На коже появляются пятна красного цвета. Они чаще всего на лице, на щёках, лбу дислоцируются. Протекает дерматит такой, так называемый, очень остро. Это, ну, скажем, отёчность может быть, такие корочки образовываются. Это вы все, наверное, видели. Ну, могут поражаться. И часто поражаются другие участки тела, и ягодицы, голени, и так далее. И волосистая часть головы. Острая фаза – это покраснение сильное и популёзные элементы, то есть такие бугорки на коже. Значит, период обострения он характеризуется тем, что вот эти папулы, красные пятна, в основном проявляются в кожных складках за ушными, особенно раковинами. Это часто на поверхности локтевых коленных суставов, где самые крупные лимфоузлы есть, да. И кожа ещё становится при этом сухой-то и начинает активно шелушиться. А впоследствии у ребёнка проявляется так называемое атопическое лицо. Вот тут хорошенько видно на фотографиях. Усиленная даже пигментация вокруг глаз. Ну и, конечно, такие, вы знаете, на верхнем веке, такие как кладки, вот такие наросты. Ну, это тоже может быть. И общие принципы должны быть такие, как вообще лечить. Это соблюдать гипоаллергенную диету. А это как раз никакого мяса, не какое-то там, говорят, индюшачье, всё это чушь собачья. В меньшей степени красное мясо, там ещё, знаете, чем проблема? Там ещё есть очень много железа. А это катализатор, ускоритель химических реакций. Вот в чём дело. Но и, конечно, другие причины есть. Но поймите, и рыба, и индейка, и что угодно, любые животные, это всё гипоаллергенные продукты. Их нужно устранить. И устранить ещё интоксикацию тем самым. Значит, принимать вот эти самые средства, которые устранят зуб. То есть, те самые массы с растительными определёнными экстрактами, эфирами, травами и прочее. Ну, детоксикацию организма проводить. Это клизмы, кружки эсмарха, вот эти, по системной программе, правильной. И у ребёнка прекрасно это проходит. Я, кстати, когда буду вам рассказывать в конце, как снять температуру. Вот как раз здесь метод, тот самый, который я расскажу, в частности, о определённом правильном промывании кишечника, который сразу эффект наступает. Вот я вам расскажу, и как раз это и есть детоксикация. Вот почему снимается в том числе температура, как проявление интоксикации мощнейшей. Дальше. Использовать надо препараты, имеющие противовоспалительные действия. Но не химию, типа, там, например, тимогена и прочее. А видим мази тех, которые на основе, которые можно самому сделать. На основе масел растительных с добавлением определённых, значит, добавок. Экстракты чеснока, экстракты определённых трав, прополисов и прочих. И комбинации их, и если цикл правильно сделать, гарантированно извлечат вместе с правильным питанием и очищением организма. Дальше. Надо применять, конечно, в случаях серьёзных, говорят, допустим, седативные средства, у как страшно, успокоительные средства, только не химию, а можно в подушку валерьяну положить немножко, чтобы ребёнок легче заснул, да, там, пион, сборы трав определённых луговых. Это часто помогает очень хорошо, это как-то не помогает. Конечно, так и должно быть, это природа. И, конечно, используют антибактериальные средства особые. И среди них есть очень мощные, типа, коры муравьиного дерева, кора чайного дуба, кора белого дуба, мощнейшее от них грибковое средство. Это может быть коллоидное серебро, это могут быть разные травы и прочее. Я об этом буду говорить, пока ничего не записывайте. Смысла сейчас нет. Вы, главное, понимаете всю логистику и всю причинно-следственную вот эту вот связи, да? Вот. Значит, атопический дерматит, помните, он сильный и хронический носит характер, поэтому длительное может быть лечение, но если вы будете все меры соблюдать правильно, это может быть очень быстро. И у детей больше потенциала жизни, обменные процессы идут быстрее, поэтому и ребенок быстрее, чем взрослый может излечиться. Это тоже надо понимать. А если как годами пишут, это же ужас, что? Значит, очень важна здесь как раз та самая диета, которую не понимают. Говорят, диета, диета все, дерматологи, но они не понимают, что такое правильно диета, то есть питание, то есть режим, образ питания. Вы теперь это в большей мере понимаете, но обязательно просмотрите тот вебинар, чтобы понять досконально. Теперь, обязательно сохраняйте грудное вскармливание, если, конечно, у вас не серьезнейшие проблемы, и действительно вы с молоком не поставляете игно и так далее. Но тут определенные воспалительные процессы, конечно, нельзя допускать. И есть редкие случаи, когда нельзя материнским молоком, если совсем оно токсично, поить. Но не дай бог до такого допустить. Молоко обязательно ребенок материнское грудное должен получать. А потом, как и любое млекопитающее животное на нашей планете, должен ребеночек перейти на видовой тип питания. Как и все в природе млекопитающие и подрастающие зверята переходят на что? На видовое питание питаются всю жизнь. То есть то, что едят взрослые особи. И мы, как взрослые, то есть плоды и прочие, травы и прочее, все, что мы, зелень, должны прекрасно овощи, фрукты есть. Так, хорошо. Значит, никакого молока, яиц, вы все поняли. Ни арахиса, никаких сой. Причем, а знаете почему? И сой даже говорят, это врачи нельзя. Арахис, сой, орехи. А вот потому что это антигены, те же высокомолекулярные, они очень похожи на сложные животного происхождения белки. Поэтому их тоже лучше вообще человеку не есть. Это очень сильные сложные белки. Не нужны они человеческому организму. Профилактика. Значит, давайте ее подробно разберем. В помещении следует поддерживать температуру, как я сказал, 22 до 23. Влажность примерно 60-70%. Сухо плохо, трескаться кожа и так далее, очень плохо. А высокая влажность вызывает плесневые грибки и также ослабевает иммунитет. К тому же и раздолье на всех средах подстилающих поверхностей. А нам это не надо. Значит, ну понятно, те мази, которые снимают зуд и являются подавителем грибков. Значит, из пищи все понятно. Пища растительная, живая, соки овощные вначале обязательно, с зеленью обязательно должны быть. Значит, подушки должны быть натуральные, синтетические нельзя. Может быть, с кедровой шелухой. Это очень полезно. С гречишной шелухой. Прекрасные подушки. Дальше. Пыль. Убирать постоянно. Влажный пылесос. Обрабатывать, если есть такие парогенераторы. Коврики, книги на кухонную, в тумбе, в прихожих особенно. Влажная уборка везде. Желательно там два раза в неделю, три в период болезни. В детской комнате и вообще каждый день. Значит, дальше. Очень серьезно имейте в виду насчет плесени. Никакой пищи, где может быть плесень. Если чуть-чуть на бананы где-то пошло что-то, выкидывайте сразу. Помните, наверху есть, внутри тоже споры уже есть, мицелий. Все швы в ваннах там, на обоях, вот все это надо обрабатывать хорошенько. Значит, домашние животные, вот, понимаете, изолируйте их на период активной болезни ребенка. И отдайте кому-нибудь, держите где-нибудь в изолированном месте, ни в коем случае. Это тоже мощнейшие факторы все, что животное может нести. К тому же и вторичные инфекции. Дальше. Необходимо уничтожить всех насекомых, там, тараканов, прочее. Это все понятно. Убрать химические средства из потребления. Стиральные порошки синтетические, прочие-прочие, там, лаки, краски. Есть натуральные лаки и краски сейчас. Есть краски на основе пигментов растений, льняного масла, например, фирма Зар американская, другие, Бьёфа, например, производят и так далее. Что касается моющих средств, есть био тоже, очень качественные, экологичные. Кто-то может просто хотя бы хозяйственным мылом. Мы сейчас специально, вот я еще, у меня один из видов бизнесов, это в том числе уникальные мы выпускаем масла, вернее, извините, мыла и гели и для мытья посуды и для рук, которые можно употреблять в пищу. Да-да, не ослышались. А дело в том, что на кожу, товарищи дорогие, нельзя ничего наносить то, что нельзя съесть. Вот если вы можете съесть что-то, вы можете этим мыть руки. Я в идеале говорю, конечно, как-то мыть тем более кожу своего лица, тем более детей. А если вы это не можете съесть, это нельзя употреблять, извините меня. Поэтому мои мыла, они, например, даже глицеринов химических никаких не содержат, а только натуральные масла эфира. Но это очень пятилетняя, серьезная была работа на то, и огромные средства вложены, и у меня есть такая линейка 33 вида мыла и геля. Ну, это ладно, это как бы не к теме, это как бы будет интересно, найдете у меня, перейдете в сайт мой по биопродуктам через раздел проекта и увидите, все прочтете, если кому будет интересно. Одежду надо носить из натуральных продуктов, ну, там, колобчатобумажных в основном, но ни в коем случае не синтетических, они должны дышать. В доме, естественно, полная гигиена, все ясно. Физические нагрузки в этом случае при активных поражениях надо ограничить. Но, значит, купать нужно обязательно в слабощелочных растворах, то есть в воду можно немножко соды добавлять. И, конечно, мыло увлажняющее, но, безусловно, щелочное, они все щелоком щелочные, в любом случае мыло, иначе бы они не мылились, не оттирали оттирали бы. Поэтому, но увлажняющие, они должны быть обязательно либо с конопляным маслом, это в идеале, у нас, кстати, такое есть. Они могут быть с розой дамасской, в идеале, это вообще увлажняет кожу и не дает ей ссыхаться при сухих особенно проявлениях на коже. Ну и так далее. Можно растирать после ванны любым, ну, например, даже оливковым маслом, ну, конечно, холодным, натуральным, но лучше, конечно, кокосовым. Если вы купите натуральное кокосовое масло, это самые сильные, во-первых, там содержатся кислоты, которые уничтожают грибки даже, мощнейшие, там их очень много. Ну, это надо иметь в виду, в общем. Хорошо. Значит, при купании надо использовать мягкие мочалки из тканей, натуральных тканей, использовать, скажем, ну, вот тот самый никрем, назовем его, либо самому делать, либо тоже масло кокосовое, о чем я говорил, когда ребенок выходит уже, вы вытираете полотенцем, обтираете его маслом. Значит, избегать стресса, ругань в семье и прочее, все это, конечно, обязательно. Стрессы очень сильно провоцируют подавление иммунитета. Ну, и, конечно, убрать расчесывание кожи. Вы знаете, когда животные не понимают, им одевают, видели, собакам, кошкам такие колпачки, чтобы не могла почесать там кожу головы, ну, ребенок, конечно, мы же не оденем, но тут надо думать уже, кто как может, значит, это вам, родителям думать. Так, ну, и, конечно, вот морской климат очень полезен. Кстати, морская вода, почему некоторые экземы проходят, но только не то, что болезнь прошла временно, а потому, что соль активная, высокая концентрация тоже, ванны солью тоже полезны в этом случае, особенно с морской. В этом смысл. К тому же, это осмос, проникновение растворителей через полупроницаемые мембраны, как бы соль на себя раствор вытягивает из потовых сальных желез, соответственно, улучшая, ну, вот эти шлаки и токсины, улучшается циркуляция, кожа как бы избавляется частично, поэтому бани хороши, но нельзя, конечно, банивать детям, тем более с острыми очагами. Это здоровому человеку баня, это просто 10% здоровья уже. Так, хорошо, значит, один-два раза в неделю лучше, конечно, каждый день менять постельное белье, кипятить, дезинфицировать его, кипятить, а можно помещать в какое-то помещение, если у вас там озонатор будет, он тоже убивает все грибки, озон. Ну, это просто, я говорю, как вариант. Устранить источники плесени, если они, пыли обязательно, и не смотреть никакой компьютер, телевизор, бытовую технику, конечно, у кого атопический дерматит, надо убрать, ни в коем случае не смотреть, не пользоваться, временно хотя бы. Значит, ну, все понятно. Значит, это, говорит, медицину нельзя вылечить. Но я вам говорю, что вылечить можно не только, это гораздо более серьезные даже вещи. Так, и поэтому мы перейдем сейчас пока с вами к другому слайду, это сибарийный дерматит. То есть, проявление, как перхоть, которую все мы знаем, это есть сибарийный дерматит. Очень серьезное, распространенное, просто повальное заболевание. Что мы о нем знаем? Ну, во-первых, это грибок, понятно, кожи головы. Проблема в современной дерматологии. Огромная. Особенно, когда стали люди применять химические средства, перхоть, то есть, бальзамы, шампуни против перхоти, у них стало больше появляться перхоть. Проходит день-два, у них опять я объяснял, почему. Значит, и хотя первые стадии вообще не видны, то потом это, в общем, дойти может до вот таких, как есть кадры, где уже краснение кожи чешется, такие кусочки, крупные перхоти, корки, ну и, соответственно, уже волосы истончаются, а потом они постепенно, даже облысение может быть, конечно. Значит, сиборийный дерматит, он, это вызывается, ну, скажем, определенным грибком, фитораспорум называется, грибок, который, их несколько видов, является, ну, скажем, представителем обычной нормальной флоры для кожи человека. Но, значит, могут быть и грибки, даже рода кандида, и могут быть стафилококи бактерий, которые тоже в этом могут участвовать, различные. Значит, тем не менее, когда-то количество микрофлоры увеличивается патогенной, вот это, условно патогенной, и тогда, значит, вот возникает такое проявление. Значит, поражение кожи и кожи положено, и лоб, складки кожи, ушные раковины поражаются, ну и верхние части груди, и межпаховые области, складки конечностей, то есть, всё-всё-всё. Просто на голове, это, собственно, вот мы классический вариант наблюдаем, покрасневшая кожа, и вот такие колонии, такой, ну, таких, отрубевидных таких чешуек, да. Хорошо, всё понятно. Значит, границы бывают, что могут чешуек просматриваться, а иногда волосы просто слипаются и целыми такими корками большими. Ну и в результате, в общем, такого глубокого уже поражения развивается такое, такое, сибарии, несколько слоёв эпидермиса, которых обычно 25-30, микрослоёв, ну обычно вот крупных, которые насчитывают 7, но вообще их 25-30. Они уменьшаются в 3 раза, и клетки кожи растут, как бы делятся неравномерно, как ледокол, да, вот такое явление, как ледокол идёт. И не успевают пройти просто весь цикл, отведённый природой стадии развития, и они меж собой слипаются. И быстро отмирают, ороговёвшие частички, вот как раз они смешиваются с жирами, которые активно выделяются при жизнедеятельности грибков, сальные железы тоже активизируются, и сами грибки выделяют кислоты свои и жиры, и они питаются, кстати, жирами очень сильно тоже кожные грибки на голове, да, и образуются вот эти чешуйки, которые потом просто осыпаются. Она бывает, может быть, жирная, может быть, сухая сибария, поэтому на сухой это видно, как всё слетает, а если кожа жирная, головы, то это даже и не видно, что у человека перхоть, хотя она может быть. Так вот, зуть, перхоть, это всегда грибок. А грибки поедают, я говорю, жиры выделяют сильные кислоты, которые, кстати, вот как масло. Поэтому они имеют запах характерный, кто чешет голову, у кого сибария, может понюхать, и вот такой специфический прогортлый такой запах масла. Да, так и есть. Значит, ну, во-первых, среди факторов, которые провоцируют грибок, конечно, конечно, это закисление крови, сгущение крови, это тот самый аллергический, то есть антигенные реакции, это шлаки токсина в организме, это, безусловно, при других неблагодарятных условиях, конечно, идёт провоцирование роста грибков. Вот. И, собственно говоря, значит, дальше, потом. Подходящие условия, они активно размножаются, и всё. И дальше понеслось, поехало, всё, о чём мы говорили. Значит, конечно, фактор риска – это ещё эндокринный сбой, гормональный сбой, который часто за счёт того, что женщины, ну, особенно у женщин, применяют гормональные консцептивы и гормональные средства. Так. Когда есть любые другие проявления и другие грибки, там, соответственно, это ещё активнее болезни усугубляются, то есть наличие сразу нескольких кандид, например, в организме и прочее. Значит, что очень неплохое даёт из медицинских методов – ультрафиолетовое облучение, УФО. В небольших дозах, ну, и, собственно, на солнце, кстати, в этом случае очень хорошо быть, когда перебираешь, как бы, голову вот так вот расчёсочкой ряд за рядком, чтобы солнечные лучи попадали, потому что даже, знаете, как вот Иван-Чай ферментирует, его определённый процесс сбраживания идёт, а вот Оли запускается, идут ферменты саморастворения клеток, а потом выкладывают на солнце и переворачивают, пересыпают и под воздействием ультрафиолета, а он губителен для всех грибковых бактерий, то как раз подавляется. Но поскольку это проблема не только внешней кожи, а глубинных слоёв, то это поможет, но, конечно, это не панацея. Но важно тут понимать. Значит, причины, конечно, усугубляющие могут быть гормональны. Кстати, медициной действительно вот это установлено, что, ну, допустим, вот вообще выработкой вот именно сала кожного являются андрогены, мужские половые гормоны. Поэтому, кстати, мужчины чаще страдают именно сибореей из-за того, что как раз больше сала вот этого, а это питание для грибков, ну, то есть упороченный круг. И, значит, вот резкое возникновение сиборийного дерматита у мужчины признаком может быть, если это резко произошло, внезапно, да, и как по нарастающей, иногда, не всегда, но иногда это у мужчины могут признаки онкологического заболевания семенников. Ну, и яичек, понимаете? То есть, вот это может быть вполне. Значит, это надо иметь в виду, провериться просто, если не дай бог. А у женщин проявление сибории бывает, когда снижается уровень эстрогена, женского полового гормона, и значительно повышается уровень андрогена и прогестерона. Понимаете? Вот если сбой такой произошел, женские гормональные сдвиги происходят на фоне гинекологических заболеваний либо пользования препаратами определенными. Вот. Ну, например, это бывает еще при поликистозе яичников. То есть, вот тогда тоже может такое быть. А также, кстати, при ожирении. Вот это тоже надо учитывать. Значит, так. Есть, ну, просто для примера скажу, что вот можно, например, что сделать из примитивных средств. Это не методика комплексная. Это всего лишь средства наружные. Например, вы возьмете подсолнечное оливковое масло и смешать один к девяти можно или один к семи. Вот. И можно туда еще пару капель на столовую ложку, например, пихтового экстракта эфира. Пару капель. И это втирать, размешать в кожу волос, одеть потом шапочку такую полиэтиленовую и часок подождать. А потом промыть шампунем, а потом слабым уксусом. Столовую ложку на литр воды, можно две яблочного уксуса. Этим промыть. И вот так три раза в неделю делать. И это в течение месяца. Это просто маленький такой примерчик. На самом деле, у меня есть разработанные очень серьезные системы, комплексные, которые затрагивают полностью от и до. То есть, после выполнения них невозможно не вылечиться от любых грибковых инфекций. Но это мы позже. Давайте дальше. Есть еще, конечно, такая интересная универсальная маска от перходи. И, кстати, как следствие выпадения волос. Хотя, кстати, выпадение волос еще может быть нехватка определенных минералов, в том числе кремния. И по другим причинам, но это в основном. И, конечно, грибки. Так вот, сок крапивы одну чайную ложку, две столовые ложки, если взять жира, например, кокосового масла, это лучше всего, две чайные ложки горчичного масла, взять один желток и две чайные ложки толокняной муки. И сделать это в достоянии густой сметаны. Смазать кожу головы, тоже в полиэтилен минут на 40 на час, потом смыть, ополоснуть тоже водой с уксусом, как я говорил. Это вот тоже хороший метод. Но это всего лишь, это не значит, что сейчас пошли, делайте, и все будет отлично. Это прекрасное средство, но полумера. Так, хорошо. Смотрим мы с вами далее. Вот у нас мы разобрали сиборийный дерматит, а теперь у нас очень важная тема – это псориаз и стригущий лишай. Значит, на кадре вы видите на верхнем, значит, что вы видите? Псориаз, он же по-другому называется чешуйщатый лишай, это тоже вид лишая, это грибки, безусловно. Давайте о нем немного. Итак, псориаз – это воспалительное, конечно же, заболевание кожи, которое характеризуется очень большим многообразием проявлений. И, конечно, встречается у всех одинаково, у мужчин и у женщин, неважно у кого. Тут на фото видно прекрасно классические варианты, сильные поражения тоже видны. Ну и, например, это может быть несколько типов. Обычная форма – это вульгарный псориаз, он как раз характеризуется высыпанием плоских бляшек розово-красного цвета, такие по полсантиметра и более покрытых серебристо-белыми чешуйками. А эксусдативная форма, эксусдативная форма, она отличается тем, что на вот этих псориатических бляшках образуются такие серовато-желтые и иногда коричневые такие, ну, корковые такие серовато-желтые в основном чешуйки за счет их впитыванием большого количества пота. Значит, наиболее тяжелые формы – это, конечно, такое, значит, ну, например, пустулезная, артеропатическая, ну и другие формы, не буду обо всех говорить, загружать этим. Они могут развиваться с самого начала болезни и быть на всех этапах и оставаться уже как считающаяся неизлечимая форма, то, что медики говорят. Значит, ну вот, например, при артеропатическом псориазе, об этом я, конечно, должен упомянуть, потому что артера – это у нас понятно, что суставы, поражаются именно мелкие суставы кистей и стоп. Вот до того это. Тут уже комплексная ведь проблема, я говорю, лимфатической системы, в ней очаг поражения, в ней оттуда все идет. И вот поэтому при псориазе – это всего лишь внешнее проявление, а изначально в кишечнике, я говорю уже, проблема и лимфатической системы. И возможно поражение даже любых и более крупных суставов. Вот. А на коже понятно, что это проявляется. Понятно. Ну, а при псориатическом или ретродермии, вот, ну, вот в этот болезненный комплексный процесс может вовлекаться еще весь кожный покров, ну и развиваются синдромы дополнительной интоксикации, поскольку у нас внутри организм сильно инфицирован, интоксицирован и снаружи, то тошнота, слабость, головная боль – это самое слабое из проявлений, возможно. Вот. Ну и, конечно, уже потом пойдут гнойничковые элементы. Это уже следующая стадия. Значит, тут может быть еще поражение ногтей в виде утолщения ногтевых пластинок, ну и таких точечных углублений на поверхности. Ну, еще могут быть кровавые, такие красноватые пятна под ногтевой пластинкой – очень характерный признак. Ну и, конечно же, полный диагноз – да, надо пойти обязательно провериться, поставить диагноз. Врач-дерматолог, конечно, сам диагноз легко, диагноз-то есть, неплохие поставят. С помощью лабораторных исследований, например, обязательный анализ общей крови и биопсия кожи. По этим анализам ставят точный диагноз. То есть, псориаз часто и, в общем-то, у детей, конечно, от молока коров, которые изначально бывают диатез, дальше переходят уже псориаз, а потом уже там уже атопические дерматиты и вместе с псориазом два в одном. Кстати, заметьте и запомните, что в блокаду Ленинграда не было случаев псориаза. Не было. И на войне не было. Практически из миллионов солдат и тыловых, так сказать, служащих не было. А почему? Потому что был голод. Потому что никакого этого мяса в довольствии большом не было, как потом пошло богато жить стали в 60-е годы. Не было. Задумайтесь, это факт, конечно. Потому что голод лечит. Потому что голод не тетка. А мать родная, выкинули последнюю фразу мерзавца из нашего русского, так сказать, обихода. Голод лечит, безусловно. И это так. Были проблемы, беды, горе народа, но эти факты медицинские почему-то не указываются очень интересные, которые аяты тоже вопросы очень серьезные изучают. Итак, ладно. Значит, псориаз, кожный зуд, больных с сахарным диабетом. Это как маркер. Вообще, это всего лишь, конечно, кожные проявления, но проявления глубинных процессов. Это может быть синдром еще негерметичной кишки, так называемой. Это смещение позвонков может к этому приводить. Провоцировать. Дефицит воды, алкоголь, курение, неправильное вот это питание, о котором мы говорили, неестественное, белковое. Псориаз вообще, это внешнее проявление интоксикации. Еще раз, через лимфатическую систему. Вот если сформулировать, давайте так, это псориаз вообще, это внешнее проявление интоксикации всего организма через лимфатическую систему. Уже даже придумали препарат в виде уколов. Вот тот самый Энбрель, который, да, Энбрель, вернее. Это белки вот эти страшные, которые подавляют реакцию антигена-антитела, и проявлений нет, но нет только проявления на коже, а процессы-то внутренние идут-то еще хуже. Мы просто не увидим тот миг, когда, как говорится, будет поздно. Хорошо. Но тут могут быть другие еще причины. Запомните, что если эта причина не грибки первичные, то могут быть гельминты, например, острицы. То есть не только грибы. А еще может быть цетомигаловирус в печени. Вообще, что в печени может являться причиной, в том числе проявления и в виде псориаза. Но, например, те же аписторхи, это тоже паразиты в печени, это могут быть цетомигаловирус в печени запросто. Это уже вирусное заболевание серьезное. Они могут давать псориазы. При псориазах печень надо обязательно обследовать. Но если есть, например, не только аписторхи, тексокары, кстати, это тоже паразиты, лямбли, это уже не паразиты, это простейшие, простейшие одноклеточные такие животные. Они тоже могут влиять и вызывать гепатит. Поэтому это надо обязательно первым делом, если что-то с печенью, первым делом, если есть псориаз, проверять на лямбли, на аписторхов, тексокаров, сдавать анализы. Легко определяются по иммуноферментному анализу крови, на антигены, вот этих самых паразитов, простейших и так далее. А потом уже правильно лечить. Есть очень сильные средства, я о них постоянно рассказываю, в том числе я буду, вот дождитесь до конца, я вам некоторые из них очень интересные расскажу и сильные. Тут же надо восстанавливать печень, понимаете? Печень, поэтому тут дело не шутки, печень это мощнейший фильтр нашего организма, это мощнейшая железа внутренней секреции нашего организма. 200-300 биохимических сложнейших реакций она выполняет, участвует в многих процессах. Так, хорошо. Помните еще раз, что через лимфу кровь и ткани чистятся, а лимфа, чистят лимфу, если начать, потечет со всех мест. Вот как раз то, что текут сопли, прекрасно, а мы ребенку даем препараты, чтобы не текли. Да наоборот, прекрасно, организм пытается очиститься, а вы даете препараты химические, которые не дают, препятствуют, там все закоксовываются, вот и возникают там проблемы колоссальные, а потом может быть менингит. В том числе не только инфекционный, а и менингит любой это гной. Так же, как, понимаете, калит и прочее, это все гнойники, потому что там есть, могут быть грибки, там могут быть вирусы определенные, но там скапливаются продукты, которые организм не может вывести, шлаки и токсины. Все. Так, хорошо, дальше смотрим, идем. Нам очень важные вещи успеть еще надо сделать. Значит так, не буду я говорить про все эти препараты страшные, которые нельзя все равно применять, так, циклоспорин, там, ацетритин, там, прочее. Есть такая методика ПУВА, большими буквами терапия, ПУВА терапия, или фотохимиотерапия, но тут надо эту методику, она разная немного бывает, полностью выяснить все, что это такое. Вообще это сочетание в классическом варианте ультрафиолетового излучения с определенной длиной волны, ну, допустим, от 320 до 427 нанометров, и, конечно, прием внутрь препаратов, повышающих чувствительность к свету. Но тут я вам сразу скажу, это нужно, нужно применять не препараты, а пить зеленые коктейли делать в блендерах, хлорофилл, зелень. Вот это как раз будет. И тут это будет эффект очень хороший. Тогда да, можно это делать, такую процедуру проходить. Но это опять-таки, можно и без этого обойтись. Это просто я говорю, что называется, такое есть к слову. Так, хорошо. Ну, не буду я говорить, как проводят процедуры, это все ладно. Питание без животных белков, все, о чем я уже не буду говорить, это везде все одинаково. Потому что все в той или иной степени болезни, конечно, от питания и от дисбаланса дальше в нашем организме всего. Они неправильное питание вносит этот страшный дисбаланс. Но теперь мы видим перед собой нижнюю строку, посмотрите, стрягущий лишай, вот тот самый, как у кошки, как у вот этого мальчика. И вот пути механизма передачи. Потому что это очень заразное грибковое поражение человека. Не только головы, ногтей, волос, там всего, что угодно. Это кожа тела всего, да. Это, скажем, ну, вызываются вообще это, конечно, грибками, двумя видами, как правило, двумя видами. Это, ну, скажем, самые изученные, типа, лишая, хотя лишаёв разных много существует. Это, как бы, классический тот вариант, самый такой известный, опасный, заразный. Ну, два названия у него. Трихофития и, что ещё, микроспория. Так вот, в зависимости от типа грибка, от которого это идёт, есть два типа. Микроспорум и трихоспорум. Вот от этого идёт название. Лечение заключается, конечно, в основном у медицины, в местной терапии. Конечно, это тут очень важно. Значит, ну, опять-таки, чем? Опять-таки химии, да. И врачи что назначают? Ну, назначают очень серьёзные заболевания. Значит, они используют красивые термины, красивые таблетки, ну, которые, конечно, нас, безусловно, травят, о чём я уже рассказывал вам подробно в первой части нашего выступления. Так, хорошо. Но, кстати, отличием, я единственное скажу, вот это трихофития от микроспории является то, что вот на последнее, то есть на микроспории, да, передаётся человеку от домашних животных, чаще всего от кошек. Вот это надо, почему я кошку поместил на слайд. А трихофития паразитирует только на теле человека. Вот. Это надо иметь в виду. Заболевание, конечно, и более часто у детей встречается, у подростков. Это понятно. С 3 до 12 лет, как правило, самая группа уязвимая. Значит, источником может быть другой человек, поскольку это заразный от человека к человеку, является человек-носителем этой инфекции и передаёт им. Значит, семье, если кто-то страдает, трихофитии, необходимо тщательно следить за тем, чтобы этот человек, соответственно, не общался с больными, изолировать, и строжайшая гигиена. Тут всё, расчёски, полотенца, заколки, всё индивидуальное, дезинфекция, полное санитарные идеальные условия и прочее. Если в организм попадает грибок, который вызывает поверхностное стребучие лиша, его инкубационный период 5-7 дней, помните. Надо сразу логистику, значит, кто мог заразить, как, что, позвонить, прочее, ну, то есть, чтобы предупредить и так далее. И те, кто 5-7 дней контактировал с человеком, у кого это проявилось, сразу срочно с ними нужно дезинфицировать, нужно лечить, нужно оградить от других людей. Через неделю пациент уже, да, начинает, ну, замечать первые признаки поражения волос и кожи головы. Если же, ну, скажем, заражение вот этим глубоким лишаем стригущим, да, произошло, это такого инфилистрационно-гнойная форма, то заболевание протекает практически даже, ну, иногда и без симптома. А первые признаки могут проявиться не раньше, чем через 2 месяца даже. И, конечно, общее недомогание и будет общая интоксикация организма. Вот. А если поверхностный стригучий лишая на коже головы начинает, ну, скажем, образовываться очаги вот этого шелушения, волосы в таких очагах, они как бы начинают обламываться на уровне фолликулов. Поэтому, оставляя на поверхности, остаются как бы головы такие характерные черные точки. Длина вот этих обломных волос может составлять, ну, где-то от 1-2 до миллиметров, до 2 сантиметров, по-разному. На поверхности, вот, который волос остался, на поверхности волоса, который остался, наблюдается характерный такой серый налет, связанный как раз с выделениями грибка. И диаметр очагов поражения может составлять, ну, в среднем 2-3 сантиметра. Значит, кожа внутри так сильно шелушится, иногда там наблюдаются сильные покраснения и отечности. И вот очень бывает, знаете, не сильный, а такой совсем слабый зуд. Это не, так сказать, другие заболевания, которые более характерны зудам. Значит, и вот край каждого пятна очага, он является зоной самого сильного шелушения, то есть шелушится по краям больше всего. Могут появляться корки пузырики, визикулы так называемые. И при надавливании на пузырик, вот, наружу выделяется обязательно гнойное содержание. Мешочки с гноем, как внутренние, так вот наружные вот эти вот, которые могут быть, да. Но понятно. Значит, и если не начать лечение вовремя при подобных симптомах, гнойные области начнут распространяться, активно это приведет к абсцессам, к воспалениям и к нагноениям, и уже в том числе внутри организма, и, конечно, страдают внутренние органы, и, значит, весь организм. То есть при соблюдении правил личной гигиены, при попадании на кожу, можно, вот, если бы знать, конечно, сразу смыть можно было бы, но если кожа повреждена, все пошел прорастать. Значит, если в вашем окружении есть такой больной человек, то обязательно будьте осторожны, аккуратны, и, конечно, вот те правила гигиены все, дверные ручки дезинфицировать, ну, все-все-все, начиная с прихожей и всю логистику вот самим уже продумывать, и надо понимать. Фактор риска, конечно, ну, скажем, дети – это, конечно, самый главный фактор риска, хотя любой человек заразится, может, безусловно. Значит, очень хорошо помогает 5-процентный раствор йода, вечером можно, например, серно-салицилу и серно-дегтярную мазь. Кстати, вот мазь можно делать самим на основе березового дегта натурального, это очень сильное средство против грибков любых, против экземы и прочее-прочее. Надо знать, как это делать. И, конечно, салициловой можно кислотой сборной, но это можно, нельзя передозировать, там есть свои нюансы. Это ладно, это позже. Очень сильное средство, кстати, масла чайного дерева. Здесь я вам сразу забегу вперед. Вот если кокосовое масло смешать с чайным маслом, экстрактом чайного дерева. Но это, опять-таки, один из методов одного этапа. Хорошо, что мы с вами давайте посмотрим дальше, потому что есть еще у нас вот такой отрубевидный лишай, и уже перейдем к другой теме, грибку ногтей и прочее. Итак, не будем подробно заострять внимание, но я немного расскажу. Вообще, эта проблема вот с отрубевидным лишаем, это верхние три кадра, они имеют серьезных последствий, серьезных, хотя вызываются дрожжами. И понимаете, те люди, кто все-таки вот ест хлебобулочный, они очень сильно этому подвержены. Это может носить хронический, но не проявляющийся, а может быть всю жизнь вот так и, ну, что называется, всю жизнь. Это сокращает жизнь, безусловно, потому что любые грибки токсины выделяют. Но, тем не менее, он подростка в основном поражает этот тип заболевания и сопровождается вот интенсивным ростом дрожжевых грибков на поверхности кожи и вызывает изменение пигментации, а потом уже и шлушение зуб может быть. Вот. Ну, собственно, при жирной коже, кстати, это легче переносит, чем при сухой. Страдает очень часто, что шея, верхняя часть груди спина. И вот такие могут быть от красного до коричневого цвета. Так, хорошо. Значит, не буду, я просто кое-что даже, что хотел сказать, пропускаю. Экономия времени, чтобы нам разобрать важнейшие вопросы. Хорошо. Принципы лечения, конечно, это главные какие. Смена постельного постоянного белья, кипячение, глажка с ошпариванием, отпариванием. Значит, ультрафиолетовые лучи, одежду, вообще подушки, одежду, вообще при грибковых инфекциях, кожных заболеваниях надо выносить в идеале. Я понимаю, в городе это трудно, но на улицу, на солнце, потому что это не все можно кипятить правильно, можно ткани испортить, но солнечные лучи тоже убивают. Выворачивать так, наизнанку, это очень важно. Или озон. Значит, так, носить хлопковое льняное, только белье. Значит, это даже после выздоровления рекомендую, вообще всегда, но тут обязательно. Естественно, ежедневное применение душа, ванной с использованием обязательно, ну, хороших, нежных, натуральных мыл. Ну, и прочие меры уже, они связаны непосредственно с теми лечениями, которые будут у нас в методиках. Значит, теперь, что скажу еще, мазь из березового дегтя со зверобоем, вам вариант такой скажу, интересный, да, просто один из сотен рецептов. Значит, если свежую траву зверобоя взять и растолочь в кашицу, можно в блендере, и соединить с таким же количеством по объему, ну, можно даже сливочного масла, но лучше, конечно, все-таки растительного типа льняного, а лучше еще кокосового. И взять березовый деготь, значит, немного, значит, ну, в три раза меньше, в пять, и смешать в однородную массу вот с этим. Это можно хранить до недели, ну, можно чуть больше в холодильнике, и намарливаю в салфеточку, и к пораженным участкам кожи на 40 минут один раз в день прикладывать. Это тоже один из прекраснейших методов, сильных, наряду с прочей программой важнейшей, глобальной, внутренней. Хорошо, это всего лишь наружные средства, но в данном момент это, в данном случае, важно. Теперь у нас что идет? Значит, грибок ногтей. Ну, на нижних кадрах вы видите классику серьезного поражения, начинается все с малого, с уголков, разберем этот вопрос. Грибок ногтей, конечно, это очень серьезное инфекционное заболевание, оно известно многим, легко передается от человека к человеку. Способов передачи массы. Ну, конечно, это через обувь домашнюю, которую вы одеваете гости, обувь, так сказать, через места общего пользования, душевые, бассейны, сауны, спортзалы, ну, парные и прочее. Это нужно носить индивидуальную обувь, брать с собой, не стесняться об этом говорить. Сказать, понимаешь, я не тебя, лично стесняюсь, там, друга своего или родственника, а потому что правила гигиены, извини меня, значит, береженого Бог бережет, это правда. Значит, симптомы этого заболевания очень четкие. Это хрупкость, когда ноготь при стрижке начинает как бы рассыпаться. Первый признак, даже внешних еще проявлений серьезных может не быть, тем не менее, это уже говорит на 100% об этом грибке. Болезненность прикосновения в кончиках ну, вот пальцев, но это уже, конечно, когда такая стадия серьезная. Ломкость, да, они крошатся, как я жил. Иногда гной даже из-под ногтей, но это в серьезных стадиях. А это же трупики грибов. Гной – это трупики грибов при нажатии. Потом при краснении, при пухлости. Тут, конечно, нужно делать, понятно, и ванночки, мы об этом все поговорим, компрессы, повязки и прочее, и прочее. Тут прекрасное средство дополнительно растительной душицы, бергамот, очень сильный бергамот, мощнейшее средство, мощнейшее. И перекись водорода. Я вообще, знаете что? Я вам скажу так. Вот в том, обязательно, все, дождитесь, что я представлю в конце, очень серьезные методики, как продукт отдельный, мощнейший. Там я, знаете, что скажу? Что я подробнейшим образом разбираю там. Гарантированно вот грибок можно убрать с комплексом мер, но мер, когда используются последовательно 5-6 процедур, когда грибку просто уже не остается шанс, там уже идет вход только набор весь натуральный растительный, который легко достать. Я нарочно, те рецепты, которые достать трудно или использовать, принять в жизни в нашей. Ну кто будет бегать 20-30 ингредиентов собирать? Да и зачем это надо? Если есть в природе очень сильные средства, но они сами по себе одноразовые приемы, либо моноприем, то есть вы будете месяц одно и то же делать. Грибок приспособиться может. А если использовать периодичность, зная их биологию того или иного грибка, сначала дать это, например, перекись там, например, с поварляской, а потом там определенные мази накладывать и так далее, гарантированно пройдет 100 процентов. А надо излечить не только, когда внешнее проявление пройдет, а плюс месяц. То есть недолечить грибок очень опасно. И главное лечить параллельно внутри и снаружи. Хорошо. Что еще про это можно сказать? Ну, понятно, что у ногтя характерный желтый бывает такой оттенок. Это четкий признак. Рыхлость – четкий признак. Разламываться, раскалываться, слоиться – четкий признак грибка. Значит, и уже может перейти, конечно, и на руки. Сначала, кстати, большие, как правило, пальцы поражают, а на ногах потом уже все оставшиеся. Если на ногах ног, желтые такие пятки, ну, пятна, вернее, извините, и полоски, да, идут. Вот. То это вот тоже характерный признак. Значит, чем ближе к центру ногтя располагаются пятна и полость, тем они как бы ярче и тем дальше продвинулось заражение. Ну и, в общем, в конечном счете вы видите на рисунках, к чему это приводит. Хорошо. Это мы не будем… Ногтевой грибок, кстати, на руках, например, да, может гарантированно выработать. Вот это вот я гарантирую за неделю делаю определенные процедуры очень серьезные, да, используя, ну, некоторые из тех, что я говорил, компоненты, но методики есть чуть дальше. Так. Дальше мы идем. Что мы смотрим? Грибок стоп разберем и разберем молочницу, но мы разберем отдельно молочницу, как кандиду, стоматит и отдельный системный кандидоз. Это, конечно, самое, наверное, главное сегодня, потому что кандида – это беда, и она провоцирует развитие любых других грибков в том числе, потому что очень сильно ослабевает мутер. Ну и сейчас мы немного о грибке стоп. И все-таки основные причины грибка – вот стоп, ну и, конечно, ногти – это неправильно подобранная обувь, это запрелости в ногах, и когда носки мокрые, и мы опять долго не можем снять обувь и на работе, и где-то, но вот понимаете, это, конечно, теплая и влажная среда – это развитие грибка. Конечно, это травмы, любые повреждения. Это, конечно, заболевания сахарным диабетом и любые болезни гнойного характера, гнойной ангины и прочее, то есть все, что накапливается гной, токсины у нас в организме. Это, конечно, присутствие сосудистых заболеваний ног, когда ухудшается кровоснабжение нижних конечностей, и, естественно, там, знаете, ноги мерзнут когда и прочее, и прочее. Это как раз, когда больная печень происходит, когда еще вирукозное расширение, если вентробофлебит, конечно, это очень серьезный фактор риска заболеваний этими. Ну, снижание общего иммунитета, все, что мы говорили. Значит, если между пальцами ног появились пузырики, которые лопаются, могут зудеть, кожа грубит, становится сухой, натоптыши, мелкие трещинки – это все поражение стопы. Если после, скажем, начального поражения кожа становится более мягкой, скажем, начинает шелушиться, после чего хлопья отпадают. Это тоже яркий пример поражения грибков стоп. При трещинках, когда пузырьки лупаются, дополнительное, возможно, заражение, чем это очень чревато и опасно. В том числе могут быть гнойники, язвы. Ну, гной – это всегда погибшие микроорганизмы, когда иммунитет, иммунные клетки борются с антигенами, с какими-то вирусами, бактериями или грибками, и они погибают вместе, образуется гной, понимаете, в организме. В частности, в местах на периферии, в конечностях тоже, а там же еще кровоснабжение ухудшилось. А если человек толстый, если у него атеросклероз, если у него увеличенное содержание, понимаете, вот ухудшена проницаемость сосудов, атеросклероз на периферии, тем хуже протекает заболевание, тем тяжелее восстановление. Так вот, сначала идет поражение как бы перепонок пальцев, но в основном это начинается. Но на этом, конечно, не останавливается, а дальше уже каскадный характер идет, когда уже вся пятка вы можете видеть, как стопа, может быть, в корках и так далее. Ну и, конечно, визуальная форма, конечно, каждый это прекрасно видит. Но хорошо. Дальше, другой рецепт я сейчас пока здесь не говорю, мы давайте разберем уже до конца и посмотрим следующее. До того, как я перейду к молочнице, я скажу, что, конечно, существует много других системных микозов. И помните, вначале мы говорили о поверхностных, а вот теперь мы постепенно перейдем и, вернее, скажем так, вот плесневые дрожжевые грибки, они паразитируют на слизистых оболочках и во внутренних органах, в легких, например. Поэтому, например, при глубоких, а это уже не поверхностные, микозах, могут поражаться все органы ткани, кроме как раз волос. Это разные полюса. Значит, для таких вот глубоких микозов, да, как, например, килоидно-блосно-микоз, например, или споротрихоз, или хромомикоз, например, характерно поражение преимущественно кожи. И при кандиде микозе или, например, риноспоридозе, да, в процесс уже вовлекаются слизистые оболочки. Знаете, как кандида поступала, вот она в кишечник попадает, и когда благоприятные условия среды, она же ведь как питается, выделяет кислоты. Они проникают через слизистую, они прожигают. И кандиды, уже размножаясь сначала почкованием, а потом они проникают, прорастая в мицели, они мутируют, и они уже создают сеть разветвленную. И вот тогда, извините, это уже очень серьезное дело, это уже и есть системный кандидоз, но мы его разберем чуть ниже. Ну, а бронхолегочная система очень сильно страдает от внутренних грибков, глубоких микозов, так называемых, очень много видов. Это, например, кладоспоридоз, криптококос, все это знать вам не надо, но надо понимать, что это все внутренние системные грибы. И вот глубокие микозы, они вызываются еще дрожеподобными грибами, например, геотрихоз, кандида, вот та самая, микоз. Значит, плесневыми грибками, это плесневые микозы, и двуфазными, это килоидные бластомикозы и прочие. Значит, хорошо, не буду все их перечислять. Глубокие микозы также, вот характерны микозы стоп, имейте в виду, это как раз все-таки риноспоридоз, хромимикоз, вот такие заболевания, это тоже все-таки, это хоть и наружные, но они все-таки системные уже, сложные. Они уже внутреннюю природу имеют, подкожную свое распространение. Поэтому его вылечить вроде бы и не так сложно, но всегда это вместе с кандидой как правильно идет, как правило идет. Теперь давайте посмотрим, что же такое вот это, видите, ротовая полость. Мы открыли нижнюю, значит, губу, и мы видим там такую белый гнойничок, а бывает и дальше, и на миндалинах, и гнойные ангины сопровождаются. Вот посевы различные, вот значит, реченками язык, прекрасно. То есть кандидоз классический, молочница, это воспалительное серьезное грибковое заболевание, которое, конечно, поражает кожу, слизистые оболочки, мочеполовую систему, любые системы человека. Вызывается он дрожжеподобными грибами из рода кандида. Кандидоз, он возникает вследствие снижения сопротивляемости организма к воздействиям грибов. И нарушение тех самых защитных сил иммунитета как раз провоцирует, вы еще знаете, что очень сильно? Антибиотики. Вот любые антибиотики, они просто предрасполагают к заболеваниям кандидозом. Значит, проявление характерных признаков это такие, неприятный запах такой, да, из дыхания. Вот если, смотрите, у человека зубы не гнилые, а у него дыхание ужасное, и он зубы почистил, а у него дыхание, тут либо паразиты, которые очень плохая сфинктероперегородка, привратник между желудком и 12-перстной кишкой, оттуда просто пахнет, либо это гниют, или это грибки, понимаете, которые на слизистых может быть. И, как правило, это грибки. И вот при хронических системных кандидозах всегда даже после чистки зубов вот это происходит такой, как бы, запах. Белый налет вот на языке там, да, на это, конечно, миндалины, все это, это по-любому кандиды есть, просто тогда они берут верх над организмом. Поражение языка, это все классика. Значит, очень хороши здесь как раз процедуры с перекисью водорода, там масло душицы, экстракты, там, например, пихты можно по 5 капель на стакан и полоскать, но это полумера, это я просто говорю, что это есть. Прекрасный тут чеснок, хрен, лук, вот как раз эти средства природные, натуральные, они, сама пища, как говорил Гиппократ, должна стать лекарством, а лекарство пищи, надо искать лекарства в питании, в тех природных, это, конечно, мы иногда запускаем до того, что самой пищи мало, и нужны комплексные меры, про которых я как раз и говорил. Значит, ну, понятно, что у детей из-за прелости, из-за памперсов, как раз очень может быть зона риска, группа риска здесь колоссальная. Мать, как я говорил, уже не должна ни химические средства не применять, ни, конечно, вот она должна правильно питаться, чтобы не передать это заболевание своему ребенку. Ну и дальше мы тут видим что? Мы видим тут самый классический системный кандидоз. Посмотрите на поражение разных органов, вот человек, как бы, женщина разобрана, хотя мужчины абсолютно это вот все то же самое, только по строению другому и в другие места дислокации. Но извините меня, так сказать, вот язык, внутренние органы поражаются все так же. У женщин просто свои нюансы. Тут уже вот эти творожистые выделения излагалища, это чисто гарантированный системный кандидоз и более ничего. Если выделяется что-то такое, как рыба пахнет, что-то такое серое, темное, гнилостное, это бактерии, значит, гарантированно. Те же стафилококки разные, золотистые и прочие там разные. Но если белое, это гарантированный классический системный кандидоз. Если в крови много ацетона находят, например, анализы надо давать, кетоновых тел, а диабета при этом нет, или если вы при этом не ели, а то, конечно, вы наелись мясо, шашлыков, там, еще что-то. И у вас тоже может, ведь ацетон – это конечный распад азота, когда уже печень передает почкам, почки выводят этот страшный азот. А почему выводят? Да потому что не нужно нам столько азота, белков-то не нужно. Глупости. Сейчас, кстати, в 10 раз официальная медицина сохранила норму потребления белка в день. Не нужен белок, аминокислоты нужны, они везде содержатся. И наша кишечная, родная, если мы ее воспитаем, микрофлора, она будет синтезировать прекрасным образом аминокислоты нам. Еще раз говорю, никаких белков вообще не должно поступать. Вот поэтому-то бедные печень, почки и страдают. И вот этот ацетон в моче. Это сразу понятно, что, так сказать, вот много белка. Но если не то, не то, то, конечно, это признак кандидозы. Грибки, как правило, в межклеточном пространстве кандид живут. И если межклеточное пространство закислено, а оно будет еще закисляться их жизнедеятельностью, то лимфатическая система застаивается, и это почва для грибов. Там уже просто идеальная питательная среда. Запомните, у мужа кандиду, у жены так же. Это все однозначно. Какие симптомы основные? Люди, конечно, болеют часто, постоянно, заболевают легко. Это, понимаете, когда вот эти дрожжевые грибки начинают активно размножаться, то баланс между полезной микрофлорой кишечной сдвигается в сторону патогенной. И, конечно, весь пищеварительный тракт покрывается слизистой, вот этой, все слизистые оболочки покрываются, и это грибами, мицелиями, и тогда уже барьерная функция прекращается. Большое количество кандид запускает процесс аутоинтоксикации, самоинтоксикации, другими словами, организма. Кандиды мутируют, они создают грибницы, как я уже говорил, выделяют сильные кислоты, продырявливают слизистую кишечника, и эти токсины спокойно напрямиком идут в кровь, без всякого барьера. И травят весь наш организм. Грибы вот лимфатическую систему, еще раз знак восклицания, засоряют, прорастают. Сбор вот этих мертвых грибков через мокроту, сопли, белый налет на языке выводится из организма, пытается организм это сделать. Через кожу, это в зоне лимфатических узлов, что я говорил. Диатеза, нейродермиты – это проявление, поэтому запомните, могут вызываться дерматиты, диатеза, именно кандиды, в том числе, как самым тяжелым распространенным патогенным системным грибом. И вот в организм ребенка он еще раз попадает, может, и с молоком матери, и с околоплодными водами, имеется это в виду. Молоко матери можно смотреть спокойно на темнопольном микроскопе, кстати, как и кровь. Если системный кандидоз в крови это покажет, темнопольный микроскоп четко на 100% скажет, есть ли это болезнь или нет. Если идет, понимаете, грибковое молоко с грибами, да, молоко женское, надо проверяться, если, то детям, но это страшно, потому что это мощнейшая интоксикация. И дети грудные вплоть до летального исхода может быть, потому что защиты у них, конечно, такой нет. И мобильности в виде выделительной системы тоже нет, такой, как у взрослого. Про лимфоузлы я вам все говорил, сейчас не буду повторяться, скажу только, что греть их ни в коем случае нельзя, потому что мы провоцируем воспалительный, ускоренный процесс, если это происходит, да. А нужно все очищать через тогда взрослому, через правильные подобранные средства, препараты, голодание, правильное питание, промывание и прочее, прочее. Значит, лечебное воздействие должно быть, конечно, через кровь. С выделениями не надо бороться, это восклицательные три знака. Это, понимаете, выделение, это борьба организма, он пытается очиститься. И поэтому выделения, это прекрасно, что идут, это как бы лакмус для нас, что это есть проблема, и в то же время, что есть она и организм пытаются. Значит, давайте ему помогать, а не мешать. А что делают на Востоке? Они замещают всякими высшими грибами, и тем самым высшие вообще потом не вывести. Хитаки, шитаки, вот эти все и прочее. Обязательно надо убедиться, что у вас кандида. Они схожие по признакам и симптомам заболевания, потому что схожие могут быть бактериальные природы, например, вагинозы, а могут быть еще трихомониаз. Знаете, что это такое? Это вагинальная трихомонада. Это уже не паразит, это простейшая, так же, как лямблия. И симптомы трихомониаза у женщин, я скажу, это такое желто-зеленое выделение из влагалища. Часто такие пенистые, с неприятным запахом, там особый зуб, там ощущения неприятные, болезненные могут быть при мочеиспускании, да, это вот признаки. А у мужчин это проявляется, естественно, симптомами уретрита, таким жжением при мочеиспускании, ну и так далее. И трихомониазная инфекция, она, конечно, приводит, если не лечить, к хроническому простатиту, вульвиту и, может быть, еще атрофический вагинит, ну это уже у женщин понятно, да. Вагинальный герпес тоже сопровождаться может, это пузырьки с жидкостью, такой симптомом, то есть тут даже больше не вирусная природа, хотя может быть два в одном, но тем не менее. А хламидиоз, вот может быть еще тоже гонория и прочее, это уже мы, конечно, про это говорить не будем, потому что это бактериальные, серьезные инфекции, это отдельная тема отдельного вебинара. Но надо понять, что этого нет, а что у вас именно кандиды, потому что можно спутать с этим, и поэтому я акцентировал на этом вам сейчас внимание. Значит, надо убедиться, что у вас кандиды, а не схожие болезни. Так это сделать легко. Значит, теперь, дальше. Еще раз, защитные барьеры у нас какие? Такие влагалища, например, там PH кислая, кислотный желудочный сок в желудке, кислая, ротовая полость, поэтому нужно правильно питаться, вот как с водой питанием я сказал, есть нюансы, но подробно обо всем об этом я рассказываю в своем отдельном, он легко в открытом доступе лежит, вы посмотрите. Так, дети, всегда надо помнить, самые уязвимые существа маленькие, грибкам, поэтому кошки, собачки имейте в виду тоже, да, и мыться, кстати, тут палка о двух концах, если человек относительно здоров, ему нельзя мыться часто, потому что он смывает защитный, понимаете, если вы моетесь каждый день души, вы смываете защитный покров, естественно, выделяемый кислотами, так сказать, выделяемый в виде кислот на теле, это защитная среда, а мы не будем его иметь, тогда надо, конечно, уж если нет другого выхода, в идеале обтираться тем же кокосовым маслом, в идеале, или можно, конечно, даже и оливковым, но лучше кокосовым, потому что там все те же кислоты, что может выделять наш организм, это вообще уникальное, я не могу, к сожалению, за не менее времени подробно рассказать о кокосовом натуральном, только холодном, вот же у первого белого бива там маслом, тем не менее. Хорошо, еще, что хочу особо акцентировать, вот молочница у беременных женщин лечится труднее, почему врачи считают, почему они говорят, что в этот период иммунитет женщин значительно ослаблен, почему тогда назначают витамины и бифидобактерии и прочее, а потому что как раз за двоих организм работает, потому что как раз он не может справиться и органы, ведь работают ваши печени, пока через плаценту, через пуповину питается ребенок, работает за двоих, а у вас и так загажен, зашлакован организм, если вдруг, конечно, тогда возникают осложнения и лечатся в этот период еще тяжелее, да и относиться к этому надо серьезно, поэтому если есть возможность женщины, вот мужчины, да, все, имейте в виду дети, надо подготовиться к беременности, да, это в идеале. Так, ну хорошо. Современная медицина, конечно, упростила лечение молочницы, потому что еще недавно были даже химическими препаратами 7-14 дней, а теперь стало возможно одной капсулой какого-нибудь сильнейшего средства, типа подавить, временно, конечно, и люди радуются, о как хорошо, жизнь ускоряется, нам некогда, знаете, не шутите со здоровьем, вы можете все эти, понимаете, флюконозолы, флюкостаты, цитостатики мощнейшие, принимайте аналоги, только потом печень в помойку выкиньте и не только печень, я перечислял, все что угодно, любая онкология, это ни в коем случае делать нельзя. Хорошо, значит, я вот более 100 рецептов проработал старинных, современных, разных, и создал интересные комбинации и систему, методику, но это чуть дальше. Значит так, детей вообще я там в ней разбираю отдельно, отдельно вот эти спринцевания, это тоже палка о двух концах, микрофлору вымываете свою, в том числе полезную, вымываете, щелочность становится среда, а не кислотная, и значит защиты нет. Поэтому это надо с умом делать, не все подряд. Там можно применяться в спринцеваниях и кора, дуба может браться и так далее, и так далее, но не будем сейчас об этом пока. Значит, есть разные типы заболеваний кандидами, но есть сложные, например, глубокий локализованный кандидоз, хронический дисментированный кандидоз и прочее, но об этом говорить просто сейчас не хватит времени, да и не нужно, потому что в результате лечение сводится примерно к одному, зачем все это знать. Так, так, а теперь посмотрим следующее. Это микоплазмоз, это гистоплазмоз от заболеваний легких грибковые, вызванные грибками, и, конечно, аспергиллез. Это, я уж не буду разбирать плесневые грибы все, аспергиллум просто очень опасен, много было передач по телевизору, вы, наверное, видели. Вот внизу, например, видны фотографии, в том числе человек больной, конечно, здесь один из критериев, я про рентгеновские снимки чуть ниже скажу, тут очень характерные черты. Так вот, что я скажу сначала о микоплазмозе? А это, так, микоплазмоз, тут неправильно на слайде, сверху вы видите три фотографии горизонтально, верхние. Левая фотография и средняя, это как раз микоплазмоз, а вот гистоплазмоз, это вот правый верхний легочный снимок. Хорошо, начнем с микоплазмоза. Микоплазма, это серьезнейшая вещь, потому что это смесь бактерий с грибом. Многие ученые не могут ее отнести к определенной систематической группе, но это мутирующая форма сложная. Они не приспособлены, эти микоплазмы, жить самостоятельно существовать, поэтому они чисто паразитические создания, и они получают все необходимое для своего существования, все питательные вещества из нашего организма. Они от вирусов отличаются, потому что это, знаете, чем? Во-первых, способностью к существованию, к бесклеточной среде, обычной средой питания микоплазма является как раз, ну скажем, выстилающий кишечный, дыхательный и прочий тракт мочеполового, например, клетки эпителия, вот, и между которыми данные микроорганизмы как раз поселяются, нарушают их работу. Размножение вот этих самых микроорганизмов происходит легко, почкованием, и может носить хаотичный порядок и быстрый. Устойчивость к окружающей среде у них на самом деле не так велика, это хорошо. И срок жизни мал, поэтому мы можем подобрать хорошие методики лечения. А заразиться можно, кстати, бытовым путем при половом контакте и так далее. Само заболевание, кстати, ну скажем, может быть очагом в любом органе. Это горло, бронхи, легкие, бихательная вообще система, но мочеполовой тракт. И вот как раз отдельно выделяют уроги гинекологический микоплазмоз. Это очень серьезно и поражает мочевой пузырь и половую сферу. И может вызывать и бесплодие и прочее. Тут надо быть серьезным к этому относиться. Так, теперь гистоплазмоз быстренько. Это легочные грибы, легочные формы. Это заболевание, которое, конечно, влияет в первую очередь на легкие, как и логично понять. Многие люди, которые являются, ну скажем, или когда-то были инфицированы, могут не выглядеть больными, но у них в острой фазе проявляется что может? Сухой кашель, лихорадка, боли в груди, как бы боли непонятные, на рентгене опухолевой нет вроде бы изначально. И общее, конечно, недомогание в связи с этим. Существует несколько видов гистоплазмоза. Острый, хронический, разделяют еще другие. И они есть еще каждое подразделение. Об этом мы, конечно, говорить не будем. Скажем только еще вот о чем. Что, значит, гистоплазмоз может воздействовать на других млекопитающих. Например, собак, кошек. Но эти животные, хорошо, что не передают заболевания людям и другим животным. То есть, непосредственно животное заражается, и оно болеет. Вот скажем так. Значит, есть такие специфические формы. Капсулатом, например, да, гипластом с капсулатом. Который соответствует человеческому гистоплазмозу. И, ну скажем, это такая форма очень сильная, близкая к дрожжевой. Вот. Значит так. Буквально, если попадает в организм, через 15-18 часов уже превращается в дрожжевую мицелевую форму. И, соответственно, значит, но пока иммунная система сильна, вот эти макрофаги наши, лейкоциты и прочие, это лейкоциты, они могут убивать дрожжи. Но всему есть предел, как и скандиды. Поэтому, опять-таки, могут быть какие признаки явные, таки, азноб, сухой кашель, при этом потливость, недомогание, боли в животе. Эти симптомы, значит, давайте так, знаете, что мы сейчас сделаем с вами? Вот я быстренько договорюсь сейчас, и мы перейдем и обязательно сейчас с вами к вопросам приступим. Я только доскажу совсем еще немножечко, что, значит, это заболевание характерно для тех, кто имеет частые простудные заболевания. На это надо иметь в виду, зона риска особая, да? И давайте последнее быстренько скажу про аспергилус, перейдем к самому интересному и важному. Значит, черная плесень, вы это видели. Не буду говорить, это самый патогенный из плесневых грибов. Он, попадая в организм, может прижиться и вызвать там нейропатию, что угодно. То есть, очень серьезные поражения легких, центральной нервной системы, что угодно. Значит, их несколько форм существует. Ну, о них, конечно, подробно не буду, а вот в тех потом рассылках, кому будет интересно, мы сделаем. И в продукте он тоже будет. Значит, избавиться от него можно, но очень сложно. Но это возможно. Возможно. Так, ну и теперь, давайте перейдем. Я упущу уже тогда, не будем с вами сейчас, мне подсказывают, давайте, чтобы люди все-таки главное поняли. Не будем сейчас, допустим, мукорный микоз разбирать там и так далее. А перейдем к последнему нашему этапу. Последний рывок, так сказать. Это общие принципы лечения грибковых и смежных заболеваний. Ну, тут специально на слайдах показано, что правильное питание, вот вы видите набор, да, и, конечно, он гораздо шире и обширнее. Это определенные могут быть специи в виде, ну, скажем, это, скажем, тут все, экстракт растений и прочее. А справа мы видим то, что сделать проще, но не будем убивать себя и свой организм. Итак, в лечении сводится вот к чему. Это комбинация правильного питания и образа жизни с так называемыми фармацевтиками. Пара – это за пределами, то есть это параллельно. Это то, что от официальной медицины почему-то в стороне стоит, хотя, ну, все, переизвратили мы сейчас. Это без химии, а натуральными природными средствами. Это ощелачивание организма, потому что все болезни так или иначе из-за кислой среды внутренней размываются, вымываются минералы щелочные, которые берутся на ощелачивание, чтобы кислотно-щелочный баланс привести в норму, какая природой запрограммирована. А кислотность, она всегда берет на себя минералы, и значит, мы лишаемся важных минералов, значит, надо ощелачиваться. И местное лечение. И, конечно, это будет полный и правильный метод. Но вот вопрос как, что, чего. Значит, во-первых, я уже говорил, что такое питание. Не буду сейчас, если вопросы будут, я подробнее отвечу. Значит, убрать питание от грибов. Никакого сладкого, подытоживаем, как бы, никаких газированных пройденных, вообще я не говорю про это, напитков, никакого мяса. Курс определенный лечебный. Зелень, больше живой пищи. И ягоды. Самые сильные из них. Лесная голубика, морожка, черника. Лесная голубика, конечно, это клюква и брусника. Значит, очень серьезные средства кокосового масла, да? Ну, тут же я говорил. В нем есть вот это уникальное каприловое. На самом деле там 7 кислот, но в том числе каприловое в ней содержится в 3 раза больше, чем в следующем, скажем, продукте с максимальным ее содержанием. Это сильное средство. Оно убивает действительно дрожжи. Ну, в идеальной пробирке. А в организме нужно, чтобы оно было доставлено в каждую клеточку. Поэтому тут есть мероприятия свои специальные. Это щелочная вода, то есть, которую можно легко в домашних условиях сделать, приготовить. В идеале, конечно, воду пить я рассказывал, какую. Она должна быть лишенная неорганических минералов, но потом минерализована. И, конечно, она должна быть 7,5 паше или больше. Ну, и, конечно, она должна быть живой. То есть, там есть другие четкие факторы, которые говорят, что это за вода. То есть, ее можно измерить, померить, окислительные, восстановительные потенциалы, другие параметры. Хорошо. Гигиена, это я уже рассказывал. Кондиционеры, это против гигиены. Если их постоянно не дезинфицировать, не чистить. А вот озонаторы, только без присутствия животных в доме и, так сказать, в этих помещениях и людей, можно. Это очень сильные дезинфекторы, озонаторы. Конечно, очень сильные. Можно применять ультрафиолетовые облучатели и даже не выходить, когда через них воздух продувается. В медицинских учреждениях тоже применяются, такие продаются. То есть, маленький вентилятор, воздух прокачивается, берется прямо из комнаты, в комнату уже выбрасывается через ультрафиолетовую внутри. Она снабжена кожухом, чтобы человек сетчатку глаза не обжег. То есть, тоже прекрасный метод. Если на эвкалиптовый экстракт, на ваточку класть в комнату, тоже прекрасно. Ну, хорошо. Йоготь, кстати, тоже дегтярный экстракт. Значит, укреплять иммунную систему надо через питание, богатое витаминами и минералами, через зеленые соки, коктейли и прочее, что я говорил. Конечно, очень важно иметь в виду, что отопительный сезон провоцирует. Почему осень? Во-первых, витаминов уже меньше, минералов пища у нас в основном вареная и прочее. Большую степень. Сразу фактор. Потом, отопление включают, сухой воздух? Про плохо, конечно. Очистка организма необходима. Это уже по методикам. Значит, интоксикация от отмирания грибов, поэтому очистка нужна. Нагрузка на лимфы, почки снятия печени обязательно. Ну и, конечно, если у нас нарушено пищеварение, а мы принимали какие-то вещества, которые тем более нужны, пищеварительные ферменты и пробиотики. Пробиотики – это бактерии, родные нам симбиотические бифидолакта и даже кишечные палочки, да, они не все патогенные, есть наши родные, которые, кстати, синтезируют нам и B12 витамин, и очень многие аминокислоты, в том числе незаменимые. Но другой вопрос, что у нас, как правило, все задавлено вредной патогенной микрофлорой фауны. Так, значит, и у нас вторая часть этого слайда, вот посмотрите, тут какие пункты. Еще факторы важнейшие – это отсутствие стрессов. Я про это говорил. К тому же нужно нормализовать отток желчи. Желочь не только запускает работу ферментов поджелудочной железы, и она же щелочная, она 8,6, это мощной второй удар. То есть попадает через желудок к нам инфекции, кислотность желудка, кишечная, желудка именно обрабатывает кислотой, потом уже полумертвые могут вирусы, например, или бактерии попадают в 12-перстную кишку, в следующий отдел пищеварительности, где протоки желчи выходят и обрабатывают как на контрасте. То кислота, а то сильная щелочь. И они уже погибают, понимаете? Поэтому отток желчи. Кстати, чеснок – самое сильное желчегонное средство. Но имейте в виду, если у вас в желчном пузыре камни, например, 6-7-8 мм, то желчегонные средства либо нельзя употреблять, либо очень аккуратно при контроле специалиста. Это надо иметь в виду. Значит, минералы, травы, питание – все понятно. И очень сильные средства, видите, тут перечислены. Это чеснок, рен, редька, перец. Это все вещества содержат эти продукты, что я перечисляю. Мощные антигрибковые средства, в том числе хвоя. А я делаю вообще хвойный коктейль уникальный. Это когда берется хвоя, она кидается в блендер, вода заливается, пол лимона, ну, на литр воды выжимается. Значит, туда мед можно добавить. Ну, это можно, когда вот с таким комбинацией с хвой. И получается в блендере зелень такая однородная, она процеживается через несколько слоев марли, получается зеленый коктейль. Приятный, вкусный и мощнейшее это средство против... А если туда еще несколько капель эфиропихты добавить, будет просто великолепно. Мощнейшее антигрибковое средство. Ну, тут черемуха, мед, правда, не во всех случаях. Если серьезные кожные, когда я говорил, вообще сладостей никаких нельзя, нельзя и мед. Но прополис – другой вопрос. А пчелиное молочко – это мощный иммунокорректор, иммуностимулятор. В Японии есть три института по изучению маточного молочка. Нигде больше в мире таких специальных институтов нет. Только так изучают вместе с чем-то. Это вообще, это уникально. Я вообще не буду, конечно, сейчас про это говорить, но, знаете, это действительно, это что-то фантастическое. Матка живет в 70-80 раз дольше пчелы, другой, любой, любого типа, там, охранника, трудовой пчелы. Это вообще, конечно, очень интересная вещь. Ну, ладно. Мыло использовать надо в этих случаях любых грибковых и как профилактика иногда с кедровым экстрактом, гектарным, еловым, эвкалиптовым. Прекрасно. Сода, можно полоскать рот содой. Соду можно ванной с содой делать. Значит, понятно. Есть очень сильное еще растительное средство – кошачья когуть. Масло чайного дерева, про которое можно создавать в своей массе и так далее. Надо иметь в виду, что обязательно в продуктах должен… А вот сера, микроэлемент, он содержится в больших количествах, например, в зеленом горошке молочной зрелости. Но, в частности, есть, конечно, и когда негде взять что-то, и препараты очень хорошие, я о них скажу, в которых есть сера. А ведь дело в том, что ногти, как раз и поедаясь грибком, и вообще они страдают от дефицита, и кожа наша, и ногти, серый необходимый, очень важный минерал для этого. Но хорошо, значит, народные методики, все об этом будем говорить. Значит, теперь давайте, друзья мои, вот что сделаем. Перед тем, как мы сейчас перейдем к вопросам, а для вас как раз это тем более будет важно, мы сделаем, что с вами сейчас. И потом вопросы. Вот тут вы можете уже готовить сейчас, готовиться к вопросам. Будем, я буду на них отвечать. Значит, стойки остались, молодцы. Кто не остался, кто ушел, но будет возможность еще просмотреть завтра этот видеоматериал. Но крайне важно, и сейчас мы подошли к важнейшей теме. Смотрите, значит, я что хочу вам сейчас представить. Перед тем, как начнем мы с вами серьезно работать по вопросам. Значит, вот все те методики, о которых я говорил, которые я за годы наработал, над которыми я сидел огромное количество времени и создал комплексные системы от любых грибковых инфекций, это вот я хочу вам представить вот эту уникальную методику. И про подарок-то, который я говорил сейчас, как раз речь пойдет, в чем заключается он. Вот посмотрите, это инфопродукт, ну назовем его так, в котором вот вы сейчас можете спокойно видеть, что вообще содержится, да. А значит, посмотрите. Во-первых, это методики от избавления от всех грибковых инфекций. Причем отдельно по детскому мы берем проблемам, да, по женщинам беременны, потому что нужно особо быть серьезно. И все-все-все, системный кандидоз, легочные микозы, грибковые псориазы отдельно разбираем очень серьезно, лишаи все виды, какие только существуют. Фактически я разобрал все, кроме каких-то редчайших тропических форм. Здесь даны методики абсолютно все, какие только понадобятся. Вот, пожалуйста, далее. Значит, к тому же, вот здесь как раз я собрал. То есть, такие методики и знания системные, что вы будете иметь у себя как настольное пособие, это на всю жизнь вам, вашим детям, потом всем пригодится, близким, знакомым, начиная вот от правильного питания, образа жизни, правил гигиены при этом, все подробно, комплексная подготовка. А ведь очень важно подготовиться к очистке организма и к лечению, потому что, когда идет лечение, погибать начинают грибки, их тела, трупы выделяют дополнительные токсины, а у нас и так организм загажен. Надо подготовиться правильно, чтобы не травмировать себя и свою печень, в первую очередь, и так далее. Значит, природные методы лечения, потому что я не признаю химических, и никогда бы своим детям, там, жене своей не дал бы их и себе, поэтому и вам не даю. Значит, какие комбинации? Вот тут как раз самое важное. И я даю системный подход, когда грибок не успевает приспосабливаться. Это переработаны даже не десятки, они сотни методов, но я выбрал вот эти алгоритмы, самые действенные, сильные, потому что сейчас грибки тоже очень сильными стали, имейте это в виду, особенно заразные грибки. Они учатся, они приспосабливаются, и вот в этом сложность. Потом, значит, не потому, что это какая-то реклама или что-то. Вот есть препараты в Коралловом клубе, я хочу вам сказать, у меня, кстати, на страничке можете зайти, там есть в блоге, как это можно поподробнее узнать. Так вот, есть препараты, которые, например, коллоидное серебро, просто вам скажу, это мощнейшие антигрибковые, антивирусные, антибактериальные средства, это 1-миллионная молекула, смогли ученые сделать одного института, вот именно таким образом добиться, что, ну, это мечта многих, то есть я вам так скажу. Вот если в каждую клеточку организма поступят вот атомы коллоидного серебра, то грибки, в принципе, погибнут, теоретически. Другое, просто в каждую клеточку, к сожалению, не получится. Поэтому это один из методов, в том числе. Но есть препараты уникальные, кора белого дуба, очень мощное антигрибковое средство. Кора вот того самого чайного дерева, экстракт чайного дерева, а помните, я говорил, чем я его лечил, там вот есть такой фирма аквариум фармасиутикал, звуковремистики, и там есть препарат милофикс, который содержит кору вот этого самого чайного дерева, как раз которым и другими средствами я лечил у рыб, например, через воду страшнейшие грибковые заболевания. И я разработал здесь методики комплексные, которые гарантированно любое поражение снимут и уберут. И уберут причину главное. И вот эти комбинации масел, прочее. Потом, особая работа с содой, солью, перекосью водорода и комбинации этих примочек, повязок и прочих дел. Как это правильно использовать? Ну, в общем, и главное, как очистить потом еще организм продуктов распада, гибели клеток, токсинов. Вот это тоже здесь сказано. Поэтому, теперь смотрите внимательно. Значит, вот сейчас я вам покажу страничку, вы можете перейти и изучить подробно, что содержит данный курс, и его приобрести. Значит, смотрите внимательно. Эта цена, конечно, на самом деле для этих знаний смешная. Но с 1 июля это будет цена 5 тысяч. И в блоге у меня, там есть раздел инфопродукты. Вы можете найти уже с завтрашнего дня, там будет цена 5 тысяч. Но сегодня для вас. И я хочу сделать цену особенную. Как всегда, я в принципе делаю в первом своем вот таком вебинаре, как я делал и по паразитам. И сегодня цена для вас. Вот если вы сейчас нажмете, видите, у себя в правом, левом, вернее, извините, в верхнем левом углу экрана вот такую табличку, где заказать вы можете нажать. Вы попадете на страничку, где подробно будет описано, во-первых, из чего состоит, значит, курс. Во-вторых, как можно заказать, перейдете, сможете это легко сделать, 2 тысячи рублей. Это просто, ну, что называется, дешевле это только бесплатно. А я все-таки огромный свой труд, свою и душу, и знание, и силу вложил в этот продукт, и я вам сегодня даю эту возможность, уникальную, всего за 2 тысячи. Значит, это будет только сегодня. Но сегодня у нас уже сейчас, что у нас с вами, почти 11, через час, ну, полночь, и начинается 27 число. Поэтому сегодня имеется в виду до 27 числа, до 13.00, до часу дня, так мы решили с организаторами конференции, будет для вас специальная вот такая особая цена. Потом с 13 часов дня, с завтрашнего дня и еще 3 дня будет цена 3500 рублей и потом уже 5000. Поэтому пользуйтесь такой уникальной возможностью, и у вас будет действительно уникальный курс, который поможет вам. То есть это будет пособие навсегда, на всю жизнь, потому что ничего не изменится, кроме каких-то модификаций грибов, а природные и натуральные средства и сильные методики, но я думаю, что сильнее уже ничего сделать, придумать нельзя, потому что все знания о природе, какие у меня есть, а они огромные, поверьте, во всех областях, я накопил и хочу вот вам как раз передать. Ну а теперь, дорогие товарищи, давайте что мы сделаем. Давайте я посмотрю сейчас, значит, конференцию, я туда зайду, и мы с вами будем отвечать на вопросы. И мы будем с вами отвечать на вопросы. Так что в левом, в верхнем углу у вас теперь это есть, и, пожалуйста, так, теперь, сейчас одну секундочку, мне надо сейчас теперь войти на конференцию, а вот, пожалуй, я уже вошел. Давайте я сейчас, одну секундочку, одну секундочку, вот, все-таки давайте я вам оставлю вот это на экране, табличку, значит, зайти вы теперь знаете как, а я вижу уже форум по-другому. Так, пожалуйста, вопросы. Ага, а потому что вы пользуетесь как, слушайте, это коллоидность, еще раз говорю, не коллоидность серебра, не кора чайного дерева, ничего, это не есть панацея, не есть. Панацея есть питание изначально, а коллоидное серебро, это всего лишь очень хорошее антисептическое средство, это мощный природный антибиотик. И был случай, я рассказывал, и много таких случаев я знаю, просто он очень показательный был, когда серьезнейшая онкология вирусной природы, вирусная у человека прошла именно из-за применения, в том числе, помимо питания, вот сахарный диабет первого типа, это здесь, это лечится очень легко, перейдя на адекватное питание, и я про это рассказываю подробно в своих выступлениях. Это в основном первого типа из-за молочных продуктов, потому что у нас есть такие поджелудочные железе, островки Лангерганса, а последовательность аминокислотных звеньев там почти идентичны, как в казеине молочном коровьем молоке, белке коровьего молока. И иммунитет иногда принимает родные клетки за чужеродные и начинает активно их уничтожать. Вот в этом природа любого автоиммунного заболевания. Так, давайте сегодня, пожалуйста, смотрите, седина волос, это причина нарушения медного обмена в печени. С медью проблема определенное усвоение, но не только, безусловно, это еще определенные минералы, в том числе кремния мало. Есть и другие. Значит, отрубвидный лишай, я подробно рассказываю, как в инфопродукте, как вылечить. Фан-детокс уникальная вещь, это, вот человек написал, давайте я вам, товарищи, расскажу, что такое фан-детокс. Это средство, которое один корейский ученый создал, там, Политбюро создавал для высоких чиновников. 15 лет, он использовал древние книги, медицину старинную, и там только растения, типа Годжи и другие, но он знал, как эти растения, когда собирать. В этом причина, мы же не знаем, это лунный календарь, прочие, погода, местные условия, тысячи факторов. И вот он комбинировал, он изучал, и в итоге он добился того, что действительно быстро идет сильная, эффект. И знаете, что я вам скажу? Даже вот циррозы печени, за 2-3 недели можно вылечить, при, конечно, том, что мы скорректируем свое питание. 2-3 недели, даже алкогольный цирроз печени. Лечится. Лечится только комбинацией правильного питания, и четкие воздействия на очаги инфекции, как внешние, так и внутренние, можно вылечить любые заболевания, к тому же надо учитывать факторы, о которых я говорил, воздействие электромагнитных, прочее, прочее. Если вы будете даже самые лучшие средства, вот правильно написали Тайяна Бродина, что фандетокс – это супер. Да, это правда супер, я говорю серьезно, там просто чудо, у людей гепатиты там, ну, не сильные вирусные, там могут проходить. То есть вот могут и вирусные, если это только при воздействии фандетокса. А ведь надо учитывать, кору, да, масло чайного внутрь, но не просто так, там надо, нет-нет-нет, это больше для наружного применения, внутрь можно, но нужно комбинировать. Сейчас очень быстро строчки бегут, пожалуйста, не пишите сейчас пока так быстро. Хлеб без дрожжей делать можно, льняные хлебцы можно, но поймите, вот все, что есть в муках, либо булочные изделия, сахара, полисахариды в том числе, это все, конечно, питательная среда для грибов. К тому же, любой хлеб вызывает слизь, это потому что вареная пища вызывает пищевой лейкоцитоз, когда вырабатываются лейкоциты, как на чужеродные любые вещества, да, в принципе, это тоже серьезная проблема. Так, сейчас, на фоне голодания и погодания сильно полезли прыщи, конечно. Я вам еще раз, вот смотрите, представьте, у вас есть определенные, допустим, паразиты у кого-то или есть грибки. Начинается голодание, это очищение, мало того, что организм из всех клеточек выгоняет в кровь и в лимфу, шлаки, токсины, так еще и грибки активизируются, если им не хватает пищи. Они начинают погибать массово, что тоже вызывает ряд токсикоза. И, конечно же, это, безусловно, значит, нужно, понимаете, сразу же нужно комплексно подходить и очищать. Ведь я, кстати, говорил саганян, я насчет паразитов, правда, я говорил так, понимаете, Марва Гошакна, вот все верно, система лечебного голодания у вас отличная, но, во-первых, там не варить только не кипятком, а просто заваривать 60 градусов твары травой, но это очистка организма. Но, если есть паразиты, сначала надо выгнать из организма паразитов, гельминтов, или грибки убрать, и потом голодать, иначе это может очень чревато, как мне многие люди пишут, что да, есть, я сильно худею, я прям лежу, сил нету. И, конечно же, потому что эти паразиты могут из организма забирать последние питательные вещества, конечно. Нистатин нельзя. Нистатин – это не такое сильное, конечно, это не цитостатик, это такое вещество, которое усиливает действие антибиотиков. Да, это антигрибковое средство, и у аквариумистики, я его применял вместе с тетроциклином, эритромицином, левомицином и прочее. Но не нужно, не нужно, вам это будет не нужно, если вы возьмете просто правильные натуральные ингредиенты, которые легко. Я, понимаете, я в своем продукте что рассказываю, о чем? Вот есть, вот такие-то средства, они меньше эффективны, их проще, вот такие-то более, вот уже готовые продукты есть, но в сочетании с мазями, которые все равно вы сами сделаете. Хотя Коралловый клуб, например, сейчас обещал выпустить, наверное, уже может быть выпустил препарат, где коллоидное серебро в виде геля как раз наносить на поверхности. Очень сильное средство, оно в лабораториях тестировалось поразительные вещи. Запивая воду, и да, смотрите, если вы любые препараты, неважно, Кораллового клуба, во время еды, то вы берите, старайтесь проглатывать, чтобы чуть-чуть водички, прям чуть-чуть не страшно, меньше глотка, чтобы ушло у вас, ну глоток на 5-6 каких-то пилюль, допустим. Опять-таки, кто еще не знает, не понимает, не беспокойтесь, я никогда бы не говорил и не советовал никакие препараты, если бы они были бы абсолютно не 100% натуральные, растительные и так далее. Потому что, что такое препараты? Мы же БАДами, что можно назвать? Можно назвать всякую химию, пустышки, а можно, например, спирулину назвать, природную водоросль или хлореллу, бурую водоросль. А это прекрасные, это БАДы, да, потому что это биологически активные добавки по функциям, но они абсолютно, абсолютно качественные и естественные, это часть природы. А я все воспринимаю так, что и советую, ох-ох-ох, ну вот как вы считаете, неужели я сейчас о варикозе, я только о варикозе вам быстро вот что скажу, товарищи, что смотрите, как происходит образование варикоза, быстренько если. Вот печень, когда загаживается, когда она у нас фильтрует, а печень это, понимаете, микропоры, печень это, это сито, это мембрана, как и печень, как и почки, мембраны. И когда они засоряются, солями неорганических минералов, вот пьем, едим жареное, вареное, токсинами, шлаками, фиброзной тканью меняются, то есть клеточки пор просто перестают кровеносные сосуды к ним подходить, и они просто становятся уже фиброзной тканью. Так вот, что происходит тогда? Функция замедляет, заменьшается, и венозное кровоснабжение, нижние вены полые, начинает расти давление. Ведь печень-то, чтобы кровь прогнать, нужно сердцу больше качать, во-первых, гипертония, увеличение давления кровеносного. Во-вторых, нагрузка на клапаны вен, они начинают ослабевать, и когда-то начинают набухать в виде гроздей, там плюс атеросклероз, плюс, конечно, хрупкость, недостаточно определенных минералов. Пикногенол различных веществ, таких, как биологическая активность, типа, которые эластичность сосудов делают, некоторых витаминов. Кальций замещается в сосудах на… То есть, там не кремний, а уже, где он нужен, а уже на кальций, они хрупкими становятся, и так далее, и так далее. Необходимо очищать печень здесь, очищать печень и лимфатическую систему. Я подробно… Слушайте, давайте сделаем вот что. Вот я вам сейчас такое сделаю предложение, его нету у нас, но я спонтанно решил это сделать. Вот то, что я вам сегодня говорю, вот когда я слышу от вас, да, вот что человек говорит, вот, например, а, SilverMax, я пользовался, ничего не получилось. А я вам еще раз говорю, системный должен быть подход. И вот чтобы был серьезный подход, я вам облегчу жизнь. Для тех, кто вот этот продукт приобретет, давайте с вами вот как договоримся. У вас будет такая уникальная возможность. Вот есть у меня продукт, он у меня, если зайдете юфролов.ру блог, есть раздел инфопродуктов. И там есть первый инфопродукт, самый важный, где у меня 12 важнейших видеозаписей, там 50 часов. Там в том числе есть 3-4, которых вообще нигде не публиковалось по глобальным проблемам, где я разбираю лимфу, почки, все разбираю. И вот эту уникальную запись, комплекс, пакет. И еще один пакет, инфопродукт номер 2, где я и онкологию, и детские проблемы, материнские там проблемы, ну, короче, я разбираю там пласт проблемы. Мы для тех, кто купит вот этот продукт по грибкам, мы предложим вам, а стоят они 5 и 2 тысячи, соответственно, за 2 тысячи тоже. То есть у вас будет возможность купить базовый комплект знаний, гигантский, благодаря которым вы сможете любому человеку объяснить, вот что называется, дав ему на пальцах, и он сможет быть хозяином своей судьбы, своего здоровья, взять свои руки. Так вот, будет у вас такая возможность. Не забудьте это напоминать, но вообще, кто этот купит комплект, уверяю вас, автоматически мы обязательно решим это с организаторами. Всем вам это вышлется предложение по вот этому уникальному курсу, запомните, инфопродукт 1 и 2, где будет 15 видео, мощных лекций, семинаров и разбор всех тем, вот о чем вы спрашиваете. Поэтому, давайте так, значит, если вы инсулин колите, то вы постепенно, вы питаетесь не дегидрированной пищей, а только живой растительной, вы постепенно меньше и меньше будете колоть, пробуйте, у вас все будет нормально. Голодать можно, но не надо пока, пока перейдите на живое, адекватное питание с преобладанием зелени, зеленых коктейлей, которые делаете вода, туда и укроп петрушка, туда можете яблоки, либо груши, чтобы чуть-чуть подсластить, мед можно, если нет серьезных кожных поражений, грибков, и это улучшит вкус, но туда же спирулину, хлорелу можете добавлять, а также сныть, очень хороша крапива. И постепенно вы увидите, у вас будет постепенно улучшение, и вы будете меньше, как и все, пользоваться уже дозами искусственной инсулины. Поймите, что, смотрите, инсулин нужен для сахаров, больше синтетических, чтобы доставить их, те природные, что натуральная фруктоза, в фруктах содержится, она без участия инсулина, если вы ни с чем другим не смешиваете, вот едите только фрукты, например, взяли черешню, и только черешню. Конечно, вы сейчас на данном этапе, кто болеет саконодиабетом первого типа, не надо сразу брать черешню и есть, но когда ваш организм, микрофлора, чуть приспособится к этому, уверяю вас, значит, там уже почти не надо инсулина, у вас нормально, у вас клетки, значит, если у вас разрушены островки лангерганса, безусловно, поскольку первый тип диабета, автоиммунный, я говорил, но у вас есть еще на панкреатических протоках клетки лангерганса, а значит, у вас возможна регенерация, и у всех людей, кто перейдет на адекватное живое питание, на сыроедение, о чем я, кстати, в своем первом инфопродукте даю такие мощные ролики, кстати, там есть очень интересный про онкологию раздел, но углеводный обмен, углеводный обмен, но это сейчас не будем. Так, потом вот вопрос, очень Светлана очень пишет много про грибы в пищу, грибы в пищу в принципе не надо, сырые шампиньоны, да, если они выращены не на субстратах химических, где неизвестно откуда почва и так далее, сами выращивайте, но все-таки я бы не советовал, если у вас есть грибковые заболевания, пока вообще грибы любые исключите. Перхоть, это я подробно разбираю все виды воздействий, мази, как составлять самим, кремы, как использовать внутренние препараты, и прочие процедуры, конечно, это я подробно разбираю, это же очень важно, конечно, косметикой на, так-так-так-так-так-так, косметикой нет, косметикой пользуйтесь только на основе растительных масел и эфиров, все, чага, гриб это другое, тут при антиопухоли препарат сильный, его надо знать, как правильно заготавливать и пить, иногда он дает большой плюс, но не надо его пить, если у вас, ну вот при грибковых заболеваниях пока не надо, если бы вот рядом под рукой специалист, он может подсказать, сыр ни в коем случае, так, а где брать кальций, никогда из сыра, молока, творога, вы не возьмете кальций, более того, если вы будете есть молоко, сыр и творог, вы будете всегда испытывать огромный дефицит кальция, который с годами приведет вас обязательно к остеопорозу и другим заболеваниям, а почему в кальции, в молоке много кальция, но вы всегда будете иметь дефицит, я подробно рассказываю, я даже добавление специальное сделал, в общем, через два дня у меня в блоге будет выложено, для тех, кто хочет это еще не знает, хочет узнать, почему нельзя сыр, молоко, творог, почему от этого разрушаются кости, а не наоборот, как врачи говорят, чушь собачью, только вы сами поймете все, я подробно разбираю, сейчас просто не успеем, вот допустим, 13, ой, ровно неделю назад, 18 июня, я записал очень серьезный вебинар, он будет выложен через два дня в моем блоге, и вы посмотрите, и вы будете 100% знать почему, к тому же по питанию там будет очень серьезная разборка, так, хорошо, в ферментированном чае полезные вещества остаются в виде минералов в основном, в основном в виде минералов, вот это полезно и ценно, и некоторых еще эфиров, да, если он ферментирован до 43 градусов не выше, значит, про стафилококки, я это вообще, знаете как, вообще это, давайте так, хорошо, в инфопродукте, а я хочу внести маленькое добавление, завтра в этот инфопродукт еще будут вноситься самые последние добавления, у меня остались кое-какие лабораторные, ну, скажем, последние данные, очень интересные, которые я хочу внести, дополнить этот инфопродукт, я про стафилококк, хорошо, там скажу, это вообще-то бактериальное заболевание, не грибковое, но оно лечится сходными методами, я сделаю на этом акцент, хорошо, договорились, договорились, значит так, знаете, арома масла, вот мы, например, для мыла берем эфиры, которые вообще в заморозки перевозим, какие-то делаем сами, это очень тонкая проблема, они же могут, понимаете, химическим путем синтезировать ароматы, ну, кто знает, ну, самый лучший метод, вообще, брать хвою, замораживать на зиму, брать хвою, там, понимаете, циклы проводить четыре раза в год, когда мы берем хвою, в блендере размалываем, вот, как я рассказывал, хвойный как-то, лизумительно, хвою можно в экстракт выжать, и, нет, кисломолочные нельзя то же самое, ну, это не так вредно, в меньшей степени, но поймите, что такое кисломолочные, когда бактерии определенные, и грибки, грибки начали уже поедать молоко, и выделять у него свои фекалии, и вы это пьете кисломолочные продукты, уже с токсинами определенными, и это, это, естественно, продукт молочно-кислого брожения, не так опасен, как другие гнилостные, там, например, брожения, процессы, но, тем не менее, тем не менее, это уже измененный продукт, которого в природе нет, вы поймите, молоко создала природа только для кормления матерью, своего детеныша в грудной период, и более ни для чего, больше ни для чего, и не надо, пожалуйста, извращать законы природы, они всегда боком нам выйдут, эти извращения, только нам, не природе, ей-то, ее законы миллионы, миллиарды лет идут неизменно, все, молоко создано, чтобы дать иммунитет маленькому ребенку, и потом напитать его до того момента, пока он сможет самостоятельно питаться взрослой видовой пищей, все. Пыльцу, да, топинамбур можно, конечно, потому что в топинамбуре при диабете спрашивают, там есть вещество инулин, аналогично инсулину, там уже глюкоза, ну, фруктоза легко, там и фруктоза, и глюкоза, и моноза еще, там есть сахар простой, моносахариды, эти все моносахариды спокойно усваиваются благодаря инулину веществу, конечно, особенно инулина много после зимовки, клубни под землей, топинамбура, поэтому свежий топинамбур изумительный, да и сироп топинамбура можно даже для диабетиков, да, можно, но поймите, если вы этим не будете пользоваться, нет, свежий топинамбур вообще прекрасно, то вы постепенно излечите диабет, нарастут островки лангергансы, уверяю вас, уверяю, первый диабет, да, конечно, поэтому это я ответил на вашу пыльцу, можно пыльцу, можно с прополисом пыльцу, и потом уже с медом, чуть позже сначала мед нельзя, конечно, потом будет можно, не волнуйтесь, броши ноги, все причины изначально грибков, ногтей, отпаривать, я ванночке все расскажу в своем инфопродукте подробно, как какие в ванной делать, когда вот проблемы с ногтями, с пяточными вот этими, грибков, подошв, там, значит, стопы, и там как раз будут все примочки, компрессы, какие, как комбинировать их, вот я и пробросший ноготь, там, его надо размочить, конечно, сначала отстричь, но потом он изменит структуру, потому что генетическая программа в клетках, которые образуют вот эту руговую оболочку, сам ноготь, они остаются, генетические программы, поэтому надо убрать первопричину грибок и подпитать правильными минералами, чтобы не было дефицита поступления минеральных веществ в, соответственно, при синтезе ткани вот этой, которая образуется, костный и роговой слой, как же и про волосы, и волосы могут расти, и волосы могут отрастать, конечно. Так, так, по связи питания и зрения, ну вот я говорю, очень много лекций по связи питания и зрения, да, там есть много нюансов, начиная от, понимаете, это дисфункция глазодвигательных мышц, но причина могут быть в том числе паразиты, особенно тексокары, которые, это собачья скорида, которые паразитируют в глазу, потому что там очень много на глазном дне, каротина, именно уже каротина, и я про это говорю, да, говорю, конечно, это найдете в моих этих лекциях. Вот так, ох, слушайте, я же про температуру забыл, ну вот молодцы, кто остался до этого времени, слушайте, все, значит, вот слушайте метод, методику, при которой каждый человек избавится, буквально за 30 минут, ну пусть час, когда очень сложная форма, от температуры высокой, без всякой химии, без всякой гадости, что вы делаете? Значит, ребенку то же самое, как у меня бывало, вот заразилось вирусом каким-то, подцепило, черт знает что, весь класс лег, так сказать, месяц лежат, у меня на следующий день, все, все делают, работают, ходят. Значит, вы берете следующее, готовите кружку эсмарха, отложили ее в сторону, готовите кастрюльку, эмалированную, либо нержавейка, значит, вы берете для взрослого человека, литр дистиллированной воды, ну, можно после обратного осмоса, да, что лучше всего я советую, ставите, значит, наливаете его в кастрюльку, берете свежевыжатый сок свеклы, литр, либо 700 грамм, но если 700 грамм, то тогда 1300, для детей, конечно, не надо один к одному, для детей надо взять, например, ну, если мы берем, опять-таки, такой же объем, полтора литра и 500 грамм свекольного сока, сливаете вместе, два литра получается, туда столовую ложку соли, лучше каменной, крупной, и столовую ложку соды, и половину лимона свежего сжимаете, только через марлю, чтобы ничего не попало, такое раздражение не вызвало частички, все это мешаете, помешиваете, 39 нагреваете, если у вас 39,5, там 40 нагрели, но не больше, градусник смотрите, спиртовой держите, мешаете ложечкой, дальше, значит, все это дело, резко подготовились, да, но что значит подготовка, передшествует этому подготовка, в идеале вы даете, в идеале, если есть на то время возможность, это просто будет гарантированный метод, берете магнезию, 1 грамм, там, на 10 килограмм веса, значит, и вы магнезию с водой в теплой воде размешиваете, стаканчики, выпиваете, значит, один, или потом, если нет позыва, в два раза, такую процедуру, и вы, у вас будут позывы, у вас, извините, будет понос, да, все прекрасно, а понос это тоже средство очистки, потому что организм разжижает, и в виде жиженом, будет выводить шлаки, токсины, но вы при этом пьете, много-много надо, стаканчик, стаканчик, каждые 10 минут, вот воды пьете, пьете, и в итоге понос пронесет, когда все закончилось, вы берете, вот это все приготовили, наливаете, значит, в кружку эсмаркороствор, приготовленный, и, как говорится, пользуетесь, значит, как можно дольше удержать, нужно это внутри, да, поэтому пользу эмбриона можете, там, кто сможет 20 минут, будет просто молодцом, значит, потом, уже позывы все в нем, мы готовы, вам надо это все слить, значит, не волнуйтесь, поскольку там соль, и раствор получился, который не впитается в вас, а наоборот, из вас будет высасываться, потому что все идет в концентрацию, где больше соли, поэтому там соли нужна, но имейте в виду, что при этом предшествует, вот я говорил, в идеале, можно, конечно, без подготовки, без делать промывания такие, ну, и в 3-4 надо будет сделать, а лучше, чтобы весь кишечник очистить, это будет небо и земля, и вот тогда гарантированно, буквально там все пройдет, после кружек эсмарка за полчаса, то есть вы, значит, вот это вот, значит, сода, значит, как она, господи, магнезия, да, английская соль называется, значит, принимаете, потом пьете, пьете много тепленькой водички, все, вас проносят, вы сделали кружку эсмарка, потом все-таки это все вылили, но перед тем, как уже прям на унитаз, что называется, живот свой проминайте, проминайте, вот так проминайте, максимально бурлит, и все это выйдет, смотрите, буквально у ребенка, ну, ребенку от возраста литр может войти, маленький ребенок чуть меньше, да, ну, например, допустим, я вам так скажу, например, 12 лет там, ну, скажем, там 2 литра, можно до 1,5 раз спокойно, если ребенок там 5-6 лет, литр спокойно, и вот, если один раз это не помогло, точно, уже второй раз сделаете просто кружку эсмарка, все, гарантированно все пройдет, бывает за полчаса буквально, понимаете, бывает чуть дольше, от нюансов зависит, все, температура нет, температура 39 должна влиться внутрь, то есть вы сразу кружку эсмарка, вот греете на ванночке, потом 39, кружку эсмарка, и ставите ее, вот такой метод, и поэтому, когда вы будете чиститься от, значит, а там будет эта методика тоже, там развернутая, от последствий микозов, то есть когда грибки надо и их содержимое, их токсины вымывать из организма, там будет тоже, соответственно, вот эта вот методика, она очень важна, ну, а вы знаете, дело в том, что Нобелевская премия, вот она вообще, конечно, многое за что могла бы, действительно, людям, вот вы знаете, например, на Нобелевскую премию выдвинут, сейчас я вам скажу, какой препарат, кстати, Кораллового клуба, но только это не они его, так сказать, изобрели, да, выдвинут H500, это, например, это самый мощный из доказанных антиоксидантов, и, кстати, воду он делает, ОВП минус 500, это, ну, это мы пьем, ну, плюс 2, давайте так, по воде, важнейшая лекция моя, очень сильная, по воде, в инфопродукте номер 1, который мы вам предлагаем, как вот бонусом, кто купит этот продукт, я про воду в других лекциях, ну, не так подробно, конечно, как в том продукте, но рассказываю, просто тогда была оказия, ко мне приехало телевидение снимать про воду, и мы очень серьезно сделали такой фильм, 40 минут он у меня идет, и он есть в инфопродукте, номер 1 под последним пунктом, по-моему, номер 12, либо 13, прямо вот о воде, вот там все о воде, чтобы вы знали, насколько это все серьезно и важно, и как важно знать, вот эти физико-химические, важнейшие критерии воды, основные, особенно ОВП, коэффициент поверхностного натяжения, все это очень просто, я так просто, доходчиво это объясняю, на простых примерах, но это важно, так, поэтому есть, и знаете, никогда, вот почему академику Уголеву, вот его, когда он открыл Аутолис, процесс самопереваривания, да, его выдвинули на Нобелевскую премию, подали, это чудо, но понимаете, это чудо было бы, если бы ему дали, конечно, ему естественно не дали, но чудо, что уже выдвинули, это уже как 100 Нобелевских премий, потому что тогда пришлось бы менять основы, основ всего, физиологических таблиц, системы пищеварения, фармацевтическую промышленность, вообще, поэтому никто никогда это не даст, ну как это могут, как вы полагаете, невозможно, так, схема очистки кишечники, да, да, и печени, а без печени нельзя, так же, как по паразитам, вот когда мы проводили по паразитам, вот такую же конференцию, а после нее была, вот этот инфопродукт, который я специально подготовил, прям вот до последнего, носил данные туда, там тоже я даю систему подготовки, систему очистки потом, в том числе печени, а без этого нельзя, я подробно, что вы, печень это, конечно, я про это говорю поподробнее, нет, мед нельзя в больших количествах, когда у вас будет, когда у вас, не дай бог, грибы, либо подозрения на них, не надо, не надо, гораздо быстрее пойдет поправка, если вы не будете применять, так, для взрослого, литр воды, литр свекольного свежевыжатого сока, для детей меньше, просто одну треть, например, для маленьких одну четверть, это очень хорошо и сильно работает, очень, там активный хлор, но только не химический там, ну, в общем, да, я, но это опять-таки, вот этот моллюск, понимаете, который вы пишете, вот вы его называете, да, ну, есть, это немного другое, тут все-таки больше к вирусной природе, мы разберем это, когда я буду, я надеюсь, буду, если у меня найдется время, я, у меня вот так мало, но я вот неделю только к этому готовился подробно, сумасшедшим темпом, даже все новейшие данные, прочие перепроверки, но я когда-нибудь соберусь и сделаю провирусные и грибковые, и вот тогда мы закроем с вами, и еще будут по простейшим, то есть, вот то, что мы как цииди и всякие хламидии, вот это все, да, вот все это простейшее, мы разберем, возможно, я совмещу вирусы с бактериями, но посмотрим, насколько материалы, видите, и сегодня мне уже организаторы сказали, ну, давайте надо, как говорится, закругляться, все не успеем, потому что люди уже уходят, ну, это понятно, у кого-то три ночи, у кого-то пять, люди из разных регионов подсоединяются, но это очень важные вещи, к сожалению, ну, посмотрят в записи, я думаю, запись мы все-таки еще завтра оставим, я попрошу организатора вот этого вебинара сегодняшнего, потому что кто завтра, некоторые не успели сегодня быть, мне такие писали, ну, никак не могу, открыть, ну, можно в записи, я говорю, ну, давайте на день оставим. Так, значит, ацетон в моче, да, при диабете, да, да, воду, конечно, отвары, можно, если, смотри, какая система, методика, голодание, это одно, там надо пить отвары, да, но перед этим, перед этим изучите, есть ли у вас серьезнейшие вирусные инфекции, типа цитомигловирус, бета-гемолитический стриптококк, наибактерии, смесь с вирусом, вирусы, герпесы и прочие, половой герпес, значит, какие глисты, если паразиты, и, конечно, по вот этим нашим грибкам, и вот тогда можно будет правильно, значит, можно голодать или нельзя, потому что при все-таки бактериальных, там, вирусных можно голодать, и очень хорошо, то при, если есть глисты, ни в коем случае голодать нельзя, просто, ну, представьте, лямбли и кровь просто сосут, непосредственно, из кишечника, или, допустим, там, какие-нибудь, бычьи цепени, широкий лентец, ну, все, о чем я говорил, кстати, кто не смотрел, обязательно посмотри, обязательно посмотрите, у меня в этом есть вот эта лекция, 13 мая, и еще одна выложена, вот, значит, а там очень, а дело в том, что H500, он состоит из очень интересных компонентов, причем это минералы в особой форме, ну, например, смотрите, не карбонаты, те, которые не усваиваются в побольшей степени, или сульфаты, а, например, калий содержится в форме цитрата, кто-то, если химик, понимает, магния, цитрат тоже, это, допустим, значит, допустим, ну, барат, натрия, это кремний, это диоксид, поэтому там ничего вредного не содержится уж точно, а минералы уникальные, которые создают вот эти физико-химические свойства воды, такие уникальные, например, ОВП-500, у нас ведь, понимаете, ведь есть мерила, это нормы реакции, это предел, в которых существует признак тот или иной, и вот есть признаки, которые сама природа заложила, и мы можем только померить, то есть мы их можем просто фактически констатировать, у нас внутри клетки, межклеточная, то есть внутриклеточная жидкость минус 100 ОВП, ее электропроводность, а межклеточная минус 50, минус 70, так природа предусмотрела, когда мы пьем плюс 200-300, а из-под крана идет именно такая ОВП, то у нас она в организме должна восстановиться, но что значит восстановиться? Эти молекулы отберут миллионы электронов у рядом стоящих молекул, это тоже свободные радикалы, получается воздействие по принципу свободных радикалов, и вот чтобы этого не было, воду мы в идеале должны пить, а если организм тем более ослаблен, тем более с правильным ОВП, как у нас внутри клетки, минус 100, но поскольку у нас много других факторов, очень серьезных, то вот я вам так скажу, что минус 200-300, а тем более 500, вот, например, этот препарат, его применяют так, особенно организм ослаблен, ну, допустим, месяц пьете, месяц нет, капсула одна растворяется в воде, размешивается утром, кружечка 200 мл, чашечка воды, и вечером чуть теплая, вот это будет прекрасно, помимо того, что сама вода в идеале, если уж мы говорим о Коралловом клубе, есть такой Коралл Майн прекрасный, там, ну, скажем, это из Кораллов добывается он, да, то там набор, во-первых, минералов, порядка 60 микроэлементов, да, во-вторых, и макро, во-вторых, они органические, ионные, водорастворимые, в воде размешиваете, в воду они переходят, и поэтому эти уже минералы, в отличие от неорганических солей, усвоятся, вот в этом огромное отличие, и к тому же все вот эти физико-химические свойства, они как раз будут восстановлены до тех природных значений, какие нужно, например, коэффициент поверхностного натяжения, в норме он 40 дин, а как раз таким и будет, а если он 70, то вода не такая активная, она не может уже из клеток вывести так активно, то есть она не проникнет во все поврежденные, понимаете, вот мембраны клеток из-за нашей жизни, из-за нашего питания, многие сильно зашлакованы, на них неорганические минералы стоят, как решетом, как, знаете, в решетку тряпку кинули, грубо говоря, как кляп, и вот вода только очень активная, с мелкими кластерами правильными, текучая вода, так называемая активная, вот что значит активность, она пройдет, поэтому эту воду нужно учитывать, я очень даю серьезный вот этот вот продукт, именно воде в своем вот этом наборе, главном, первом. Так, сайт, да, сайт это вы наберете просто Фролов Юрий Андреевич, в любой поисковой системе, на первых местах будет мой, так сказать, сайт сразу везде вылезет, мой блог, блог вернее, да, у меня много сайтов, они посвящены разным темам, но блог мой, конечно, юфролов.ру, сразу найдете, а в нем есть раздел инфопродукты, извините, в нем есть раздел проекты, проекты, вот там разные мои сайты, надгар.ком по биопродуктам, я же произвожу биопродукты еще, органически сами выращиваю, у меня много точек заготовки лесных ягод уникальных, у меня, ну, в общем, работа с моими коллегами, товарищами разных регионов России, и даже вот и в Абхазии, потому что оттуда у нас тоже приходит уникальный, горный мед, дикий и прочее, прочее, поэтому что-то мое личное, что-то моих товарищей, продукты, кстати, у меня есть маточное молочко, ой, слушайте, давайте пару слов, а это вообще уникальный, как я уже говорил, но продукт творения природы, но это мощный иммуностимулятор, иммунокорректор, но знаете, в чем дело? Вот есть люди разочарованные, и знаете, почему они разочарованы? Они его применяли либо в порошке, либо в виде растворенной в меде, все, в 10 раз, в 20 раз свойства теряются, единственный способ, как с березовым соком, единственный способ предусмотрела природа, это консервация холодом, все, есть один способ, на пасеке, берется сразу маточное молочко, оно в инсулиновые шприцы набирается, колбачки загибаются, чтобы воздуха не грамма, то есть выпускается воздух, и сразу замораживаются, и вот если это заморозить, и хранить при низкой температуре, хотя бы минус 20, у меня это минус 28, то потом мы доставляем, кстати, своим клиентам, ну я вообще говорю, что как это можно сделать, и вот это под язык уже, доза минимального курса, 15 дней, потом 15 перерыв, это по 0,3 миллилитра, 0,3 кубика под язык, утром натощак под язык, и рассасывать, но до этого лучше процедуру сделать, когда во рту мы масло берем, подсолнечное, лучше льняное, и полощем как бы язык там, вот так полощем, минут 15-20, прям выливаем, увидите, белое какое все, это как раз, и выходят и кандиды, и железы, очищаются слюны, и поры, и в общем, это хороший методик, после этого промываете рот, и вот хорошенько промыли, водой промыли, и потом под язык, в идеале, вот этот вот маточный малыш, он рассас, а знаете, в чем суть? Если вы его в пищу примете, то оно переварится, многие элементы будут изменяться, изменят структуру свою, а под язык напрямую в кровь впитаются, потому что там нет высокомолекулярных белков, там низкомолекулярные белки, иммунные белки, и они впитаются в кровь легко, и они не вызовут в крови реакцию антигена-антитела, но они будут корректировать, вот, как бы сказать, на генном уровне, на биохимическом уровне, обменные процессы, понимаете, какая штука, но только так это действует, это чудный продукт природы, если он в замороженном виде, и тут, конечно, зависит всё от качества, как пасечник сделал, как он экологического мировоззрения, неправильного понимания, как он грамотно хранит, и перевозит главное, потому что подразморозить ни в коем случае нельзя, а у нас это как раз очень серьёзно, я ведь как раз специализируюсь, поскольку тонко биологические вопросы, все эти любые знаю, я, понимаете, я большой педант во всём этом, поэтому я такие вещи устраиваю, когда у меня там замораживаются, вот перед, там есть функция у профессиональных лари, суперфросты, различные функции, когда минус 30 и больше можно сделать, всё это ледяные пластины, вот этот вот шприцы переводятся в центре, под льдом, над льдом, в термокоробках, так, чтобы температура при переезде не была, такая же минус 20 с лишним она и остаётся, но в общем вот таким образом, так, не совсем я понял, значит, ну про маточные лады, когда неоднократные промывки, кишечные температуры взбивали незначительно на короткое время, а силы уходили, так, ну во-первых, конечно силы и питательные вещества, когда понос вообще, когда промывание, тоже вымываются, поэтому надо потом организм питать, но, как вы это, я вот, например, не знаю ни одного случая, если сделана правильно система промывания кишечника, вот то, как я говорил, с предварительным потреблением магнезии, да, с водой тёплой и так далее, про, я не знаю ни одного случая, чтобы температура не снизилась, ни одного, я вообще по проблему эту объясню подробно, как-нибудь подробно, где-то, я уже не помню, в каком своём вебинаре я отвечал, как, это процесс очень интересный, образ синтеза и распада молекул АТФ, и именно в этом здесь есть первопричина, что такое высокая температура, я, это связано с гнойными процессами, с гнойными токсинами, с интоксикациями, но подробно я потом как-нибудь отдельно это ещё расскажу, чтобы вы понимали всю биологию, я знаю, что меня смотрят много сейчас и людей, кто постоянно следит за моими выступлениями, лекциями, я ведь пытаюсь, посмотрите, как говорить и отвечать, говорить так, чтобы вы поняли процесс, я не люблю просто да, нет или что-то такое, потому что каждый человек должен отвечать обязательно, понимать, а не, так сказать, заучивать что-то или верить, я вообще хочу, чтобы люди разбирались, и главное, что нам знать, это биология, это свой организм, это главное, что в жизни нам может действительно быть нужным, пригодиться, вот, так, что делать, если идёт выброс желчи в желудок, при вырезанном, подождите, в желудок это исключено, почему, потому что желчные протоки, сливаясь вместе с панкреатическим протоком, идут непосредственно в поджелудочную железу, а между желудком и поджелудочной железой, есть клапан-привратник, то есть никак туда не пройдёт, если, конечно, совсем там не нарушена дисфункция этого клапана, или бы он частично не разрушен по какой-то причине, да, но, тем не менее, ещё раз говорю, вот почему, почему, смотрите, все среды, начиная с внутреннего организма, щелочные, начиная с поджелудочной железы, кислота нейтрализуется желудкой, если она даже частично попадая, не растворяя пищу, поэтому очень важно правильно питаться, и в плане не только, какой вид питания, а потреблять как продукт, не смешивать с водой, так вот, и вот, эта кислота нейтрализуется сильнейшей щелочью поджелудочной железы, как раз для этого нужны минералы щелочные, вот почему, кстати, знаете, с чем отличается просто желчь печени, от желчь печени, в желудочном, желчном пузыре, а то, что в желчном пузыре, желчь в 10-15 раз более концентрированная, и она поступая, если вдруг мы съедаем, наедаемся не пойми чем, и требуется много желчи, она выбрасывается сразу в концентрированном виде и справляется, поэтому люди, у кого нет желчного пузыря, особо быть надо внимательными с питанием, чтобы не было сильной, там, жирной пищи, такой-сякой, то есть, чтобы не требовалось много ферментов, во-первых, поджелудочной железы, а ведь желчь, она активизирует, например, трепсин, фермент поджелудочной железы, который белки, полипептиды, расщепляя уже до аминокислот, понимаете, которые всасываются легко и просто, отдельные разрозненные участки белковой молекулы, аминокислоты, как кирпичики, да, большой стены, да, так сказать, они всасываются в тонком кишечнике, через поры слизистые, и в кровь поступают, и все отлично, из них строятся потом, как говорится, все необходимые строительные компоненты, так, а вот по оплате там и так далее, это, пожалуйста, я прошу вас, кстати, товарищи дорогие, вы мне, найдя мою почту там, пожалуйста, не пишите по оплатам, это на себя как раз, это работа, задача организатора, вы представьте, сколько мне сотен, у меня 20 видов, моей видов деятельности, бизнесов, как угодно назвать, да, это, это, действительно, люди мне говорят постоянно, я не понимаю, как это возможно все успевает, даже часть этого, даже десятую часть, ну, это правда, так, ну, уж, пожалуйста, не нагружайте меня и этим, то есть, по всем вопросам, по оплатам, как, что, это вам обязательно подскажут администраторы, в службу поддержку пишите, я обязательно прошу так сделать, чтобы организаторы дали вот такую почту электронную, на которую можно запросы отправлять, вот, именно по таким техническим организационным моментам, вот, да, благодарю, что, так сказать, так, у меня низкая температура, нет, нет, это не обязательно, низкая, понимаете, причин может быть и несколько, и чувствовать себя хорошо, ведь это тоже такой вопрос, да, понимаете, организм приспосабливается, когда даже человек неправильно питается, зашлаковывает себя, загаживает в последней степени, и потом, вот, переходя, например, на сыроедение, ему становится плохо, он говорит, сыроедение глупость, я говорю, человек глуп, а не сыроедение глупо, это единственный возможный вид питания в природе, идеального усвоения пищи, когда живое передает энергию, жизнь, клетку, строительный материал к другому живому организму, по-другому не бывает, но остальными питаются сапрофиты, редуценты, разложители, но у нас их много в себе, мы своей пищей неправильной питанием, вареной пищи, размножили себе в кишечнике, огромное количество не симбиотической микрофлоры, а патогенной, которая разлагает вот эти, вот, собственно, дентурированную пищу, чтобы нам совсем не погибнуть от интоксикации, частично усваивается что-то у нас, конечно, частично, но и шлаки, токсины также, и плюс их продукты выделения, а на них паразитируют уже вторичные грибки, как или, ну, сегодня тема грибков, но не только грибки, вирусы, бактерии, и стафилококки те же, вот уберете вы проблему питания, будете питаться живой растительной, натуральной пищей, желательно, конечно, сейчас лето, сейчас сныть крапивы, зеленые коктейли используете, мощнейшие антисептики, прочее, очищайте организм, вот как я говорил, потом можно по системе, той же огонян, или еще кого-то пройти методику, если вы определились, что у вас паразитов нет, обязательно, и вот тогда, все будет обязательно хорошо, так, чеснок, да, конечно, конечно, запросто, с удалением желчного пузыря, чеснок, конечно, можно, если только, ну, в почках, там, это все-таки желчегонная среда, можно, конечно, можно, если вы чуть-чуть съели, потом больше, больше, все в порядке, можно смело, конечно, конечно, плесень можно убрать из организма, во-первых, не дать ей родную для нее среду, убрать среду, то есть убрать питание, изначально сладостей, убрать крахмалы, вот эти все рис, картошка вареная, я имею ввиду, да, рис можно, пожалуйста, проращивать, есть мягкие сорта живого риса, который прорастает, красный, там, прочий, очень полезный продукт, кстати, оболочка риса, содержит очень много кремния природного, кстати, для одного из препаратов, вот кораллового клуба, ну, вообще, где кремния содержится, вот, например, по-моему, в гидроселл, есть такое средство, очень интересное, жидкое, которое тоже активирует воду, так вот там кремния, а он получен из оболочек, вот, риса, то есть, но это зависит от того, на какой почве выращен, понимаете, много там кремния или нет, то есть, там кремния много, прекрасно, это очень полезный продукт, но поймите, вы сварили рис, и кремний разрушился, нет там уже никакого кремния, то есть, уже там форма кремния иная, вот, почему правильно девушка задала, или кто, один вопрос, про вот этот H500, вы читали, в каких формах, там ни карбонаты, ни какие-то там, формы, цитраты и прочие, которые, и причем водные коллоидные формы, которые усвоятся гарантированно, так, ну, хорошо, у меня идет заброс пищи из желудка обратно, не понял, обратно в желудок, что ли, из 12 пищи, из желудка обратно, из желудка, куда, не совсем, ну, тут не совсем понятно, нет, это могут быть еще и анатомические уже изменения, конечно, под воздействием какой-то, может быть, и некротических процессов, вызванных в том числе грибами, тоже клапаны между 12-перстной, ну, я говорил про это, да, так, ой, так, давайте так, опухоль головного мозга слишком серьезная вещь, чтобы сказать так сразу, это нужно обязательно, либо индивидуальной консультацией, с хорошим специалистом, кто обладает знаниями, комплексными биохимией и прочее, но по онкологии, у меня даже есть писали отзывы люди, вот, по моим рекомендациям, с четвертой стадии, когда излечивались, с четвертой стадии онкологии, так, чайный гриб нет ни в коем случае, никаких грибов высших вот этих паразитических и условно-паразитических, условно-патогенных нельзя, ни чайный, ни молочный, никакой, ни грибы, я говорил про это сегодня, производят в Японии, а, да-да-да-да-да, значит, смотрите, это добывают из больших скважин, с большой глубины бурят, это не поверхностно, естественно, радиологически любой, проходит самый жесткий там контроль, не волнуйтесь, в этом плане, конечно, там нет, вот раньше тоже я боялся, была фирма, ну, она и есть, там, Никен, там, Витграсс был, вот, сушеный, так, и я его, я его, знаете что, я его тоже боялся одно время брать, и не стал, потому что все-таки это на поверхности выращивают, на полях, а, кто его знает, хотя там говорили, что в другой части Японии, это я согласен с вами, я бы тоже, а это нет, это глубинные, там не страшно, там уже, так сказать, так, сейчас смотрим дальше, на локтяблю, сейчас резко пошел по всему телу, а потому что муж не молодеет, а стареет, я вам сегодня рассказывал, потому что организм, он питается так же, вареной пищей, и так далее, зашлаковывается все, дальше и глубже, что иммунитет ослабевает с каждым годом, и общий резерв организма, ресурс его уходит, мобилизационные возможности, и поэтому, и поэтому грибки берут вверх, пошел поэтому дальше, это может быть, конечно, нет, ну почему, это может быть и псориаз, это может быть, это может быть и кандидоз, и, собственно, это комплексная системная проблема, если уже 10 лет в любом случае, поэтому нужен серьезный подход, при грибковых соках, он сам по себе не может помочь, но он может быть очень хорошей, стимулятором, как поставщиком питательных веществ, так и некоторых компонентов, которые будут, скажем, как дезинфекторы, но это только частично, то есть тут комплексный подход нужен, это, почему я всегда боюсь давать что-то одно, ведь люди, вот как, понимаете, сегодня кто-то написал, вы помните, да, с караловом, этим, с сильвермакс, коллоидное серебро, а я вот делал бесполезное, вот я сейчас скажу какой-то метод, потом мне скажут, вот, значит, а я картофельный сок пью по литру, и бесполезно у меня есть, ну поймите, товарищи, ну нету такого, вот одного был, я даже вам скрипя зубы сегодня в процессе, не потому что жалко мне эти знания дать, потому что в рамках двух, трех, пяти часов невозможно рассказать все это, и есть созданы методики идеальные, комплексные, где включено все питание, включено, ну понимаете, вот внешняя борьба, внутренняя борьба с ними, в том числе используя определенные соки, определенные лисички свои можно, но это антипаразитарное средство, от многих гельминтов, но не всех тоже, тоже не всех, понимаете, от ФИ, если там уже ФИНы, то тут либо операции, либо там резонансная методика уничтожения их, и потом очень серьезная работа с печенью, выведение, я имею в виду альвеококи, хинококи, ФИНы крупных вот этих червей ленточных прочих, они могут быть в любых органах ткани, в головном мозге, кстати, зарак многие путают часто врачи, вот именно ФИНы определенных паразитов ленточных и других плоских червей, поэтому я вам и хочу сказать, вот если с паразитами, посмотрите мой, обязательно посмотрите, не менее важный, чем сегодня по гривкам, мой вебинар, там от 5 и от 13 марта, лучше от 3 мая, лучше от 13-го, и потом будет интересно, есть методики, можете, так сказать, воспользоваться, так, значит, а вот отдельные такие, это неправильный подход, потому что люди очень сильно дословно воспринимают, в надежде, что есть панацея простая совсем, она правда простая, правда несложная, но система должна быть, а для этого надо очень хорошо биологию знать, вот, поэтому я сначала первое вводное, я вам все рассказываю, причинно-следственные, как передаются заболевания, какие в целом мероприятия гигиены, первопричины, основы основ, и потом останется вам только понять, сами методики, и вы их связав вот с этим, а да, да, очень важный момент, все, кто приобретет этот вот комплект, получат как бонус, в нем же будет сегодняшняя лекция, вебинар, сегодняшний, естественно, бесплатно, он входит в тот же набор, как обязательный, как бы это сказать, вот, как блокнот, понимаете, он обязательно будет у вас у всех, значит, на, так сказать, в комплекте, вот сегодняшний вебинар, обязательно, а вот тот, что я как бонус дополнительный вам, вот, для тех, кто приобретет этот курс, мы обязательно вышли, мы, организаторы вышли, мое специальное предложение, которое у меня внезапно возникло, чтобы у вас был более комплексный знание, подход системный, мы вам вышли вот этим предложением, приобрести всего за 2000 рублей, то, что у меня 5 стоит, ой, 5 и 2, 7 тысяч, два комплекта, 15 мощных видеолекций, где там обо всем, обо всем, и это будет путеводный такой, действительно, нужно за книгой всегда, ведь вы это все скачаете, у вас это будет, либо на жестком диске, либо на рабочем столе, на жестком диске компьютера, и вы это храните, как зенит сока, потому что, вот, эта информация навсегда, с этой информацией вы сможете, если примете ее, и вот поймете уж точно, но примете, то вы сможете быть здоровыми людьми, и лечите себя и своих близких сами. Так, так, я же говорил, почему одни люди болеют, а другие не болеют, одни люди, у них крепче иммунная система, у них меньше интоксицирован, допустим, инфицирован, у них меньше каловых камней, в гайморовых пазухах меньше гноя, у них выделительная система лучше работает, у них не так забиты почки, я все это объяснял, потому что по-разному питаются, разные стадии заболеваний у людей, разных болезней, комбинации этих болезней, вот почему одни заболевают от одних факторов, а другие нет, и только по этому, ну и, конечно, другие факторы, которые я просто сейчас, там, вот эту разницу всю не успеваю через запятую вам перечислить. Папиломы, бородавки, папиломы, это вирус, слушайте, это уже, давайте так, это совершенно отдельная, очень серьезная тема, потому что вирусных инфекций, заболеваний много, это будет когда-нибудь, я соберусь силой воли, духа, свои какие-то дела смогу в сторону убрать, я обязательно по вирусным заболеваниям сделаю мощнейший тоже вебинар, и методики все проработаем, обязательно. Да, что важно еще хочу сказать, дополнительные, если кто-то решится проводить методики, которые я тоже дам по Коралловому клубу, но только не просто их, а там очень важные, иные мои личные рекомендации, конкретные по питанию, при применении этих препаратов, при мазе, которые самим нужно, можно будет составить, вот тогда вы, ну, как бы это сказать, там либо сами разберетесь, у меня в блоге есть такой раздел, Коралловый клуб, вы просто можете зарегистрироваться, чтобы вам же лучше было, зачем, смотрите, вы получите, вы можете не в розницу покупать, а покупать со скидкой большой, если вступите в Коралловый клуб, если вам понадобятся эти коллоидные серебро, вот все, что я говорил, фандетокс там, тогда вы просто-напросто по моей ссылочке, по реферальному коду войдете, зарегистрируетесь, вам уведомление придет, и вы будете 20% скидку по клубной цене покупать, хорошая экономия, к тому же вы будете получать очень интересные в рассылке, потом от меня материалы дополнительные, а также у меня есть личная, вот, с Ольгой Алексеевной Бутаковой договоренность, что она моих, как бы скажем, пациентов, клиентов, если вот через Коралловый клуб пришли, подписались, сможет ввести и дополнительно консультировать, если у меня не будет совсем тотально времени, вот, это просто как дополнительный, уже совсем бесплатный бонус, так вот, что я хочу сказать, но помните еще раз, чтобы вы уяснили, препараты Кораллового клуба не все хороши, не все, есть, и вообще не они выпускают препараты, а это очень разные серьезные фирмы, которые очень грамотным маркетингом, очень сильными исследованиями отбирают специалисты для фирмы Коралловый клуб, и под этой маркой они продаются, но я знаю препаратов 30-40, которые уникальные, но я не говорю, что все 300 препаратов хороши, нет, я четко буду вам говорить, те препараты, которые будут действовать гарантированно, и которые очень сильные, и которые абсолютно безопасные, которые можно вместе с моей дальнейшей методикой комбинировать и использовать как глобальную методику лечения тех или иных грибковых заболеваний, я также по паразитам говорил, там очень подробно тоже по паразитам, помогает картофельный сок, вы спрашивали при грибах, да, но это не значит, что вы излечитесь от грибков, используя картофельный сок, вот, так, значит, так, так, излечение рассеянный склероз, нет, это может усугубляться, рассеянный склероз, как любые автоиммунные заболевания, изначально от накопления гнойных токсинов, шлаков в организме, и конечно же изначально это, понимаете, в этом беда и проблема, а не, так сказать, в самом, как это называется, да, в самой, именно каком-то вирусе и так далее, вирусы, поймите, бактерии и грибки, это всегда вторичные паразиты, условно, да, так скажем, да, которые при ослабленном иммунитете, больных клетках, полумёртвых клетках, загаженном межклеточном пространстве, берут верх над человеком, а рассеянный скелет, как ревматоидный артрит, как и сахарный абибиротип, муковиц, седоз и другие автоиммунные заболевания, любые, изначально их причина накопления гнойных токсинов и трупного яда в организме в результате, у кого-то это раньше бывает, у кого-то позже, у кого-то проявляется в виде инсультов, инфарктов, у кого-то в виде онкологии и других болезней, ацгеймера и прочее, когда накапливаются в той или иной части организма, вот человек спрашивал, почему одни болеют, да потому что потому, потому что у одного накапливается в мозге огромное количество токсинов и вот в другом органе, и у кого-то страдает один орган, в первую очередь, другой другой, и так далее, и так далее, поэтому изначально это накопление, надо изменить вид питания, тип питания, надо перейти на живое, обязательно растительное питание, конечно, поскольку уже некоторые системы органов пострадали, нужно применять по этим заболеваниям, есть очень хорошие методики, в частности, с препаратами Кораллового клуба, не потому что, я говорю, а потому что так есть, да, есть, есть, помимо правильного образа жизни, питания, использования в пищу, вот, качественных продуктов, хорошей воды, вот, опять-таки, правильной, восстановленной воды, так что вот так, так, грибы, лисички, сырые, можно как антипаразитарное средство, я же, вот, уже это повторно, можно, как антипаразитарное, сырые только лисички, не вареные, когда они пойдут, промоете хорошенько, и съешьте их там, через 2-3 дня, раз 5 съешьте, у вас там процентов 70 гельминтов, 80 если есть, ну, выйдут, но не все, опять-таки, не все так просто, гельминты есть, которые не в кишечнике, не в, не понимаете, не в кишечнике, а в органах, я говорю, на глазном дне, в любых органах, даже на сердце, посмотрите мой ролик, там есть, найдете в блоге у меня, где вот операции на сердце, и врачи пинцетами червей достают оттуда, посмотрите, это очень серьезно все, это надо знать, просто давайте так, про антипаразитарное, сейчас не надо ничего говорить, Оксана, я вас прошу, не пишите больше, а можно ли, как антипаразитарные лисички, я вам уже ответил, значит, а вот это как раз, нужно будет посмотреть, и вы поймете все о паразитах, очень, там успели мы подробнее поговорить, там 4 часа вебинар, мощнейший, интенсивный, перхоть легко будет лечиться, если комплексно подойти к этой проблеме, снаружи и обязательно изнутри, через изменение питания, через поставлять надо в организм определенные вещества, которые будут на грибок действовать через кровь кожную, ведь в коже, как питательные вещества поступают, не извне, а только изнутри, через кровь, вот через кровь и надо передать эти питательные вещества, еще раз, кожные проявления, это всего лишь внешние проявления, а грибки и любые болезни, они внутри, а снаружи, это защитная мембрана кожи, понимаете, многослойная, и она воспаляется, надрывается и прочее, только когда уже, как говорится, крайняя ситуация, поэтому лечить надо изнутри, герпес можно вылечить, гарантированно можно вылечить герпес, но только если, не только правильные меры, вот мы будем, когда про вирус, но я про герпес буду подробнее, но главная причина здесь, это чистота организма, и его правильное питание, и, так сказать, вот переход на живое, адекватное питание, вот тогда это просто гарантированно герпес можно, вот, прямо завтра резко можно, если у вас нет слишком излишнего сильного веса, если нет серьезнейших заболеваний, причем с сахарным диабетом можно резко, например, там известные такие сыроеды в прошлом, ну, Бутенко, Виктория, есть Сергей, у него, то Сергей был, так, сахарный диабет был у сына, цулинозависимый, он за 2 недели, сын, дети быстрее выздоравливают, от первого типа он вылечился за 2-3 недели, полностью, навсегда, значит, какие-то, при каких-то болезнях надо смотреть, значит, сильно организм, значит, я рекомендую переходить на сыроедение, либо чуть постепенно, либо когда совсем уж, как говорится, нет выхода, тут уж и срочно, но через голодание и очистку организма, а ее надо проводить только тогда, когда вы должны быть уверены, что у вас нет гельминтов, глистов, поэтому исследоваться на гельминтов, а дальше, пожалуйста, уже, значит, можно будет все это делать, но в принципе, я, например, перешел на сыроедение сразу, просто вот себе сел, когда ты сказал, что же я, ну с ума что ли скажу, ну я все понимаю, что у меня сила воли или что, зачем мне теперь, я понимаю, что это глупость страшная, зачем я себя годы жизни отнимаю, и энергию, силы, я взял, просто перешел, так сказать, все, и пожалуйста резко, ну я и так был не сильно загаженный, уж совсем уж так человек, да, поэтому собственно, мышц глаз, а именно мошки, а, ну мошки в глазах, ну тут это могут быть сосудистые проблемы, по большей степени, тут может быть несколько причин, надо слишком много вопросов задать, понять, чтобы именно сказать, что скорее всего, здесь я так не могу вам сказать, будет не то, а, витилиго, да, так, да, 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 тут как раз изначально, это конечно грибки, то есть вирусы изначально, но и грибки могут быть причинами, я сегодня говорил про очень схожие проявления, значит, на коже, как и витилиго, в принципе это вирусные, но и грибки тоже могут быть, да, а вообще комплексно, вы знаете, я же даже про смесь грибков, есть комбинированные идут, ведь святое место точно пустое не бывает, когда в организме есть уже ниша, так сказать, свободная, они конкурируют между собой, и грибки, и вирусы, и, конечно, кстати, про витилиго я подробно рассказываю в курсе, знаете, в каком, где у меня, вот, в первом инфопродукте, курс, там, 10-й, 11-й, вот, видеопродукт, там я про это тоже подробно рассказываю, когда я рассказываю про заболевания почек, печени, про лимфатическую семью, про сосуды, про суставы, и болезни, связанные с суставами, и с кожей, и вот про кожу я там подробно рассказываю точно, и там про витилиго, так что посмотрите, я вам очень рекомендую, вот все, кто еще раз купит вот этот продукт сегодняшний, который по грибкам, да, лечению, то вы, вам придет уведомление, обязательно, именно вам, только вам, кто приобретет, с возможностью приобрести те мои курсы всего за 2000 рублей, так что вам обязательно будет такое уведомление отправлено, обязательно, так, нет, псориаз вы легко, Яна, вы лечите сами, если будете использовать те методики, что я говорю, но если вы хотите ничего не делать, чтобы за вас делали, все равно вам придется большую часть делать самим, но клиники я бы пока не сказал, не знаю, но, например, вот я у себя, у меня, кстати, я вот сейчас строю такую гостиницу, эко, био, эко-гостиницу экологическую, в Пушкинских горах, уникальное место, конечно, достопримечательное, ну, Пушкин, что говорить, да, Михайловская, вот прям рядом, и у меня там будет, наверное, или с осени, или с весны, может быть, зимы, я сейчас буду привлекать еще специалистов, нехороших, потому что я не могу распылиться на все, и будет такая, как мини-клиника, чтобы можно было приехать, и вот полностью излечиться, действительно, фактически от всего, все от времени зависит, насколько вы сможете приехать, вот, а клиники таких пока, к сожалению, не могу посоветовать, но вы сами, по моим методикам, сможете с этим справиться, 100% сможете, сможете, если вы будете правильно все делать, как я вот рекомендую. эмфизема, проверьтесь на гельминты, и можно, конечно, на сыроедение, вы проверьтесь, и на грибки, на грибки не так, главное тут паразиты, чтобы не было тех, которые сосут либо кровь, либо печенью питаются, например, потому что апистурхи, они просто печенью питаются, понимаете, лямбли, те же, тексокары, в том числе стадию проходит развитие, даже вот анкилостома, да, которая через кожу, ног, например, человек идет по траве, она прям прогрызается, в кровь тоже в печени в начальную стадию развития проходит, поэтому, если у вас нет тех паразитов, а я прям говорю, какие, где обитают, это очень важно знать, и вы, просмотрев этот видеоролик, сможете уже, а он, еще раз скажу, в открытом доступе, в блоге у меня есть, вот вы его просмотрите, и спокойно будете выпишетесь знать, на что провериться, как, что, если захотите, приобретете мой инфопродукт 5 и 6, который именно по, методики комплексные, полные по очистке от, именно паразитов, различных червей, да, гельминтов, они, я делал подробнейшие, вот как сейчас у нас, про, будет, вот про грибки, вот, да, так, ну что, вопросов, как, у нас больше таких нет, или, нет, ну, инуресу детей, все-таки, другая уже область, давайте мы сейчас, это не будем, так, столовую ложку на стакану, не, 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 магнезий, там идет, сейчас скажу вам, там 5, пакетик 5 грамм на 10 килограмм веса, по-моему, так, 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 пакетик, в общем, в методике моей там точно сказано, я уже устал под вечер, очень, вот этот момент сейчас я подзабыл, точная дозировка по магнезии, всегда помнил, а сейчас что-то переклинило, но у меня есть в этом подробно в курсах, не волнуйтесь, там будет, будет, это краеугольные вещи, то есть основополагающие по очистке, тут не должно быть неточности, вот, на весе тела, да, вес увеличивается, когда грибки, как правило, это действительно, очень многие шлаки, знаете, почему, ухудшается работа лимфы, и многие шлаки, токсины остаются в мешках, ведь организм он умный, он если не может вывести, он должен куда-то складировать, а если он складирует, и это еще с жировой тканью, где-то поросло, то уже это плохо водорастворимые, капилломы это вирусы, это мы разберем, когда вирусы будем говорить, так вот, и это тогда будет плохо растворимо, и выводиться водой, даже с участием качественной, хорошей воды тяжело, поэтому это сложный процесс, поэтому, конечно, вес будет увеличиваться, и поэтому я говорил в начале, помните, что больные грибковыми инфекциями, они плохо, у них, у них один из признаков, они не так просто могут сбавлять вес, но это все, конечно, будет, это все возможно, безусловно, парадонтоз, конечно, конечно, я еще раз говорю, излечением от грибков, поставку в организм, минеральных, нужных компонентов, значит, никаких тяжелых белков, никаких животных продуктов, чтобы у вас не окислялся организм, и не тратил на это, на реакцию нейтрализации, из вашего же организма, кальций и прочее, вот в этом проблема с молоком, там тяжелые белки козины, которые у нас полностью не расщепляются, они берут на себя гигантское количество кальция, магния, натрия, других минералов, щелочных, которые просто вымываются, разрушаются из организма, потому что если в продукте этого не хватает, вот про молоко послушайте, да, там это будет вам очень интересно, через пару дней мы, ну, есть в других моих роликах про молоко, но это просто там потрясающий вебинар был, который вот будет выложен через пару дней, обязательно посмотрите, он, там будет написано вебинар от 18 июня, вот там прям молоко, ну, вот все поймете, вообще никакого вопроса больше не останется. Сахарный диабет, понимаете, отдельно по нему методику я не говорил, но я везде в своих инфопродуктах, ведь они очень многопрофильные, там во многих есть ответы на вопросы, я там подробно, там, здесь, везде рассказываю, это не то, что взять, вот я могу, конечно, надиктовать за полчаса отдельную методику по сахарному диабету, но поймите, эта методика начинается с того, что вы должны перейти обязательно на живое питание овощами, сначала в большей степени зеленью, зелеными коктейлями, потом уже вводить определенные фрукты, не смешивая их ни в коем случае, с овощами, зеленью, фрукты отдельная пища, а пока вы не должны никаких орехов, мяса и прочего употреблять, ну, это вообще никогда в жизни, я имею в виду вот эту, не человеческую пищу, я имею в виду вот это, мясо, рыба и прочее, это вообще не еда нашего вида, у нас ничего в организме к этому не приспособлено, ни наша биохимия, ни физиология не говорит, ни анатомия, у нас вообще организм совершенно иной, мы приспособлены для потребления, да, скорее всего магнезия 1 грамм на 10 килограмм веса, правильно, так вот, да, слушайте, я еще раз говорю, Алексей, да, вы правы, Вальтер Вайс, вот у меня есть 3 статьи про молоко, у меня они лежат в блоге, там откройте статьи, мои статьи, и там найдете 3 статьи, в том числе, первая из них, как раз, со ссылок на Вальтер Вайс, очень интересные методики, и то, что он дает ссылки на научные журналы, Nature, там прочее, где все это с 60-х годов уже четко давно наукой установлено, но я говорю глубже, чем Вальтер Вайс, потому что я беру не только научные данные и логистику, а законы природы раскрываю, которые он не говорит, то есть я говорю это гораздо сильнее, информация доносится до людей гораздо по большим направлениям, и поэтому вот тот вебинар, например, который вот 18 июня, он будет выложен скоро, это просто бомба, вот его, там даже организаторы той конференции, на которой я выступал, они просто вот сами были в шоке от информации, сами вот просто, говорят, мы представить не могли такого, там в частности в конце о молоке очень подробно все о молочных так называемых продуктах рассказывали. Так, да, конечно, ну, конечно, Анне отвечаю, сыроедение, долгосрочной перспективе, конечно, овощами, зеленью, там только одно, правильно вы говорите, репа, редька, брюква, турнеп, все это мы то, что уже давно даже не едим, современные люди, капуста, морковь, свекла, конечно, этого более чем достаточно, с одним но, если это выращено на почвах, ну, а это в любом случае проблема, и животноводство, и всего, поймите, это тут, я просто вот так утрирую, это тем более в мясе меньше всего есть, тем более, потому что она ела ту траву, которую тысячу раз на тех же лугах косилась, там уже нет минералов никаких, тем более вы все равно жарите мясо, и, значит, вы все, не только белки дентурируются, и витамины разрушатся, и ДНК расплавится, клетка мертвая, аморфная масса образуется, а минералы тоже неорганические станут, они не могут усвоиться, это вообще забудьте про это, а другой вопрос, что я в идеале говорю, что если бы почва, у нас бы проблемы, и кризов бы многих не было, и у сыроедов не было бы многих тем проблем, которые иногда бывают, когда они бывают, только 2-3 продукта потребляют долгосрочно, а в них уже ничего нету, фактически почва бедная, она не содержит тех минералов, поэтому я вот открыл для сознания людей, для того, как на приусадебном участке, на любом хозяйстве, в большом масштабе области, там как угодно, изменить в перспективе ситуацию, и даже быстро изменить, во-первых, я веду аграрные семинары, у меня есть очень интересные продукты, инфопродукт 3-4, это аграрные мои семинары, от А до Я, начинают с семян, там стратификация, до почвы, плодородия, как увеличить плодородие, как ее создать, воссоздать, как насытить почву на вашем участке теми минералами, которые еще есть пока где, в виде, например, древесины, деревьев, которые по 40-50 лет, в симбиозе, которые выросли с другими растениями, в лесу, и если правильные там, ну, в щепу разбивать, делать, мульчировать, там, ну, короче говоря, есть методики, биологические, натуральные, с использованием микориз грибов, тех же, но уже почвенных грибов, симбиотических, понимаете, в почве они как раз симбион, там и должны быть, обязательно с корнями растений, они сплетают такие особые сети, структуры, когда растениям сахара поставляют грибам, а грибы, азотистые соединения в тело растения дают, перерабатывают и дают, это, без этого не будет ни серьезного плодородия, слабость организма растения, так называемый иммунитет растений будет слаблен, подвержен вирусам и так далее, потому что нужны мицелии, нужны симбиотические почвенные микроорганизмы, их около ста, и все это я объясняю, рассказываю в своем проекте Клуб Органического земледелия, это, извините, отвлекся, но это также вам даст понятно, насколько серьезно я, конечно, занимаюсь все медиа. А иначе нельзя знать все в совокупности, если ты не будешь знать все процессы, происходящие в природе. И вот если ты знаешь эти процессы, я, что называется, всю жизнь этим занимаюсь, вот так, да? Так, вот таким вот образом. Так, 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 нет, если вы худой, это не значит, что нет грибков. Это значит, что, так сказать, были какие-то иные причины, например, у вас могут быть те же гельминты определенные, лямбли, так, простейшие, у вас могут быть черви определенные, которые не давали у вас, то есть, они, у вас был дефицит многих питательных веществ. Например, может быть другой момент, что у вас неплохо работает выделительная система, и печень достаточно справляется с нагрузкой, ну, по крайней мере, можно предположить. То есть, причин, это совсем не обязательно. Грибы в организме человека есть всегда, но они могут брать вверх и постепенно, как я говорил, некоторые годами могут развиваясь, перерастать системно, как вот человек писал, один 10 лет у него, да, вот в форуме писал, а, ну, женщина, у мужа, говорит, 10 лет, и сейчас усугубляться пошло. Правильно! Поэтому нам этот баланс нужно держать строго. А для этого, если мы, кто-то болен, вылечит, кто-то примет меры и не допустит, а потом уже, правильно питаясь, применяя правильные, там, те же сезонные травы, прочее, прекрасно. Все, так сказать, ну, решит этот вопрос. Там про Аганян было, ладно, ушло, ну, не буду, там она живет на юге, ну, дело не в этом, сорвалось, ело. Поймите, что и на севере, на самом севере можно вырастить свеклу, морковь, там, капусту, 20 видов, там, корнеплодов, которые вы можете зимой спокойно есть, более чем достаточно будет. Это что же, и мы, понимаете, психологически больше проблем, мы почему-то уверены, что нам еда должна быть тысячу всего, хотя если на скидку, если проверить по факту, то мы не так-то и разнообразно питаемся, просто каждый день мясо, рыба, рыба, мясо, а к нему чего-нибудь, что не кинули. Так это же ужас. На самом деле, вы поставляете себе меньше питательных веществ, если вы будете, два полезных, если вы будете есть только брюху, там, капусту, морковь и свеклу. Гораздо. Это все очень большие предрассудки, которые, вот давайте так, чтобы у вас этих вопросов, кто еще не в теме, вообще не возникало, если вы хотите разобраться сами, не верить на слово, в том числе мне, просто понять и разобраться, лекцию от 18 июня, все, и Бог вам в помощь, как говорится, в вашем новом мире, который вы для себя откроете, и вы сможете действительно изменить к лучшему вашу, так сказать, жизни ваших всех родственников. Да, вот видите, Елена пишет, что, да, после, так, паразитного вебинара прочла про молоко на сайте, это супер. Да, да, только важно, сокажу там их три статьи, важно прочесть и первую, и вторую, и третью, они большие, мощные, но прочтите. А кто-то, лень кому читать, потому что читать надо будет долго, они такие большие, посмотрите вебинар мой, ну, вот допустим, просто лучший я считаю, но один из лучших от 18 июня, вот вы там все это поймете, кому лень читать. Да там же и пропитание, там очень много интересов, там все, 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 что-то как антиген-антител, как все это происходит, как, в общем, короче говоря, вообще все мои вебинары немножко разные, я не люблю повторяться, только какие-то основные вещи, уж важные совсем, да, поэтому, пожалуйста, вот смотрите разные, и вот тот продукт, который мы предложим дополнительно, который мы вышли тем, кто купит вот по грибкам, тот получит, ну, просто вот 15 пакетов, програют, там вообще обо всем, все уже услышите, увидите. Так, ну, хорошо. Нет, цитроцеп не надо, он не нужно применять, так же, как я говорил про другие препараты, которые, так, певец, а Мартынов, аж, иллюстрация живет на сей, Мартынов, певец, но это не тот, Евгений, или его брат, который тоже, кстати, прекрасную музыку пишет, ну, ладно, это, так, недолечить, ага, как найти эту грань, а понимаете, в чем дело, когда методика выбрана правильно, и эффект есть, вы, после того, как, значит, прошли, у вас все внешне хорошо, и внутренне лучше стало, еще месяц вы применяете методику, но в чем сильна та методика комбинации, что я даю, а потому что я знаю биологически определенные особенности, когда определенная грань прошла, а еще остались причины, да, то есть сами грибы, в малом, правда, количестве, мы их добиваем параллельной, иной методикой, а потом иной, и у них уже приспособляемость, их не успевает, резистентность вот эта, понимаете, и мы их просто добиваем, все, а иммунитет при этом не только убивается, как при химических лекарствах, а наоборот укрепляется, вот разница в этом, поэтому методики мои, они не просто отдельно взятые, какие-то там народные, либо медицинские там эти, а это именно комбинации вот эти серьезные. Так, пять лет борюсь, все бесполезно, ну вот так и все пишут, Надежда Гайбюк, которая Надежда, конечно, все вы правильно пишете, что грибок пять лет, что борюсь, что не получилось, это бесполезно, и у многих так же, и у многих, вот я вам и помогу, потому что я, вот в этом продукте как раз обо всем это будет. Так, 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 перекись водорода прекрасный метод, масло черного тмина, прекрасное средство, и антипаразитарное, но это не значит, что вы будете пить масло черного тмина, у вас не будет паразита, да, вы понимаете? Перекись водорода, как комбинация, в другими методиками прекрасна, в определенных комбинациях, отлично, на определенных стадиях, при ногтевых, например, там и так далее. Так, что касается, Надежда, еще раз, я понимаю, что вы устали, миллионы людей устали, миллионы. Вы, когда примените методы, но я вас прошу, только вместе с самым главным изменение питания. Не давайте питание для грибков, не ешьте сахара, не ешьте крахмалы никакие, хлебобулочные изделия, молочные вот эти так называемые продукты, да, ужас. Это молоко для грудных детей, материнское вашего, молоко для вашего сына, дочери, но не более чем, а чужеродные животные с другим набором программы, другим составом белков. Слушайте, ну, в общем, про молоко послушайте, больше не будем. Так, так что вы вылечитесь, безусловно, а иначе и быть не может. На какой, ну, Мария, ну о чем вы? На государственный уровень. Понимаете ли, в чем дело? Я вас прошу, изучите. Я бы хотел на это надеяться и вышел бы, может быть. Но, понимаете, в чем дело? Жданов, вот который Валерий Георгиевич, который Владимир Георгиевич, который все-таки смог пробиться из-за того, что его просто поддержал духовник Путина, вот этот вот, как его там, архиепископ, не помню, как его зовут, но неважно. Он посмотрел диск Жданова и загорелся патриотической волной нацию спасать, и его на телевидении Жданова немножко попустили. Правда, враги народа там все это испохабили, тем не менее, это запустило новую волну самосознания. Его лекции все большое дело Жданов сделал для народа в этом смысле, ну, а, конечно, изначально углов Федора Григорьевича, который открыл эту всю тему. Ну, почему не пускают, почему не показывают это, потому что есть лобби, потому что тут две причины. Во-первых, догмы, стереотипы, которые сами же люди и врачи все погрязли, ну, многие начинают понимать, но государственный уровень и надгосударственный – это иное. Есть беструктурные методы управления, когда управляясь, понимаете, есть пословица, да, хорошая, что она уже стала пословицей, что контролируя нефть, ты контролируешь государство, контролируя продовольствие, контролируешь народонаселение. Вот поэтому любой власти, по большому счету, здоровые люди не нужны абсолютно, потому что они становятся свободными. А свободные люди – это уже люди другой силы совершенно, понимаете? Поэтому, так сказать, они по-другому видят мир, у них по-другому отношение к жизни, сила иная, ну, так что вот так. Поэтому это немножко пока наивно, хотя я очень бы хотел, чтобы было так. Так, да, 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 ну, вот отлично. Так, добавки из хлора. Так, дальше. Вот, про купание в зависимости от болезни, от поражения, от псориазов разных вариантов, там, экземы и прочее, я рассказываю. Купаться можно достаточно часто, если сухая кожа смазывать, и так условно, просто примитимо, так кратко говоря. Если она, соответственно, нет сильных поражений, где нельзя горячим особенно, где раздражается кожа, все начните через промывание тогда кишечника, начните, значит, в океане можно, это правда, потому что действительно там и антисептик вода в какой-то мере, и к тому же токсины будут вымываться через кожу частично. Но, но, имейте в виду, что промывание кружки эсмарка, вот эта методика, что я говорил, как по температуре, это прекрасно и действенно, и обязательно применяйте ее, когда будете проходить курсы любые по Д, понимаете, гельминтизации против грибков, когда шлаки и токсины вы будете выводить из организма. Так, по дыханию, лечению не могу, потому что дыхательных проблем несколько сотен. Проблема основная, что в нижних долях легких накапливается гной. Вот тот самый, который там, вот даже у людей, кто дыхание как бы нормальное, как правило, треть нижней доли легких просто гной накапливается. Поэтому есть специальные занятия, методики, как можно отхаркивать все это. Но это сложно постепенно, если организм будет чистый. В принципе, это может рассосаться, скажем, по организму и вывестись. Но это очень долго. А если есть конкретные легочные болезни, их надо отдельно рассматривать. Многие вызываются некоторыми грибками, как я уже говорил. Особенно у кого легочные болезни подвержены любым плесневым грибам. Асергиллез тот же и так далее. Асергиллез, да. И многим другим. Поэтому про дыхание... А, кстати, я что-то... У меня есть про дыхание. Вот в... Так, 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 так. Про дыхание я говорю. Тоже в каком-то инфопродукте. Мы же легкие разбираем легочную систему. Так. Какао в питании... Значит, смотрите. Какао живое, которое получено из какао-бобов термически необработанных, может. Значит, ну только я говорю, без сахаров. Что касается кофеину, это уже разновидность морфинов. Так же, как, кстати, и мясо. Гормоны, содержащиеся, вызывают привыкание и действия по аналогии морфинов. То есть, это 100% химический изред. Кофе ни в коем случае вообще нельзя. Кофе – это PH3-4. Это сверхкислую среду создают. Разрушаются костные ткани. Вымываются щелочные минералы, разрушаются. Оно закисляет организм. Кровь становится более вязкая, густая. И все следствия с этим связаны. Кофе вообще пить нельзя ни в коем случае. Никогда и никому. И если человек пока еще крепок, он это выдержит. Но всему есть предел. Так же, как человек выдерживает Coca-Cola и Phantom, которые монетки растворяют. Но потом печень также растворяется постепенно. Поэтому нельзя ни в коем случае. Что касается кофейной клизмы, это может быть, не имеет никакого смысла логичного. Потому что клизма создана для того, чтобы вывести токсины из части толстого кишечника. Причем я вам подскажу, только из одной трети, даже одной четверти. А вот гидроколонотерапия, процедура из толстого кишечника, из всего. И то, так загажен кишечник среднего обывателя, что с пятой, шестой процедуры только опытные специалисты, которые гидроколонотерапией занимаются, проточные, в толстую кишку, тут все идет под прямым протоком, 40 минут там все это выходит. Люди поражаются, что выходит. Так вот, это да. Но если в магнезе, и чередовать магнезе, теплая вода, потом клизмы, в большей степени. И тогда поэтому этот эффект несет колоссальный. Поэтому промывка кишечника, она должна сопровождаться с одной целью. Вымыть токсины оттуда. И шлаки, ну, каловые камни заодно. Очень хороша методика по морицу. Эту методику можно найти, но опять-таки это не панацея. И имейте в виду, что это в большей степени не очистка печени. Когда камни какие выходят, они не могут такого размера камня выйти из печени. Там через протоки не пройдут просто. Они это кишечник из толстого кишка очищаются. Конечно, печень при его методике тоже очищается. Значит, дальше что? Ну, что вы, Светлана, вот опять говорите, вот как люди повторяют глупости вот эти. Ну, и что, что она 90 лет прожила и кофе. Это что, значит, что... Ну, только давайте так. Бабушка прожила, потому что у нее была априори сильнее генетика. Потому что она питалась в детстве, скормленная на натуральных продуктах. И очень много растительных ела с огородов, с грядок. Что касается вас, вы уже не проживете. И даже ваша мама, будучи вот так же, образ жизни ведет. Послушайте, человек может прокурить и пить, жить 95. Раньше мог. Сейчас уже 40, 50, 60. Это предел. Кто начнет пить, курить там 15 лет. А еще и раньше. Поэтому всему есть причины и следствия. Ну, что вы этим хотите сказать? Что, мол, можно пить кофе, ничего страшного. Не надо оправдывать свои пристрастия и зарывать страус, как подобие страуса, голову в песок. И думать, что легче себя успокоить этим. Я вам еще раз говорю. Кофе страшный, закисленный. Помимо того, при обжарке кофейных зерен выделяются такие канцерогены, которые аналогичны фенолам, которые аналогичны прочим. И так далее. То есть, еще раз вам говорю. Вот посмотрите вы, Светлана, обязательно, обязательно, именно вы почему. Потому что я вот эти психологические и прочие акценты, помимо биологических, делаю свои лекции от 18 июня. Очень серьезные. Вам это будет обязательно важно посмотреть. Потому что я говорю, прошу, ну не говорите, люди, вот эти глупости, что вот пью прожил, ну значит 130 бы прожил. Вот дед Ивана, вот послушайте, еще раз, вам специально, Светлана. Дедушка Ивана Поддубного, он просто известный человек, на ум, вот как всегда приходит, 120 прожил. Ну пил бы он кофе, он прожил бы 90, и вы бы сказали, вот так много прожил. Глупости все это. 90 это мало, это вообще нисколько. Ну, про сейчас-то я вообще молчу. Что касается, значит, дальше, что там еще? Части по какому видео, то есть последовательность видео, просто в инфопродукте по паразитам. А у меня, знаете, два инфопродукта по паразитам, я потом в седьмом, ой, в шестом, вот там как раз очень четкая последовательность. Я еще кому не скинул, я обязательно скину вам, так сказать, знаете что, скину вам, ну и всем, методичку по паразитам текстовую. Так, что касается, вот Светлана пишет, бабушка в городе жила, расстроили, но вы понимаете, не меня лично, а как бы разум. Я всегда, я привык, что люди разумны, что они мыслят причинно-следственными связями, логично. И поэтому, а Федор Григорьевич Углов прожил 104 года и умер от рака. Вот нормально это или нет, скажите мне, дорогая Светлана, ну скажите, ну я-то просто, ну поверьте, что лучше разбираюсь в биологии. Что если вы хотите полностью понять и вот это все, вот эти все причинно-следственные связи понимать, понимать, да, что вот есть листок бумаги, вы его берете, делите на две половинки ответственной линии, влево напишите минусы, которые усугубляют, которые приводят к болезни, которые, а справа, например, плюсы. И пишите бабушка, так, пила кофе, минус, минус, родилась там-то, например, ела здоровье, плюс, там, например, не курила, плюс, там, прочее, прочее. То есть их очень много в жизни. Если все это сопоставить, мы всегда смогли бы разобраться, какие есть объективные причины, которые повлияли на более долгую продолжительность, на меньшую, на те или иные болезни. Просто мы не можем разобрать все досконально, потому что люди сами порой не могут правильно, ну, скажем, все это так. Ладно, это ничего, все нормально. Кофе не хватает только неделю, потом все равно, ничего не понимаю. Не знаю, если вы имеете в виду, что через неделю уже не хочется, конечно. Когда-то много-много, уже не помню, сколько лет назад. Вот если я сказал, что же я, слезняк какой-то, чтобы надо мной какая-то привычка брала вверх, я сказал себе, я никогда в жизни кофе больше не притронусь. И я никогда в жизни не притронулся, потому что я человек. Человек отличается от... В общем, человек настоящий, я не хочу себя в грудь бить, но я хочу сказать, сильной волей отличается тем, что он хозяин своему слову. И не только слову, для меня слово и привычки одно и то же. Вот я себе сказал, а сказал я себе, потому что я понял. То есть я понял, и я сказал, и для меня нет этой проблемы, и желаний никаких нет у меня больше по этому поводу. Все. Вот как должно быть. А все должно быть от сильного интеллекта и от понимания. Вот, все. И потом, да, ну, слава, благодарю, конечно, но дело не в этом. И, конечно, это не теория. Я еще раз говорю, я констатирую только законы природы. Просто они простые, они лежат прямо вот на поверхности. Не видим мы, ну, уперлись в эту, понимаете, искусственную жизнь. Для нас так мы извратили себе привычки, понимание, понятийный аппарат, все. Что мы так отдалились от природы, что мы действительно порой простые вещи считаем слишком сложными или совершенно непонятными к пониманию. Какими-то, может быть, это на самом деле вот эта беда нашего времени. Ну, тут уже. Слушайте, вкус вообще сыра потом вообще не будет хотеться. Вот, понимаете, это диктует. Начинают погибать определенные теле и иные виды, патогены, микрофлоры. И уже у вас они не посылают сигнал вот этот наркотический через нейроны в кору головного мозга, что давай, мол, нам это, мы погибаем. Они погибнут, мы потом вам проще будет. Почистите организм, все. Потому что хлеб, вот, знаете, это заразная штука, особенно для грибков. Это прям вот подпитка грибков любых, любых. И вы, я вот тоже любил очень хлеб. Ну, я вот сейчас, знаете, я могу, например, сделать там для кого-то или что-то шикарный хлеб бездрожжевой на наших старинных заквасках, которые у меня остались больше 10 лет уже. А даже захотеть не съем, понимаете, хотя раньше обожал там, да. Ну, тут меняется, поверьте, все пристрастия, привычки. Вот. Ох, так. Ну, дорогие друзья, давайте уже за полночь, уже пол первого, уже, как всегда, 4 больше часов, да. Давайте тогда, я надеюсь, что я был сегодня вам полезен все-таки в этом. Я прямо с души камень снял, что такую тему все-таки раскрыл огромную. А методики, да, еще тут мне предстоит поломать голову, завтра будет дописан этот уникальный комплект. Он будет всем вам, кто подписался, кто купил, выслан. Но это будет очень серьезным настольным пособием, методичкой вашей теперь. Так что хочу вас поблагодарить за внимание, надеюсь, вы меня тоже поблагодарите. Ну, и если, значит, это и грибы, и вирусы суставов. Поэтому, если я для вас был сегодня полезен, вы рады нашей встрече, поставьте тоже какой-нибудь плюсик или благодарность. Ну, и я, соответственно, буду знать, что вот действительно, так сказать, не зря. И я вас благодарю за нашу встречу сегодняшнюю. Главное – понимать все самим, действительно, изучить организм. А я вот как раз вам даю во всех своих выступлениях, значит, вот эти знания. Нет, псориаз – это не рак, неправда. Вот. Ну, благодарю вас. Тогда я хочу и вас, и организаторов, и вы, наверное, нас тоже благодарить друг друга. И вот с этой благодарностью мы, наверное, пойдем потихонечку готовиться к ослу все вместе с вами, потому что ночью надо спать. Ну, а как быть, если понятно, после работы надо всех собирать, приходится вот так вот. Так что до новых с вами встреч. Обязательно получайте сейчас такая возможность завтра до часу. Уже сегодня, сегодня уже 27-е сегодня. Почему я и говорю, до часу дня еще можно приобрести по супернизкой цене, потом тоже она будет низкая – 3500. Ну, и вот с первого числа она будет 5000. Вот, поэтому это имейте в виду, не забудьте. Ну, всего вам самого лучшего. Я, пожалуй, уже отключаюсь. Будьте здоровы, дорогие друзья. Всего самого лучшего вам.